Сразу следующее, что мы прошли, напоминаю, 7 гуа вчера и поехали. Просто цена, качество на высоте, так сказать, соотношение реально хорошее. А ещё вчера, ребята, вы сейчас будете ржать, наверное, но я вчера уронил, блядь, ковиатур, который только-только купил. И у неё уже откололся небольшой кусочек, и в итоге у меня теперь эскейп немного не такой чувствительный, каким был раньше. Здорово, you for good, привет, привет, привет. Не знаю, видят ли это мое сообщение в ВК или нет, но я заценил тот ролик, который ты мне вчера скид... А, не вчера, а сегодня скиднул. Про этот, как его, про фир, и я соглашусь. Ролик очень крутой, но там какие-то модификации явно на игре стоят. Потому что что-то я не припомню, чтобы в оригинальном фире был шестизарядный гранатомёт, чтобы в ракетомёт какая-то Тесла-пушка, то есть, ну, хрен его знает. Бери сразу рабочий стол, я сразу его брал. Мистер Геймер. Так, потому что в Макдаке используют специальные витилии. Сейчас я скажу, какой именно. Мне показалось, что она сказала USL Вейланд. Если это USL Вейланд, ребят, то это отсылка к... Сразу говорю. Это 100% отсылка к чужому, потому что там была компания Вейланд Бьютони, на которую работал Рипли и вообще всё-всё-всё-всё. А то, что в Макдаке ты наедаешься быстро, но при этом всё быстро хочешь ездить, а потому что они специально... Ну, может, не специально, может, ещё что-то. Они используют пищу... Что за хуйня? Знаете, видите, что там вообще происходит? Звуки-то я слышал, а что там происходит, непонятно. Так вот, там специально используют пищу, которую можно охарактеризовать просто. Она, как это называется, высоковолокнистая. Она очень быстро переваривается. Поэтому в Макдаке очень быстро толстеют, ребята. Вы быстрее голодаете, но при этом всём количество калорий, которые вы схавали, оно, ну, более чем жёсткое. Поэтому сразу вам говорю, ребят, сразу вам говорю, лучше быть аккуратнее со всякими Макдаками и Бургер Кингами, если вы не считаете свои калории. Я свои калории не считаю, но мне повезло в этом плане. Я фактически не могу потолстеть так просто. Мне нужно реально постараться. Ты чекнешь, что такое Cry of Fear? Я вот не успел чекнуть, что такое Cry of Fear. Я почитал, что ты мне вчера просил, you for good, про Cry of Fear. И сказал только, что ребятам, вот, тебе подтвердят на стриме, кто были с начала игры. Так вот, тебе сейчас чат. Они, как бы, скажут, что я не обманываю. Потому что я чату сказал в чате, что, дескать, потенциальный Cry of Fear может появиться на канале. Я, типа, не знаю, что такое Cry of Fear. Но как потенциальный вариант на канале может появиться Cry of Fear. Типа, кто знает, можете рассказывать, что за игра. Ненавижу этих тварей, на самом деле. Потому что им просто сложно отсекать конечности. Так что, нет, к сожалению, я не посмотрел конкретно, что это за игра, но я, мэйби, ее, типа, катнул. Попробуй просто вне стрима. You for good. Я очень мало играю вне стримов. Ну, понимаешь, типа, когда ты играешь в день по 8-7 часов во всякие видеоигры, а у тебя день состоит из примерно часиков, наверное, 14 времени, в принципе. То есть я стараюсь спать все-таки, ну, более-менее адекватно. И перед сном читать успевать. То есть, ну, хотя бы что-то делать для саморазвития и все такое. Так вот, ты не можешь себе позволить все время играть. Плюс ко всему, ребят, мне надо понимать еще, что помимо того, что я просто стримлю, я не только так канал развиваю. То есть я еще мониторю какие-нибудь интересные игры, смотрю другие Twitch-каналы, присматриваю свои собственные трансляции, чтобы исправлять ошибки и то, что мне не нравится в своем повествовании. То есть я еще помимо того, что просто в основном транслирую, я еще и развиваю себя как стримером, стараюсь улучшать свои показатели и свои навыки. Поэтому я очень много времени на это трачу, и у меня мало его свободного остается. Я почти не играю за пределами трансляций. Я очень мало, когда себе позволяют что-то вообще поиграть. Поэтому это я к чему говорю все, you for good. Если я и буду играть Cry of Fear, то, скорее всего, это будет на трансляции. Потому что, ну, других вариантов, что я в это поиграю, вот прям вот очень мало. Это вот я просто тебе говорю. Я очень редко играю что-то не на трансляции. Обычно, если я играю что-то вне трансляции, это либо какой-то рогалик, я начинаю пробовать, смотреть, что за игра и все такое, потому что далеко не все рогалики, я считаю, достаточно интересными для трансляции в принципе. Это раз. Во-вторых, дотку какую-нибудь поигрываю или вот формата доты игры. То есть, когда ты запустил и поиграл, типа, не знаю, опять же, какой-нибудь вот сессионки, да? И вот так вот оно работает. Здарова, Полина, привет, 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 рад тебя видеть. Располагайся, присаживайся, по нам скучало. Сердейшко тебе тоже, тарам, присаживайся. Про себя денег не хватало, духуя жрать МакДаки, говорить о времени Хьюстон. Ну, Хьюстон, я, к сожалению или к счастью, работал в какой-то момент, у меня деньги были на МакДак, но я все равно старался много не есть, и это, я тебе сразу говорю, это отличный выбор. Так что, Хьюстон, потому что тебе не хватало бабок на МакДак, ничего страшного, типа, это все образуется, скажем честно. Так, ладно, нам на мостик, судя по всему, а мостик, это, насколько я помню, это вот сюда. То есть, мы сейчас, в принципе, мы сейчас на, я так понимаю, Майндек, то есть, главная палуба, где в основном сидит экипаж, где, типа, самые крутые черрики. Пришла делиться своим хорошим настроением с нами? Отлично, Полин, тогда располагайся, присаживайся, я так понимаю, ты выздоровел, у тебя все хорошо, и даже Ярославль не сильно тебя угнетает, да? Не, ну, все-таки не туда, не вниз, я думаю, что она вниз, там вроде мостик был. Я просто помню, там был черномазый черик, и он вроде бы на мостике там сидел. Так, стоп, куда мне, блядь, такие? Сейчас понять не могу. А, все-таки вон туда, понял, принял. А тебе только хуже стало говорить о Майнд Хьюстон. То есть, тоже, ты заболеваешься больше? Ну, я тоже, например, заболел, только сильнее, ребят, чувак. Ну, как бы удивляйтесь, а я еще больше заболел. Ну, если я тоже, на самом деле, приболеваю. На самом деле, самое найс-коро, ты закупаешься по скидону, говорит о Майнд Полина, ну, это всегда так. Я сразу тебе говорю, Полина, я когда иду в какие-нибудь магазины типа Дикси, там вот такой вот параши, в первую очередь, на что я обращаю внимание, там все-таки есть скидки. И в последнее время я очень дико доволен тем, что у меня рядом с моим домом есть и Пятерочка, есть и Пятерочка, и этот есть, и Диксарь. Потому что в Пятерочке очень часто есть акция на Чебупели, ой, на Чебупели, на Наггетсы, на Мироторговские Наггетсы. Типа, ты берешь две и получаешь, типа... Блядь. Отступаем! Фьюстер, у нас проблемы. Так, по идее, это минучили Брейстер. Я хотел бы из этой пушки уничтожить. Ну, а что-то пошло не так, ребята. Ну, из этой, как ее, из труборезки. В принципе, это возможно, но, к сожалению, мне не повезло. Да, Ярик реально стал ярче, больше сквериков, милости всяких мелочей, а настроение поднимает, говорит Полина. Вот, вот, отлично, 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 кстати. У меня всегда это в магазин, только там есть скидозы на нужный мне товар, говорит. Мистер Геймер, ну я не настолько жесткий. Мне, типа, в магазин нужно все равно, всегда почти, то есть я закупаюсь... Я не закупаюсь прямо надолго, знаете, на много там дней, лет, там, ночей и наперед. То есть я закупаюсь буквально там за... Ну, серьезно, за... Ну, там, за день-два, то есть, ну... И хожу каждый день два, потому что мне так удобнее, у меня так комфортнее. Я не представляю, как можно, на самом деле, по-другому закупаться, там, на месяц, там, например, вперед, по две недели вперед. Типа, у меня почти все знакомые стараются именно так, то есть закупаться на подольше. Но сам я так и не умею, ребят, типа, сори. Ладно, давайте будем использовать труборезку. Невзирая на то, что, в принципе, у нее есть одна небольшая проблема, в том плане, что она не раскачанная. Но, в принципе, труборезка крутая. Так. На, сука. Ядрить, что это хуйня вообще. Ты че, блядь, а слендер, мангоут? Ай, блядь! Он на руки-ноги разваливается, сука! Ты не видишь эту хуйню? Ай, блядь! Где эта срань? Ты не видишь эту срань? Это, блядь! Типа, блядь! Типа, блядь! Типа, блядь! Типа, блядь! Типа, ребята, славься инженерное мастерство. Как отключить до девять? Я хрен его знаю, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это делается в настройках. Типа, как бы я не мастер, но если бы я разрабатывал всякие вот эти вот прелести для телефонов и так далее и тому подобное, это было бы точно через настройки. Но я тебе сразу говорю, я не мастер, то есть я не профессионал по разработке приложений. Я не гений этого ремесла, поэтому я подозреваю, что это может быть по-другому. Что be careful. Но вупсень говорит, что он настройка клавиатуры. Ребят, похоже, что все-таки я гений. Типа шифровался, но на самом деле все это время я был гением. Так, а еще ты в реалике, в яарике встретил начинающего стримлера. Мне кажется, это очень даже обычная встреча. То есть это нифига не даже... Вот знаете, если взять какую-нибудь Diablo там дрочильню, Poe дрочильню, есть несколько видов предметов. То есть обычный предмет, нет, даже не так. Мусорный предмет. Обычный предмет. Потом Uncommon, то есть необычный предмет. Потом редкий, рарный предмет. Потом идет какой-нибудь, ну не знаю, хороший, прям крепкий. И потом идет легендарный предмет. Так вот, Полина, вот твоя встреча начинающего стримера, я думаю, располагается между где-то мусорной встречью, то есть совершенно обычной встречью, и между, типа, обычной встречи. Ты понимаешь, насколько сейчас много стримлеров? Вот я тебе отвечаю. Выйти в Москву, плюнуть первому встречному въебало, и он стримлер, скорее всего. Выйти в Кольчугино, мэйби, это не сработает, потому что в Кольчугино слишком много, знаешь, людей, которые уже, как бы, ну, не особо в курсе текущих трендов и все такое. Но это место такое. Но у тебя в Ярике, я уверен, что все по-прежнему. Вот, то есть это абсолютно обычное дело. А ведь скоро игра, мир говорит, мистер геймер. Кстати говоря, да, так оно и есть, но на этом игромире я точно не еду, потому что я уже не в Москве, да и мне, в принципе, там делать нечего. В прошлый раз я был на игромире, но в этот раз явно не получится. Спасибо, стример, он оказался прав. Пожалуйста, Полина, я всегда прав. Это мой минус. Все знают, все знают, все, кто меня знает, они знают, что у меня есть одна большая проблема, ребята, я всегда прав. Чтобы я не пизданул, я всегда прав. Так, не знаю, зачем я на самом деле каждые два шага сейвлюсь, мэйби, потому что я боюсь, что когда-нибудь оно вылетит, но да ладно. Просто поделиваются со мной новости, о чем людям в лица плевать. Ну кто сказал, что я собираюсь кому-то плюнуть? Я сказал, что если это сделать, то, скорее всего, ты пойдешь и выъебалу стримеру. Потому что их реально много, и типа нет ничего уникального, потому что ты их видела. Сейчас стримером пытается стать каждый, каждый. Просто реально каждый. Короче, залью пару смайлов, говорит Микки. Микки, снимай метафорическую шляпу. Красавчик. Цены на билеты огромные, старик, говорит мистер Геммер, да не похуй. Серьезно? Что за хрень? Что у меня? Камера просто вот-вот-вот вообще в лице уже. Алло, я не вижу ни хрена. Можно мне камеру одолеть, пожалуйста? Не надо больше нагнетания саспенса, алло. Не надо больше саспенса, у меня все в порядке с этим. Я и так на очке, так сказать. Чего вы начинаете? Так вот, значит... Так вот, почему мне совершенно наплевать на цены на Игромир, потому что если бы я пошел на Игромир, ребята, вот я сразу вам говорю, если бы я ходил на Игромир, если бы я хотел пойти на Игромир, я бы делал это только бесплатно. То есть, серьезно, если бы у меня была опция пойти туда за бесплатно, за халявный билетик. То есть, вот так вот я бы пошел. И под любым другим предлогом, нет. Я не вижу смысла башлять бабки за то, чтобы пойти на Игромир и посмотреть, что там вообще происходит. Потому что контента там, как такового, очень мало для простых рядовых обывателей. То есть, там, в принципе, могут показать какие-то новинки, дать их погонять и все. Ну и, в принципе, можете потусоваться там в своей тусовке, там, не знаю, на капс-плейш поглядеть и всякую такую хуйню. Но, в принципе, мне для этого достаточно будет подрубить и Ротвич, подрубку любого челика, который ходит на Игромире там с веб-камерой и типа повествует, как у него пиздато на Игромире. И мне будет достаточно, чтобы там оказаться. То есть, Игромир — это, по большей части, мероприятие, ну, для тех, кто в этой тусовке уже чем-то занимается, чем-то работает. То есть, либо нанятому гостю, какому-нибудь, не знаю, там, Твитчеру. Я вот в прошлый раз, я типа на трансляции говорю, на Игромире когда? Я видел тёлку, которая прямо с Игромиры за прозрачным стеклом. Мне, кстати, вообще показалось диким, ребят. Сейчас вот рассказываю. Тёлка просто сидела за стеклом и играла в игры. И типа в этот же момент она типа стримила. То есть, понимаете, это выглядело как будто она, я не знаю, знаете, в зоопарке. Вот реально в зоопарке этот как его вольер или что-то типа такого можно посмотреть на различных животных. Тут, например, тигры ходят, вот тут бегемот, а тут стримлер обыкновенный, играющий, стримящий. То есть, я такой смотрю, и что за хуйня? И она прям реально что-то стримит там и всё такое. То есть, ей за это, конечно, бабки забашляли, да, ей там за это билетик, может, присунули, да. Но пиздец это дико смотрелось, чуваки. Вот вы... Вот я вам серьёзно говорю, я когда это увидел, я такой думаю, ни хрена себе, может, ну нахуй, может, завязать со стримерской карьерой, потому что я прям вот смотрел на неё, я видел пустоту в её глазах, я такой думаю, вот не дай бог, не дай богу, я буду таким же, как она. То есть, понимаете, когда-нибудь меня посадит, сука, вот такой же вольер, заставит, сука, стримить и будут показывать другим людям на Игромире, типа, вот здесь у нас вот стример сидит, обыкновенный стримящий. Я, я такой, ёбану себе, ну-ка, нахрен это дерьмо. Ну, и это вот то, что было на Игромире, понимаете, смысл туда ехать, если, есть смысл туда ехать, если ты, блядь, игровой журналист, ты следишь за тенденциями, тебе нужно посещать всякие ивенты, чтобы про эти ивенты рассказывать. Тебе смысл есть туда ехать, если ты, не знаю, следишь за какими-то играми, ты, опять же, какая-то медийная, ну, персона, типа, там, твичовской, вот, опять же, тусовки. То есть, ты идёшь, обозреваешь, типа, Игромир, то есть, говоришь, насколько тебе понравилось, не понравилось на самом мероприятии, просто там показываешь, там, челикам и всё такое контент. Тебе есть смысл. А просто чисто по приколу туда сходить никогда не понимал, нахуя это нужно. Ну, опять же, типа, пересечься с какими-то вот медийками, то есть, там, видишь, живу, там, не знаю, кто туда ездит часто. We Love Games, там, ещё какие-то приглашённых гостей, то есть, на стримеров этих посмотреть сериал, познакомиться с ними, может на автограф-сессии сходить, но не более того. В остальном, я не понимаю, на самом деле, смысла туда ездить. Поэтому, если бы я и поехал на Игромир, сразу вам говорю, если бы я и поехал на Игромир, то я сделал бы это только за бесплатно. если мне билет, сами предоставили. Чисто на халяву туда сходить, да, я не против. То есть, чисто посмотреть, там, что к чему. Я не столь часто выбираюсь вообще из своей береги, поэтому мне, в принципе, опять же говорю, просто сходить туда, просто попали, что вообще там принцип происходит. Maybe, там, какой-то видеоматериальчик отснять для себя, для вас там и так далее. Maybe, будет норм. В остальном же плане, нет, нахуй не нужно. То есть, я вам серьёзно говорю, это вообще пиздец, это говно и всё такое. А ведь на её месте мог оказаться ты, говорит, мистер геймер. Я об этом тоже подумал, поэтому я на очко присел. Стример обыкновенный, дама обыкновенная, говорит, Полина, это не это самое, это не очень, не очень правдиво, на самом деле. Это явно была необыкновенная дама. Мне кажется, обыкновенная дама не может быть стримлером. То есть, вот серьёзно. Вот есть такая проблема, мне кажется, вообще в принципе, у женщин на Твиче, что если она женщина на Твиче, то она либо не очень близка к женщине, либо наоборот переблизка к женщине. Типа, я хуй знаю, на самом деле, как вам это объяснить, так, чтобы вы поняли, что я пытаюсь вам донести. В общем, мне кажется, что если вы видите женщину стримящую, не просто смотрящую на Твиче, смотрящую, то ладно, это типа ничего страшного, это как бы херня. А именно стримящую на Твиче на постоянной основе и maybe даже популярную, то я вам сразу говорю, у этой тёлки какие-то явно большие, глубокие внутренние проблемы. Это 100%. То, что отошёл не вовремя, вупсень, бывает, бывает. Ну, так оно всегда и бывает. Здорово, патроны с фокс, привет, привет, привет. Рады тебя видеть. Располагайся, присаживайся, я пока чатик на телефончике перезагружу, если никто не против. А я думаю, что никто не против, а если кто-то против, то пошёл нахуй, блядь. Спасибо за внимание. И я, в общем-то, альтабуюсь, чекаю чатик, вижу, что всё хорошо, поехали дальше. Необходимо минимум шесть исправных тарелок для уверенного сигнала. Расположи их симметрично, иначе будут проблемы с питанием. Блин, мне опять нужно какое-то инженерное дело. Ребят, расположить как-то шесть каких-то тарелок, что-то там сделать. Блин, а? Почему так сложно? Сложно. Я, конечно, инженер по образованию, но не инженер космического судна, хотел бы отметить. А как быть женщиной, которая true женщина, говорит тем временем Полина, Полина, я-то откуда, блядь, знаю? Я что, в этом утёлка, что ли? Если бы я знал ответ на этот вопрос, я, скорее всего, был бы женщиной сам. Но я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос, поэтому я вынужден быть мужиком. Всё очень просто. Что за дебильные вопросы, Полина? Ещё, в принципе, ты, наверное, могла бы ответить на этот вопрос, но судя по тому, что ты не способна на него ответить, Полина, у тебя примерно такая же херня. Только ты застряла всё-таки без возможности быть мужиком. Ты, конечно, пыталась пару раз им быть на нашей трансляции, но получалось у тебя так себе. К счастью, мне в этом плане может быть чуть больше повезло ХЗ. Ладно, поехали, поехали. Чё, Патронс Фокс, как делище. Кстати говоря, как делище. Блядь. А может, ты способен. У брата и сестры Вачовки получилось. Мэйби у тебя получится, кто знает. Блядь, господи, благослови, пожалуйста, циркулярную Билу. Хотя, может быть, и не стоит. Я, блядь, не вижу ни хуя. Вы чё, ебанутые, что ли? Ай, блядь. В общем, ребят, я понял одну важную вещь. Если в этой игре ты хочешь побеждать, это значит, ты должен использовать по минимуму ебучую труборезку. Ребят, все, кто говорили, что труборезка из дерьма, я надеюсь, вы сейчас довольны с собой, потому что вы, блядь, были правы. Пиздец, как правы. You got them tried. Просто пиздец. Почему-то не поменяю раскладку, говорит мистер геймер. Ээээ, в смысле, а нахуя мне менять раскладку, секундочку? Не понял, а зачем я должен был её поменять? Секундочку, как говорится. Ты это так и сказал. Ну вот ты, блядь, был прав. Стоп. А, это была антенна. Ну да и хер бы с ней. Подумаешь, блядь, минус антенна, да, ребят? Которую мне надо поставить. Я, в принципе, инженер, я знаю, как лучше. Так, чё было в ящике, блядь? Что скрывал ящик, ребята? А, вот он ещё скрывал. Чип с бабками. Плюс бабки, хорошо, хорошо, крепко. Так, стоп, секундочку. Эта антенна тоже из дерьма. Эээ? Сука, свали нахуй. Кому говорят, свали, блядь. Выйди, сука. Хорошо. Да она из дерьма, чё её там ставить, зачем? Ещё одну антенну, ребят, убираем. Вот так вот. Мне правда кажется, что я слишком много антенн уже убрал. Ну да ладно, я знаю, что я делаю, ребят, я профессионал. Ребят, я профессионал, я инженер, химик, технолог, я знаю, что я делаю. Так, вот это тоже избавляемся. Ага, отлично, отлично, отлично. Просто замечательно. Так, это работает, да? Хорошо. Чё-то патроны с фокс необычно тиха сейчас. Патроны с фокс, да чё-то такая неразговорчивая, чё-то такая серьёзная, как сказал бы Джокер в этой ситуации. Я же спрашиваю, чё, как тебя величит, нормально ли у тебя всё или не очень. А ты такая, не, я не буду отвечать. Стример питон, зачем с ним разговаривать? Что за блядь неуважение? Так, ладно, какая-нибудь из этих антен целая? Тут, судя по всему, не одна. Ой-ой-ой, как же я летаю, ребята, как же я летаю. Тебе удобнее управлять на ЦВФ или на ВАСТ? Попробуй посмотреть на русском языке, как называется ЦВФ, вот этот вот. Чисто просто на всякий случай, мистер геймер. Просто если ты не посмотрел, то может быть, может быть, для тебя будет сделано какое-нибудь откровение. Может быть, ты увидишь что-то, чего ещё не видел. Кто знает? Кто знает? Так, а ещё у меня такое чувство, что здесь, кстати, новые антенны, да? А, нет. Это просто стекло, по которому можно бегать. Блин, это круто. Это реально круто. Прикиньте, челик, просто ты такой стоишь в этой комнате. Ну, вот в этой вот комнате в плане... Так, что мне надо сделать? Не понял. Расположить их как-то по правильному, да, я так понимаю, на самой верхушке, мэйби? Ну, давайте так и сделаем. Так, у нас здесь две антенны, одна на верхушке, другая внизу, поэтому я предлагаю вот что сделать. Ага, вот так. Так, здесь есть целая антенна, где-то... Вон туда надо её отправить. Блядь, 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 только не улетай далеко! Почему он так сильно её кидает? Алё, чувак, будь проще. Будь проще, и антенна к тебе потянутся. Где она, блядь? Давай, давай, тяни её, тяни, 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 ублюдок, мать твою. Не проебал нам целую антенну, ребята, кстати говоря, это челик. Вроде бы инженер, а вроде бы идиот. Так, есть, есть контакт! Так, ну-ка запускаем. Да, 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 ребята, я же говорю, гений, гений ремонтных работ. Инженер, химик, технолог в действии. За своим ремеслом, так сказать. Просто невероятно. Такие навыки, ребята, такие навыки показываю, это пиздец. Как говорят у меня на родине, без регистрации и смс, просто что-то невероятное. Вот, кстати говоря, знаете, я обдумал тему насчет трубы, и решил все-таки сказать, мне кажется, Вупсень, ты все-таки не прав. Что все-таки труба, труба резкая, нас еще удивит. Возможен прием сообщений. Так, возможен прием сообщений, хорошо. Ребят, плюс смс-ки. Только подождите, я, может быть, не все ништячки отсюда собрал. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, есть там что-нибудь, что я мог не взять. Не-не-не-не-нет, я просто понял, что я ее не подкачал, Вупсень. Вот сейчас я ее подкачаю, и будет заебись. Сто процентов. Я вот уверен, если ее подкачать, оно будет заебись. Так, стоп. Я точно здесь все залутал? У меня такое чувство, что что-то я мог здесь оставить, не подзалутать, так сказать. Да ладно, хуй с ним. Я же не Удаман, да, парни? Все знают, что в принципе в играх я никогда прям не Удаманю, так что просто го дальше, че парить все. Че париться. Так, и знаете, чисто для того, чтобы доказать, что вы были не правы, вот сейчас я возьму, блядь, вот эту труборезку, и вы просто увидите, насколько она жесткая. Просто готовьте свои пухчомпы. Так, мы заряжаем, конечно же, кинуть здесь модуль. В принципе, наверное, надо бы и соивануться, чисто на всякий случай, потому что я просто не люблю одни и те же загадки разгадывать по 20 тысяч раз примерно, поэтому делаем это. Хорошо. Задание выполнено, ребята, связь передана. Вейлор. Принимаем сигнал бедствия. Также подобрали вашу спас капсулу 47. Выдвигаемся вашим координатам. Это сообщение они подобрали спас капсулу 47. Помните спас капсулу, в которой черный ебаный дебил? Я ему еще сказал, типа, ты долбоеб, там спасательные капсулы могут самим понадобиться, что не надо было скидывать. А он в спасательные капсулы перекинул одного некроморфа. Там он запер некроморфы и выбросил его. И такой, я молодец, а я ему сказал, что, блин, ты дебил, лучше бы я его убил. Потому что перестрелить его это изи. А теперь смотрите, блядь, эти челики спасли сейчас 42 спас капсулу, они открывают, там от некроморфа начинают их всех в рот прямо дрючить. И в итоге ГВП минус корабль еще один. Это я вам сразу говорю. Вот 100%, 100% это так оно и будет. Мистер Геймер, ты посмотрел, как на русском языке это называется Куавиша, ЦВ, вот это ты и дальше. По списку или нет еще. Я просто не знаю, нужно ли отвечать. Это веста капсула, что вышвырнул Хэммонд. В ней была заперта одна из этих тварей. Нет. Нет, этого не может быть. USM, Вейлор, ответьте, Вейлор. Нам не хватает мощности. Я открою створ шлюз, чтобы не мешать сигналу. Ошибка. Створ шлюз залогирован. Держите силу, не команды. Черт. Айс, корпус прицепилась огромная дверь. Так, посмотри, как будет. Вообще похуй. Так, в общем, короче, мне нужно какую-то пушку и развалить капсулу, да, которую они пытаются подобрать. Так, поехали, поехали, поехали. Показываю, ребята, показываю. Трубовая пила. Труборец. А? А, блядь. Вот, that's how we do it, guys. That's how we do it. Right? Did you see that? А, 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 блядь, сосать. Плюс лежать. Упсень, а я говорил, на самом деле, классная тема. я говорил, а я сказал. Упсень, красава, красава, Упсень. Красава, но все равно сосать, как бы забить, но сосать. Так, ладно, у меня есть вот эта опция сделать. Так, увеличивать время работы на одну секунду, хорошо. Потом можно будет качнуть еще раз ущербность этого оружия. Хотя лучше, наверное, будет двигаться к ущербности через перезарядку и длительность. Или все-таки к ущербности прийти вот так вот. Просто по факту, если я пройду вот так вот, то, типа, я, наверное, сэкономлю... Или нет? Или... Да, вообще непонятно. Сам соси, резак, ванвав. Не-не-не-не-не-не. Труборезка, вин. Не, просто помнишь, типа, не все враги против плазменного резака хорошо умирать. микрочелики, микрочелики, они очень жесткие против плазменного резака. То есть, ты либо патриков миллиард тысяч проебываешь, либо микрочелики тебя овнят, как бы, одно из двух. Я, как бы, не очень большой фанат, когда микрочелики меня какие-то овнят, поэтому, сори. Упсень, но у меня такое чувство, что лучше все-таки быть этим. Не только резак и ванвав, а еще и труборезка вин, фаталити и все такое. Это по поводу оружия, кстати. Давай рассказывай, что по поводу оружия. Так, а мы пока место на лифте уедем отсюда. Тебе третий Dead Space понравился тем, что можно крафтить относительно кастомное оружие. Не знаю, мне наоборот не понравилось. Мне нравится, что в первой игре были максимально продуманные, типа, разные прикольные приколюшки, типа, ну, просто вот реально инженерные какие-то снаряжения, инженерные снаряжения, которые используются как оружие, это было круто, это было прикольно. А в третьей части вместо этого дают просто крафтилку и говорят крафти. И мне кажется, это очень тупым. Мне наоборот не нравится такая хуйня. Я наоборот против. Я как-то понимаю, что так, может быть, типа, можно всякие приколюхи придумать, но все равно эффективных комбинаций и их будет не так много. Мне не нравится этот подход. Я просто делал слепуазменный резак и был доволен. А потом еще какую-то хуйню, чтобы убивать мелких врагов. И все, и нормально бегал. Все, обоих узел подобран. Хорошо. Так, запись, да, есть? Можно сделать эту запись. Давайте сохранимся. Не, ну там также есть обычный крафт, говорит, тем временем луксинь. Да нет, там много всякой хрени есть лишней, которая нафиг не нужна, типа, совместного геймплея. Это типа игра survival horror, которая игралась все время от одного человека, для одного человека. Прокрестка становится игрой для... Ой, блять, Лилия. Опять эта хуйня? Ребят, я вам честно признаюсь, нам пизда, так сказать. Ебать! Ты че, псих? Да, он псих, ребята, нам пизда. Блять, я просто не вижу нихуя. Из-за этих взрывов и просто четких эффектов и так далее и тому подобное. Блять, как вообще попадать в этом мини-игре? Это без шансов и победу. Да ты сдохнешь сегодня, или как? Блять, а не, я успел, оу. блять. Блять. Такое бывает. Держим? Держимся, ребята, на этот, на 10 хп, на одном ударе, ребят. No damage run начинается, прямо с этого момента, без регистрации смс. Нет, нет, нет. Да не, это просто самые бредовые игровые моменты, ребят. Самые, 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 самые бредовые, вот говорю в этой игре, это стрельба из этих турелей. Потому что на мышке, на мышке, я говорю вам, у меня ощущение, у меня ощущение, что я не мышкой цельюсь, а хуём по экрану вожу. Серьёзно. Это просто пиздец. Самое уёбичное управление, настолько, настолько пиздецовое, это я даже не знаю. Ух, сук, даже спасибо не сказал, говорите, за что, Микки? За что? Ну, спасибо, наверное, я хз, за что? Ты знаешь, такой энджойкин? Нет. Наверняка, какой-нибудь ютубер, стримлер, или какая-нибудь такая хуйня, чувак. Но я же вам говорю, ребята, в этой твиче тусовке очень мало разбираюсь, очень мало. Так что, нет, не знаю. Там также есть обычный крафт, да-да-да, вот к слову, кстати, завтра за посылкой пойдёшь, вупсень, да только не говори мне, что ты уже приехал графический планшет, потому что это читер, тогда будет на вупсенье. Ну, серьезно, это не, это незаконно. Я только не видел вупсенье. После такого челиков, как бы, ну, банят. После такого челиков банят всегда, нахуй. Тебя забанят, нахуй, вупсень. Вообще, я понял, ему надо не давать бросать вообще эти хуйнюшки, да, я так понимаю. Потому что, если он их бросил, то тебе уже пизда. А у нас большой долей вероятности парает в корпус лоу. Блядь, он все равно бросил, как? Но как? Я же ему сбил анимацию. Да, в общем, фишка этой миссии в том, чтобы он начинает копаться, ты ему сбиваешь анимацию до этого раскапывания или броска, и в итоге ты как бы тем самым как бы побеждаешь. А, это просто хреновина у меня летает перед ебан, да? А я в нее настреливаю, думаю, что она еще может уносить демэдж по боссу, ребят, если что. а это просто как бы кусок его тела летает, лоу. Который просто мешает мне целиться. На секундочку. и вторая тут же, блядь, летает. так, так, все, я подвыбал его, нет? Так все, я победил. У них ГГВП. только не говорите мне, что реальный корабль проебал из-за одного некроморфа. Как? Но как? Как быть такими конченными, чат? Он летит на нас, блядь! ёб твою мать! Ёб твою мать! Вливаем отсюда, айзек? Ебучий случай, ребята, вот это эпик, эпик. Так хотелось поговорить с кем-то. Здорово, котик. Привет, привет, привет. Тут все разваливает. Айзек. Айзек, ты там? Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний глотировал сигнал моего лица. Так, блядь. Я, блядь, конечно, все понимаю, хуй его, представляю, почему ты так, как будто на геймпаде левым пальцем правой ноги играешь, говорит тебе Мэмми Хьюстон. Блядь, ну ты чё? Братик, давай я тебя посажу за это же управление. И я посмотрю, как ты, блядь, будешь метиться, сука, пидор. За донат, говорит тем временем Микки. За планшетом за донат? Или что за донат, Микки? Или что за донат? Ты чуть не понял. Уже приехал? Нет, то, что тебя приехало в общем-то, очень крепко на самом деле. Я сразу говорю, это просто красавчик. Поздравляю, поздравляю, действительно. Рано ещё не забрал, тоже верно. Его уже банили? Кого банили? Где? Кого банили? Куда банили? Предоплата? Здорово, здорово, котик. Привет, привет, привет. Ещё раз. Да, как вам? О, нифига себе, тут надо будет ещё и на другой корабль залезть. Это очень круто. Не, звучит очень крепко на самом деле. Типа, взять, залезть ещё и в упавший на нас корабль в него залезть и в нём поискать какой-то хреновину для того, чтобы запустить какой-то старый пассажирский челнок. Очень крепко, ребята. Не знаю, как вы, но это прям 20-10. Я думал, что на самом деле вся первая часть только на Ишимуре проходит, за исключением последней миссии. Но если ещё и часть игры проходит за пределами Ишимуры, например, на другом корабле, который нас прилетел типа спасать, это очень круто, кажется. Это прям вот, я говорю, это будет прям Ох Чамп. Блин, как этот хуйсос вечно отращивает и снова ноги, руки и так далее. Я заебался, я заебался ему уже их отбивать. Алё, что не так с этим хуйсосом? Чат, объясните мне, что я, блядь, делаю не так? На нахуй! Лежать плюс сосать, ребята. А это труборез, между прочим, на секундочку. Если вдруг кто-то не знает, что это такое, а если вдруг кто-то думает, что труборезка плоха, ребята, вот вам шах и мат, атеист, как говорится. Случайно включил режим полёта, пришлось перезапустить стрим, говорит Полина. Но вообще это ХГВП. Сейчас бы, сейчас бы, в 2018 году случайно включать режим полёта. Мда, мда, конечно, Полина, мда. Так, ну нам, наверное, на уровень... Каком я уровне, блядь, секундочку? А на каком я сейчас уровне? На третьем? На третьем, да, на второй, значит. Я чё-то подумал, Полина, у меня есть идея для твоего никнейма. Походу, некроморфы тоже оценили. Так, знаете, что в пизду, ребят? Что запахивает какой-то капитальной хуйней? Ну, блядь, кто на новенького, нахуй? Кто, блядь, кто хочет со мной, блядь, попиздиться, сучары? Сука, ебалище, влагалище, блядь, давай, иди сюда, циркулярка! Кто ещё, блядь, ты, голова, иди сюда, сука! Как же я, обня, ребят, хотелось бы отметить. Полина, да и никто с тобой, вроде, хорошо, нормально не делаешь. Тебе правильно делаешь, будет, ты молодец. Спасибо, котик, спасибо. Хоть чё, говоришь, ну, херня, твой турборец говорит, тебе время вупсень. Да, ты мешаешь просто за оружие, брат. Я уже понял это. Я уже понял это, как после, даже после демонстрации боевых возможностей трубореза, ты говоришь, что он дерьмо, это значит два варианта. Либо тебя как бы, либо ты просто этот, заинтересован, так сказать, в том, чтобы заявлять, что нет ничего лучше плазменного резака, либо ты просто этот, не можешь признать своего поражения. Труборезка, вин. Труборезка, это прям бест оружие ever. Ну, против таких вот бомжей, типа вот эта вот хрень, которая разваливается на много мелких, и мелких челиков, это прям вот микрочеликов, это прям топовая пушка. Так, ладно, возвращаясь к тому, что Полина, я понял, какой тебе нужен никнейм. В общем, я знаю челика на этот, в дот-тусовке. У него никнейм ГГВП Ланая. Не знаю, почему ГГВП Ланая, но типа звучит прикольно. ХЗ, запоминается, мне по крайней мере всегда запоминаются. ГГВП Ланая. Прикольно, прикольно. Как насчет, чтобы как он, только не ГГВП Ланая, Ланая, это схуя ли ты, блять, она слишком красива для тебя, все такое. Как насчет ГГВП Полина? ГГВП Полина. Звучит очень крепко, как по мне. Не находишь? Здорово, Флаундер, привет, привет, кстати, Флаундер. Думаю, завтра-завтра пройти Hotline Miami 1. Со всякими, не знаю, приколюхами, думаю, чат, что-нибудь придумать, но ЭХЗ, что именно. В общем, завтра Мэйби будет Hotline Miami. Ну, не Мэйби, я планирую, по крайней мере. Так что, если тебе это интересно, завтра забегай, это рад, будем проходить. Так, это продать, это переместить, это ставить, это продать. Абсолютно уверен. Какой же тебе ник придумал? Во, 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 у него задержка опять. Все, понял, принял, дико извиняюсь. Все, дико извиняюсь, перезагружаю чатик трансляции. Ребят, только не бейте, лучше об осыте. Опять же, привет, привет, Фаундер. Надеюсь, ты этого дождался, моего приветствую, все-таки услышал, что я тебе говорю, и все такое, и будет новым. Уаная очень герой, так, герой так очень имел был, когда вышел, поэтому говорил, ополонает, это вот, Нет, не находишь, мой идея достаточно годной, прости, но это просто потому, что ты тупая, без обид, как бы, но это очевидно. Хуйня, говорит Микки, аналогичный про тебя, блядь. Хуйня, хуйня, ты же мне, идиоты. А мне не сказал про Hotline Mayhem, а мне интересные, батья, ну, я не знаю, интересно я или нет, котик, но ты питон. А Фаундер хотел, чтобы я ему этот, ну, предлагал, по крайней мере, Hotline Mayhem, мне понравилась эта идея, и он, в общем-то, хотел ее посмотреть, так что, конечно, я ему скажу, а это насчет тебя, мне реально не интересно, так что, сори, как-то, лежать, присосать, котик. Так, ладно, дамы и джентльмен, пойдешь, до скорого, давай, усень, пока-пока, не знаю, что ты прям так рано сегодня ускакиваешь, для спейса, который сам хотел, вроде, посмотреть, но давай, удачки. Пока-пока. Иди за планшетом, да-да-да-да-да, набитие все такое. Так, стоп. Тут главное, это хрень, в живот не стрелять, ребята. У меня уже была идея, запальнуть в него из труборезки, а потом я понял, что стоит мне только попытаться начать пилить руки, я точно задену случайный живот, и там всем пизда, и микро-челики посыпятся, а я не хотел микро-челиков, так что все очень просто, ребят. До встречи, пока-пока, а что ты обзываешься, спрашивает Полина? В смысле, обзываюсь я, а не обзываюсь, ребята. Обзываться, это значит, как бы так сказать, это значит целенаправленно оскорблять человека, говоря про него какую-то неправду. Все, что я говорю, это правду, Полин, так что, как бы, сори, но это не считается за оскорбление. Так, ладно, глава восьмой, найти и спасти, мы прошли. Я считаю, мы гений теперь этой игры, продолжаем. Двигаемся дальше. Мертв по прибытию в грузовом трюме. Я думаю, что мы из Ишимуры сейчас пойдем на другой корабль, который у нас врезался. Ты все равно не можешь с ней сменить никнейм, еще пару месяцев говорит Полина, Полина, так стоп, тебя же все время звали Полина, не? Реально? Не, мне тоже странно это кажется. Блядь, смотрите, корабль снарядили против боевой операции против Ишимуры, но, внимание, 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 чат, вот сейчас будет пиздец, слушайте, слушайте, корабль с боевой экспедицией готовых, по идее, бравых солдат соснули из-за одной спасательной капсулы с одним ебучим некроморфом. Как? Но как? Ёбаный в рот. Я не знаю, чат, серьезно, это просто пиздец. пиздец. че-то я в голос. Я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Пиздец. Да. Я не знаю, ребята, это просто пизда. Я просто как услышу эту историю, я слышу историю про то, что целый боевой корабль соснул, соснул, Карл, из-за двух, из-за одного аутиста некроморфа, у меня жопа начинает гореть, серьезно. Так, ладно. Нам нужно вот так вот двигаться к ущербности оружия дополнительной. Вот так вот мы можем взять вот этот ущерб, а потом при помощи еще одного вот этого взять и быть лучше, мне кажется, нет? Поэтому поехали. Так, все. Брить свои ручки от него, он прекраснее, чем вся твоя жизнь. От никнейма, что ли? Полина? Полина, это по-твоему прекрасный никнейм? В тот момент, когда у тебя совершенно нет вкуса к никнеймам. Я, конечно, не могу сказать, что у меня он прям вот есть и все такое, но, блядь, как же ты, как же ты, как же ты плохо выбираешь никнейм, это просто пиздец. Серьезно, я, наверное, никого не видел хуже, кто бы еще хуже, чем ты выбирал никнеймы. Кто со мной согласен в чат? Давайте, наверное, не знаю, сморка, что ли, в чат, а, да, за тех, кто со мной согласен, потому что я не знаю, как еще Полина убедить, потому что ее никнейм из дерьма. Что сделаю? Куплю на все, куплю себе два узла, вот это будет нормально. Ты до этого твои никнеймы не видел? Говорите, время Полина. Ну, maybe, maybe. Может быть, там какой-нибудь, какой-нибудь прям мега-никнейм, от которого у меня просто взорвалось бы, не знаю, жопа, хрен его знает. С тобой никто никогда не согласен, говорит Фаундер. Звучит как-то не очень красиво, как по мне. Я бы тебя забанил даже, не будь о сегодняшнем. Не будь о сегодняшнем в хорошем настроении. Да. Не, ну будет раннер 1-1-1 похуже. Да, вы просто не шарите ни хрена, ребят, за никнеймы, я это уже понял. Это хотя бы адекватный, говорит Полина. Ну, есть разные никнеймы. Вон, например, Челик просто не заморочился, написал бля, пидор, наоборот, и это его никнейм. Как бы, я всякое видел на Твиче. Но самое, 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 я говорю, среди вот, среди всех никнеймов, среди всех никнеймов есть только один самый крепкий никнейм, который я когда-либо видел, ребята. Внимание, внимание, этот никнейм, это дети нюхают бомжей. Вот, это самый крепкий никнейм, который я вообще, в принципе, за все свое существование видел. Реально, нет ничего лучше, чем этот никнейм. И все никнеймы, которые есть, я сначала сравниваю именно с этим никнеймом. То есть, ничего пока еще его не переплюнуло, но, 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 это реально самое лучшее. Ловка, все уверены, что ты мужик, говорит, тем временем, будет фаундер. Наверное. Ты так подошел, и тут про меня базарит, говорит, тем временем. Вот, речь о нем. Айзек, удар сорвал люки одного из орудий Вейлора. А что это за штуки? А как мне их, блядь, сбросить в космос-то? Алло. Где космос-то, ладно. Давайте так, начнем с того, где космос. Привет, привет, ты пидор, бля. А, вот, наверное, лу. Вот, наверное, космос. В смысле, блядь? Циркулярка, иди сюда. Она застряла. Это самый баянистый, никто, тем временем, говорит, котик, хз, насчет баянистый, не баянистый, но, как по мне, это самое крепкое. Блядь, ну давай, вылези оттуда, вот. Циркулярка застряла, ребят, все. Все, открыли шлюз. Так, стоп, их же сейчас должно вытянуть, по идее. Сейчас же декомпрессия, пиздец. Блядь, так понял, мне их надо отталкивать как-то по-другому, да? Так. И я так понял, со временем это мне делают не очень хорошо, да? Тогда ладно, это, наверное, боулинг, я такое видел уже, ребята. Сейчас будет боулинг, смотрите, сейчас показываю. пиздюк. Ладно, сейчас давайте сначала с пиздюком поговорим. Я придумал, ребята, говорить с ним при помощи этого оружия, я поговорю с ним при помощи вот этого оружия. Блядь. Да вы запарили отовсюду появляться, подождите, мне надо отдыхнуть. Пощады, как говорят у меня на родине. Так, ладно, все, поехали на похуй и дышать. Все хорошо. Это я, пожалуй, тоже золотая. Так, ладно, насчет боулинга, что я вам говорил, ребят? Это, это боулинг, я такое уже видел. Короче, берем человеческое тело, мы же в вакууме, да? И, по идее, как бы в невесомости. И такие, бах! И, походу, этот мяч пролетает мимо лунки. Точнее, не мяч, но вы поняли суть. Ладно, ребят, сейчас, подождите, мне нужно просто вспомнить гиберспортивный уровень по бильярду. Не боулингу, бильярду, точно, бильярду, ребят. Под боулингом я, конечно же, имею в виду бильярд. О! Не, ну, конечно, мэйби... Ай, блядь! Больно! Кто? О, кто? Что-то пидор, сука. Ты, пидор. Два пидора, точнее, хотелось бы отметить. Так, ладно, стоп. Где у меня кислород? Там кислород, да? Все, полетели, 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 блядь! О, может быть, себя выстреливать, слышите? Собой, собой этот... Собой, с собой эти шарики толкать. Так же я, наверное, лучше прицелишь, да? Или как это сделать? Как лучше всего это сделать, ребят? Кто знает? Блядь, вот теперь реально, какие есть у нас варианты? Как их выталкивать теперь? Дети плюс глагол плюс существующая плюс существительная равно терра формула для никодли уебана говорить о нем коте. Окей, 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 я уже понял, что вам не понравилось, ребята, но для меня это был для меня это был самый крепкий никнейм, который я когда-либо видел. Такие абсурдные никнеймы, только отбитых встречал он. Ты еще не видел моего друга Вадика, который любит тоже себе всякие никнеймы придумывать. Вот у него очень крепко это все выглядит. Ладно. Ребят, все, конечно, замечательно, но нам нужно эти сферы как-то выбросить. У кого какие идеи? Во-первых, я начну, пожалуй, свою идею с того, что неплохо бы, наверное, подхилиться, поэтому хилиюсь на вот этой аптечке. Это раз. Теперь следующий нюанс. Мне нужно вот сюда. Не обращайте внимания, ребята, на писк счетчика Гейгера. О, нормально, слушайте, позицию занял. Теперь сообщаем ускорение при помощи плазменного резака. Вот он улетел, да? Отлично, ребят, минус первый радиоактивный материал. Осталось всего немного, осталось всего штук 10, наверное, не больше. Так, полетели через весь трюм. Кстати, а почему его даже не усосало туда, вот мне интересно. Так, дыши. Хорошо. Он просто запарил меня вот этот пиздец, блядь. Челик не может на 70 секунд дыхания задержать, блядь. Что за это? Что не такое у этого челибристера с дыхалкой? Ему к врачу показаться, серьезно. Но это просто пиздец, это уже как-то не... Это совсем пиздецово, ребят, как по мне. Так, ладно. Прыгаем сюда и сейчас опять же одно радиоактивное яйцо вот это вот удаляем. Так, где яйцо? Кто-нибудь видит яйца, ребят? Я не вижу яйцо. Во, нормально, вижу яйцо. Или вот так? Не-не-не, секундочку. Вот так и вот так. Радиоактивные материалы удалены. А, я понял, ребят, их нужно типа притягивать, а потом тут же отталкивать, понимаете? Вот так вот. То есть, ты как бы поднакрутил, ты как бы подзакрутил, а потом резко бах и ливнул. Все, я понял, ребят, все, я понял. Теперь мы будем очень быстро, ребята, очень быстро удалять эти радиоактивные материалы. В смысле, блядь? А, не-не-не-не-не-не-нет, ну, блядь. Радиоактивные материалы удалены. Так, ладно. Нет-нет-нет, ну, в смысле, блядь, ты не выскочила, а лево. Радиоактивные материалы удалены. О, вот так бы сразу. Радиационная тревога отключена, замки разблокированы Ладно, нормально, лак-атак, мак-атак, ребята Замки разблокированы, радиоактивная угроза устранена Но это все потому, что, опять же, гений на инженере, химике, технологии на стримлере, стало быть То есть, ребят, все очень просто было, максимально просто Стоп, а это, наверное, и есть тот самый вражеский, не вражеский, а другой корабль, который к нам прилетел, да? И в нас врезался, воу Да, это реально он, ребята, мы на другом корабле сейчас будем Блин, вот это реально круто Вот за этой игре прям вот респект и уважуха, серьезно Ищи необходимые детали в двигательном отсеке на корме Я регистрирую тяжелые повреждения Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться Ага, звучит, конечно, очень прикольно Так На самом деле, совсем не прикольно, я на очко присел бы Так, а интересно, если я сохраняюсь, может ли враг заспауниться у меня за спиной? Ну, серьезно, я бы не удивился В этой игре очень много забавных спаунов, так что... Чего поняли Ладно, Флаундер, как тебе завтра пройти Hotline Miami? Ты завтра можешь присутствовать, или лучше завтра тоже не стоит? Я ничего за хуйня была Так, знаете-ка что? Опять, блядь, возьму-ка я на всякий случай плазменный резак, чтобы не уебываться Потому что что-то я не знаю, ребят Я, конечно, не сыпло И плазменному резаку доверяю, но не настолько А, это тот самый... А, да, наверное, та самая капсула, которую они от нас, да, подобрали? То есть это она их, если что, разъебала Это капсула Вот серьезно, вы можете сколько угодно мне рассказывать про Подготовленных профессиональных, профессиональных убийц, посланных нас уничтожить, скажем так И корабль и все такое Но я не могу поверить, что они от одного некрома соснули Это же просто пиздец Это же трэш Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных Должно быть дело в статус-модуле, который вшивает в боевую броню Эти модули с различью нефтью, делая их быстрыми Очень быстрыми Будь осторожен Звучит совсем не прикольно, на самом деле То есть получается, что мне сейчас презентуют новый вид врага Быстрый враг, да? То есть до этого момента враги были такие себе Медленные, а сейчас вот А вот сейчас, блядь, они будут быстрыми Заранее спасибо, чат Эм Только не говорите мне, что все это было ради секретки Я думаю, мне вообще сюда надо идти Блядь, можно он все-таки замедлить, лоу? Давай, давай, отбиливаем ноги, блядь Слушайте, вот сейчас Сейчас, без шуток, ребят Вот сейчас Я очень сильно доволен этой штукой, потому что они быстрые Но так как это хреновина долго действует И она их стануочит, если по ногам попадает То получается, что враги просто разваливаются за секунды Хотя, без статус-модуле, опять же, убивать их будет сложно Котик, ну это просто потому, что ты питон Это просто потому, что ты питон Как бы неизменно Но у меня была надежда не на тебя У меня была надежда на Полину Потому что Полина, невзирая на то, что она как бы общается с тобой Она окажется, знаешь, такой правильной девушкой Я, конечно, не шучу и все такое Но она вроде бы реально четкая И, в принципе, остальные, ребята, тоже молодцы Микки всегда здоровья желал И все такое У тебя-то речи и нет Тебя Вот если бы ты мне пожелал здоровья Я бы удивился, на самом деле Серьезно Было бы прям удивительно А так, в принципе, все пределы допустимы нормы Блять Минус в том, что это хреновина стреляет медленно иногда То есть я нажимаю типа на то, чтобы она начала стрелять Но она не стреляет, она типа тупит Какое-то время Ну да ладно А кому и не хотелось говорить Я не могу фаундер Фу, ты тоже Я так понимаю, тоже, да Токсик, ЧСВ и все такое Блин, повезло мне, конечно, с вами, ребят В скобочках нет Ну ладно Хрен с вами Я это запомню Так Так, так, так Блять Это вы оттупаете Я что-то не сразу понял, что она же может пиздануться обратно У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Я на работе, сучара! Так, мне кажется, здесь что-то да будет. Поэтому давай прочекаем. А, ну да, враг. Но зато плюс 1100 кредитов, неплохо, как по мне. Смогло быть, конечно, и лучше, но могло быть и хуже, так что в целом норм. Так, секундочку. Секундочку. Это я. Как они могли не иметь ни единого шанса? Они, блядь, подготовленные вояки, против совы некроморфы. Как? Но как? Как они могли проебать, серьезно? Я понять не могу. Как они могли, блядь, проебать? Я вот просто не понимаю, реально. Так, плюс бабки, плюс сейф. Хорошо. А еще мне здесь кажется странным, что здесь так много источников питания, которые, на самом деле, можно извлекать. Maybe, если их все отключить, что-то да будет, я не знаю. Я не знаю, зачем их нужно извлекать, но их, типа, можно извлекать. Непонятно, правда, опять же, зачем. Возможно, типа, на более сложном уровне сложности они, как бы, выключены. То есть, нужно таскать еще с собой все время этот. Как его... Какой-нибудь, какой-нибудь, вот, опять же, местный источник питания, но... Ну, или вот так. Блядь. Блядь! Отстань, 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 отстань! Убей ее, убей ее! Айзек! Втащи, втащи! Оторви, оторви, оторви эту хрень! Хорошо! Крепко. Фух, нормально, живем, ребят. О, мерзость, гадость, бакость, пякость. Просто невероятно хреново выглядящий враг. Надо будет, кстати, надо будет, надо будет, надо будет, реально, хорошая идея, котик. На минимальный донат поставить какой-нибудь такой. У-у-у, сука! День, действительно, неплохая, неплохая идея, мне нравится. Котик, реально, найс. Отличная идея. Мне кажется, я ее уже где-то видел. Мэйби на каком-нибудь стоп-гейме. Но вообще идея, типа, топовая. Так. А, мне надо на этом лифте, да, поехать? Нет, раздоп, секундочку, блядь. Зачем мне ехать на этом лифте, когда я могу пойти сюда? А-а-а-а, потому что я не могу пойти сюда, понимаете, да? Ладно, в принципе, могу догадаться, что здесь ебучий коридор. Тогда надо было, наверное, вот прямо напротив достать. То есть, в принципе, нафига я это расшел туда? Это я. А ты кто? Меня зовут Теренс Кейн. Доктор Теренс Кейн. Слушайте внимательно. Применяйте мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. Окей, какая? Применяют силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. Если вы сейчас улетите, вы обречете на смерть все человечество. Планета никогда не остановится. Не отступит, пока обелиск не будет возвращен. Вы не понимаете. Церковь ошиблась. Это ловушка. Я все видел. Пожалуйста, вы должны мне помочь. Чувак. Не знаю. Мне кажется, похоже на какую-то хуйню. Чувак. Ну, тебе не повезло. Я могу помочь. Ну, или не могу. Это ловушка, говорит имполина. Мне тоже так кажется. Я тоже готов в это поверить. Серьезно. Очень похоже на ловушку. Ну, то есть я как бы тоже видел ловушки пару раз. Я знаю, как они выглядят. Ну, возьми, возьми, возьми эту, блядь, своим критическим захватом. Алло. Ладно. Ничего страшного. Подумаешь, немножко не подзалутался. Ребят, с камень бывает, да? Так, Слендерман. Так, Слендерман. Какая еда. Здесь нет еды. Здесь нет ничего съедобного. Полина. Полина, не надо это жрать. Алло. Блядь, дверь закрылась. Дверь закрылась. Откройся нахуй, блядь. Ебучая переборка. Сука. Полина, не надо умирать от смеха. Живи. Сука. СТОЙ, блядь. СОСАТЬ ПЛЮС ЛЕЖАТЬ, РЕБЯТА. СОСАТЬ ПЛЮС ЛЕЖАТЬ. Фух. Ребята, труборез. Труборез вин. Фаталити. Нет ничего лучше трубореза. Только труборез, ребята. Их там двое. Живи, Полина, живи. Так, ладно, я беру плазменный резак, потому что у меня, во-первых, к нему патриков слишком много, а во-вторых, есть у меня... Есть у меня стойкое ощущение, что мне сейчас будет подручнее использовать все-таки плазменный резак. Полина, так оно бывает. Великих недоподнимают иногда, да, так оно и бывает. Крепись. Так, у меня один узел остался, но я его пока тратить не буду, потому что, мэйби, будет еще дверь, которая можно будет открыть за узлами. Так что я пока места ставлю себе на будущее этот самый силовой узел. Мэйби его использует где-нибудь, кто знает. Товарит команда Аркадиган, корабль атакован. Это не учебная тревога. Неприятели инопланетяне. Повторяю, инопланетяне и очевидные. О, ребята, мини-игра, стрельба. Четко. Сейчас, ребята, будем мини-игру на стрельбу проходить. Я уверен, что мы поставим там лучше рекорд. Так, стоп. Нам, конечно же, сюда это я понял, но поехали. Пройдем сначала стрельбу. Ща. Ааа, только не сюда, блядь. Чуть не сдох, как дебил. Все, ребят, поехали. Че тут надо сделать? Тире. Управление. Тире. Старт. Синего, наверное, стрелять не особо нужно. А, у меня и патрон бесконечный. Хорошо. Ребята, как я и говорил, лучший. Лучший в этой игре. Первый уровень пройден. Старт. Уровень 2. Поехали. Не-не-не. Меня надо эту хуйню не поймать, ребят. Очень неудобное управление. Это просто пиздец, блядь. Особенно в тире это чувствуется. Пиздец, как неудобно. В общем, мне дают только лезвие трубореза. Что за... Что за херня? Я хочу что-то посерьезнее. Дайте мне другой вид патронов. Так, уровень 3. Поехали, ребят. Минус чел. Не прошел уровень, ребят. Все, хе-хе. Одного челика не убил. Проебал. Здравствуй, Антон. Здорово, здорово, здорово. А ты туда максимумы тир прошел. Не шутишь. Кто сказал, что я не пройду? Я еще не сдался. Хорошо, засчитано. Вот так вот. That's how we do it, guys. Отлично, ребят. Третий уровень. Сколько здесь его уровней? Ты в меня веришь. Спасибо, 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 Антон. Спасибо. Странно, если бы ты не был лучшим в синглплеере, говорит Фаундер. Действительно, это было бы необычно. Согласен. Так, тут вроде бы как можно не только пистолет использовать, точнее, резак, хотя это точно уже не помню. Не, ну, скорее всего, разное можно оружие использовать, но я использую именно пистолет плазменный. Раз. Блин, они сразу уезжать стали. Че, ебанутые, что ли? Ладно, я понял, короче, здесь сложно. Пиздец. Пиздец. Блядь, у меня инерции не хватает. Ебучая мышка из дерьма, я говорю. Управление ебучей мышки из дерьма. Ну, серьезно, как? Как, блядь, в этой игре, когда у тебя вот... Вот ты двигаешь мышкой... Вот, смотрите, сейчас я двину примерно такое же расстояние. Вот сейчас. Я буквально миллиметр двину, сейчас я, видать, продвигу пол этого, пол коврика. Тут о скорости, какая-то акселерация есть. Ох, зэ, кто вообще работает? Раз. Ребята, мне нужно просто включить видение будущего. Свои навыки провиться этой игры. Управление было, ребят, слишком жесткое. Ребят, одного упустил. Ты на консоли смог пойти, хотя, ладно, не с первой попытки, говорит тем временем, Антон. Ну, мне кажется, на консоли будет чуть попроще, потому что нереально. Мне кажется, прицельное здесь, оно прям под джойстик сделано. Типа на мышке с этой акселерацией, это просто пиздец, как Адова. То есть, я просто, понимаете, одно движение мышки, одно движение мышки не соответствует другому движению мышки. То есть, как бы так объяснить вам. То есть, мы привыкли к чему? Что есть определенная чувствительность мыши. И определенное смещение по коврику, это определенный градус поворота всегда. Это неизменная часть. То есть, у тебя одна и та же скорость движения и так далее, и считывания. Здесь, здесь, от того, насколько ты быстро шевелишь мышкой, включается ебучая акселерация. То есть, у тебя начинает чувствительность возрастать или уменьшаться в динамической прогрессии. В зависимости от того, насколько ты жестко мышкой двигаешь. Для джойстика это нормально, потому что на джойстике, типа, сложно, на самом деле, все это крутить. И там соски, как бы, у них есть несколько, типа, градаций. Типа, насколько он хорошо, сильно отклонен и так далее. Но зачем это сделали на мышечном управлении, я, типа, хуй знаю этого. Потому что, ну, реально это супер неудобно. И в итоге получается так, что я начинаю жестко мышкой двигать, и у меня мышка прилетает дальше, чем я хочу. Медленнее не доходит. И в итоге, пиздец, как-то неинтуитивно. Это очень сложно. Не стать тебе снайпером-фликшотером. Говорите, нет, Таудэ, мне Никитон. Даруй, Никитон, привет, привет, привет. Достать мне все. Но просто очень некомфортно пока мне стоит просто привыкнуть. Там средний. Парень, какие пушки ты покупаешь за игру, спрашивает Антон. Так мы же не первый раз вроде бы увидимся, Антон. Что за парень? Ты же знаешь, как меня зовут? Меня зовут Ваня. Но я не люблю, когда меня называют Ваней на стримах. Я Блэйд или Блэйдраннер. Иногда я руинер, но это злые языки говорят, так что не обращай их внимания, Антон. Я Блэйд. Call me like that. Это, кстати, отрубается. Вот, блядь, вот, вот, вот. Если это отрубается, ребят. Ну-ка, блядь, сейчас мы найдем. Акселерация есть? Так, основные элементы управления. Управление прицелом. Продолжить. Прицельная стрельба. Так, секундочку. Понял, не работает. Управление Икса. Не работает. Где это искать? Нет, лучше зови Блэйдом. Реально, мне не очень нравится и Ванюшка, и Ванюшка, и так далее. Не люблю, когда ко мне очень сильно так фамилиарно в интернете обращаются. И вообще, в принципе, за этот. Ладно. В общем, я посмотрел, и если этого нету в видео, в настройках нету, в яркости настройках, то потенциально этого здесь вообще нет, Никитон. Акселерации нет. Блэд, какие у тебя пушки? Плазменный пистолет и... Плазменный пистолет и труборез. В общем, короче, эту хуйню не отключить, ребят. Так что будем привыкать к чувствительности в игре. Ладно, всё, ребят. Яйца в куак, поехали. Сейчас покажу, как это работает. Блэд автомат, он тут реально хорош. Не знаю, мне не нравится. Оу май! Кто это, если не гений на стримлере? Лучший! За своим ремеслом! Аплодисменты, чат! Крепко! Изи! Хорошо, хорошо! Так, че... И пятый уровень есть чего, блядь? Всё, ребята, переходим на... Занебесный уровень владения стрельбой, ребята. Стараемся самым быстрым стрелком по эту сторону от Мишури. А-а-а! Невозможно так стрелять, блядь! Блэд, бодистролёт! Как? Но как? Да, да, блядь, 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 теперь ты боишься бляда. Ребят, правильно, правильно. That's how I... Ruid by the fear. Ладно, давайте попробуем ещё раз. Стример рвёт меч. Да, Полина, именно так оно и есть. Ладно, ещё раз. Ещё раз, ребят, на уровне x5. Сейчас я просто должен превысить человеческие лимиты. Что я промазал по нему? Мне нужно видеть будущее, ребят, чтобы это проходить. Серьёзно? Только если я начну видеть будущее, у меня есть шанс это пройти. Там пять ячеек под уровнем слева от значка, так что их всего пять. Наблюдательность, говорит Эрмитол Дэнк. Всё, понял, принял тебя. Понял, понял. Так. А вот так, это возможно пройти. Не, я могу это пройти, ребят. Сейчас я справлюсь, смотрите. Так будет, тебе нужны более прямые руки для этого. В смысле, у меня всё нормально с руками. Ребята, только... Только слабый будет говорить, типа, у меня недостаточно прямые руки и всё такое. Я уверен, что это инвалид может пройти. Я уверен, что это инвалид может пройти без руки. Ногами. Скорее всего из Японии. Просто мне нужно отточить навыки. Это был, ребята, некроморф скрытый. Я уверен в этом все 100%. То, что это был скрытый некроморф, я в этом уверен на все 100%, ребят. У меня намётан глаз. Я видел в его глазах желание убивать, ребят. Поэтому я этого, как бы, вроде бы инноцента, но кончил без раздумий. Потому что я знал, ребята. Бывает, настолько привык стрелять по некроморфам, что по антропоморфным вещам тоже отстреливают ноги. Кстати говоря, да, в этой игре я реально слишком привык стрелять по ногам, поэтому я прицел по умолчанию на ноги смещён. Реакция мангустой прямые руки. У тебя только первое, не сильно раскачанное второе, говорит тем временем Антон. Окей. Он был красным, расист. Сори, ребят, они все красные. Это не я так придумал. Не, на самом деле, без акселерации я бы на изи прошёл. Сука, сдохни, пёс. Мне он не нравится, ребят, серьёзно. Ладно, ребята. Сейчас, сейчас я вам покажу, как это делается. Now things are getting serious, aren't you? Короче, ребят, я берусь за это дело серьёзно. Готовьте, готовьте свои покчампы, ребят. Сейчас будет, сейчас будет просто невероятный уровень. У меня скорострельность пушки не на максимуме, ребят, гг. Она просто не успела выстрелить. Не, реально, у меня скорострельности не хватает, чтобы проходить лул. Акселерация мыши. Акселерация. Я слишком резко дёрнул, в итоге она улетела дальше, чем я хотел. Я здесь не додёрнул. Не додёрнул. Акселерация пиздец руинит, ребят. То есть, понимаете, у меня хватает возможности докрутить. Но просто из-за ебучей акселерации не получается. Можешь гадецкий кинуть с направкой настройки мыши. Частично срезает эту хрень, говорит Никитон. Давай, кидай. Акселерация, да. Пиздец, как руинит акселерация. То есть, я тебе серьёзно говорю. Я просто не дотягиваю прицелом. Или перетягиваю. Вот как сейчас. Понимаешь, я двигаю, я знаю, куда я двигаю. То есть, я нормально вижу цель. Я успеваю среагировать. Успеваю заметить. Я даже успеваю, ну как бы, как мне кажется, пройти правильное расстояние. Но из-за вот этой хуйни, из-за акселерации. Я не дотягиваю или перетягиваю. То есть, ну вот, типа, вот как сейчас. То есть, ну очень плохо получается на близкие дистанции что-то сделать. Так, да что ты говоришь, чисто говорит мне Антон. Смотри, если сейчас сработает патч вот от Никитона, мы все сделаем. В самом начале ещё фикс подвезли. Там надо просто воткнуть, и оно будет работать. Всё, окей, понял. Introduction. Для serverless mouse controls. Буа-буа-буа. Чё-то там чё-то. Вертикальная синхронизация. The first view will do the mouse lag. Simple fix. Понял, отключить эту хуйню, да? Да. В общем, короче, надо открыть файл файл, блядь, что-то там найти. Ёбаный ты в рот. Ладно, поехали. Всё, ребят, сейчас отключаем акселерацию, и дальше я буду просто ебурить. Просто готовьте покчампы. Я вам отвечаю, чуваки, так оно и будет. Вот просто готовьтесь. Это уже не изменить. Я вам серьёзно говорю, ребят. Вы можете подумать, что типа это всё фигня, но это не так. Я знаю, о чём говорю. Так, только у меня проблема в том, что у меня, сука, гоговская версия. Тут settings должны, в принципе, также лежать, но почему-то нет. Settings'ов не могу найти. Ёбаный в рот. Где найти settings' файл? Нет, там прямо под апдейтом от 17.27 в самом начале. А, link to fix. Тьфу ты. Перейти на внешний сайт. Окей. Всё, давайте готовь. Сейчас он будет тащить. Да, так оно и будет. Dead Space, mouse fix, download. Нажал. Задоунводил, ребят. Ага, гвп. Так стоп, мне, наверное, в игру надо будет перезайти, не так ли? Сука. Звучит как-то не очень хорошо. Ладно, сейчас быстренько сделаю, ребят. Подождите. Где здесь где-нибудь подалёку сейв? Должен быть. А-а-а-а! А уже похуй, не важно. Сука. Я знаю, что это штука, что я думаю, должна сработать. То есть, рано или поздно она должна меня убить бога. Сука. Блять. О, фух. Я так же орал, брат, когда сдох, как дебил. Сука. Сдох, как дебил, реально. Так, а здесь есть сейв? Блять. Стоп, секундочку, секундочку, секундочку. Парни, парни, парни. Мне нужна точка сохранения здесь где-нибудь неподалёку. Я просто не помню, когда я последний раз сохранялся. Не, котик, такого не будет. Скачать какую-нибудь фигню по просьбе чата. Я доверяю Никитону, братик. Котик, я просто знаю, кто такой Никитон. Я ему на доверии. Твою хуйню, я бы не скачал. Его бы я скачал. Задумайся об этом. Так, ладно. Где у меня был последний раз сейв? Ладно, хуй знает, ребят. Короче, где был последний раз сейв, ребята, я готов рискнуть. Поехали. Я ради маус-фикса, я готов, я готов насчёт этого, ну, как бы взять и рискнуть. Поэтому поехали. Всё, перезаходим. Расист. Блэй, в смысле, где расист? Никакого расизма нету. Вы чё, рофлите, что ли? Где, где, где расизм? Вот где он? Покажите мне пальцем на расизм. Расизосом. Где он? Вот кто-нибудь видит расизм где-нибудь здесь? Так, а чё мне надо сделать просто? Подождите. Мне это нужно вкинуть какой-то особый файл или куда? Да. Куда это кидается-то? Алё. Там есть информация? Я что-то не посмотрел, нихуя? Ладно, стоп, секундочку. Link to fix. Окей. Блэть, куда это кидается-то? Алё. Так, секундочку, секундочку. А куда это, блядь, надо кинуть-то? Алё. Ладно, короче, пизду. Я просто эти файлы перемещу в основную папку игры. Если будет замена. Нет, без замены. В пизду. Так, значит, куда это надо? Это можно, в принципе, во всех папки кидать, и нормально. Extract the file connected to the main game folder. Понял, понял, просто в папку корневую скинуть, всё так и сделал. Хорошо, крепко. В конце концов, чутьё меня не обмануло, ты был прав. Блядь, а можно закрыть, пожалуйста, винрарную вот эту рекламу? Типа, надо купить винрар. Чё, ебануто, что ли? Сейчас бы в 2К18 покупать винрар. Сука. Он не закрывается никак, блядь. Но я знаю, у меня есть, ребята, контр-вальд-элит, который справится с этой хуйнёй. Ну-ка, блядь, где ты там выёбываешься? Сейчас тебя найду и убью. Так, винрар. Убить процесс. Хорошо, крепко. И вот он сдох. Крепко, ребят. Лучший. За свое время слон. Пиздец, блядь. Купи мне, купи мне винрар. Сейчас бы в 2К18 надо покупать себе винрар. Сука. Неплохая попытка, разработчик. Но этого недостаточно. Но этого недостаточно. Ну, кстати, есть у меня подозрение, что сейчас мне будет всё равно немного неудобно управлять, потому что я уже немного, типа, привык, знаете, к акселерации, и без неё будет не так комфортно. Но если, если вдруг всё будет правильно, и если вдруг всё это подфиксится, ребят, через буквально пару минут я буду рвать и метать в этой игре. Смотрите. Готовьте свои покчампы. Это будет просто невероятно. Невероятно. Ну, будет, конечно, обидно, если вообще нихуя не поменяется. Так, где я последний раз сейвился? Ебать! Нифига себе у меня начала еле двигаться мышка из-за чувствительности упавшей. Так, ну ладно, это наоборот. Это хороший знак, что она изменилась, ребят, это что-то значит. Давайте вот так, наверное, в два раза поднимем примерно. Так, отлично, отлично. Не, ну не стало комфортнее, на самом деле. Так что надо ещё поднимать. Воу. Я, кстати, разницы особо-то не заметил. Но будет забавно, если, знаете, если окажется, что с акселерацией мыши лучше, чем без неё. Так. Уже поинтереснее. В целом, я готов ещё немного поднять, и будет вообще чётко. Скобочка... А, стоп, мне кажется, что она, блядь, обратно скинулась. Во! Так то, что нужно, ребят. Всё, теперь я, блядь, ебошер 228. Только так ко мне обращаться. Комфортнее не стало, надо ещё поднимать. Не знаю, котик, наверное, пытается здоровить, но у него плохо получается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ебисер, ебисер, ебисер. Иди нахуй! Ебошер 228 замётано. Спасибо, чё ты... Спасибо. Это было немного в переносном смысле, но да ладно. Это было в переносном смысле. Но, в принципе, ладно, опять же. Всё, ребят, готовьте ваши пупчомпы. Потому что сейчас будет... Чё за... Ты ебанутая, что ли? Ты не можешь оботкнуться? Чё за... Пойдём, блядь. Вот, ребят, в таких условиях и приходится работать с этой игрой. Так, ладно, есть у меня подозрение, что можно ещё немножко повысить себе чувствительность, чтобы было прям вот максимально чётко. Вот примерно вот так вот играть. Да, это я. Окей, говори. Приятно познакомиться, мистер Теренс Кейн. Времени мало. Если вы почините челнок, то есть задача поважнее, чем сбежать. О, ка. О, ка. Я от Схавода шутку... Прям как этот. Как, не знаю, вкусную конфетку или что-то типа такого. Это ловушка, он видел! Так, а я знаете, что сделаю? Я, наверное, альтанусь, прочитаю чатик и вернусь обратно в игру. Вы должны мне помочь. О, ка. На самом деле нет, ну да ладно. Где игра Do Not Feed The Monkeys. Звучит, конечно, очень интересно. Но нет, я не видел ее. Там, наверное, вся суть игры в том, что есть несколько обезьян, и их не надо кормить, да? А если ты их накормил, то, наверное, проиграл. Это, знаете, как игра... Не смотри на петуха, да? Да. 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 Я не могу, если это взорвать штуковину, то есть только что это было на самом деле. Да. 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 Не, у меня серьезно Первая мысль про The Don't Feed The Monkeys Первое, что я вспомнил Это до... Не смотри на петушка Есть такая легендарная игра От легендарных разработчиков Я удивлен, что вы о ней не слышали, ребят Но есть такая очень клевая игра Всем рекомендую, ребят Можете загуглить прямо сейчас в интернете Можете, говори, прямо сейчас загуглить в интернете Игру не смотри на петушка Она очень крутая, ребят, серьезно 20 из 10 Ой, короче, в личку скину Давай, давай Скидывай, скидывай А я потом тебе тоже в личку скину Не смотри на петушка И мы оба как бы друг друга скинем нормальные игры Могу пошутить на тему того, что Для тебя, котик, чтобы проиграть в этой игре Достаточно просто посмотреть в зеркало Но это было бы максимально гнило с моей стороны Поэтому я, пожалуй, лучше просто помолчу Как вы думаете, чат Насколько я в этом плане Себе сейчас только что хорошо показал Как такого, ну, воздержанный И адекватный стример Мне кажется, максимально Максимально качественно Так, ладно, давайте на верстаке себе Под это самое Под ушем Например, труборез Плюс ущербность Отлично, отлично, отлично Котик Ты проиграл Ты проиграл Сори, как бы, братика В этом В этом В этом только что я продемонстрировал Чуть более качественную выдержку Я не продемонстрировал эту ошибку Сейчас какая глава спрашивает You for good Восьмая До сегодня будет только Dead Space You for good Или девятая Восьмая или девятая глава По-моему, девятая, девятая Девятая Или даже десятая Я хз В общем, короче, я не считал, братик Надо посмотреть по сейву Но когда будем сейвиться, узнаем You for good Но сегодня не будет ничего Кроме Dead Space Я болею, ребят Я максимум, что если мы слишком рано пройдем Дотку один раз катну И все Так Котик Клея отказалась Так, теперь надо привыкать По-новой к управлению Немного, на самом деле Потому что я уже Привык к акселерации Но сейчас пока проходим Более легкое обучение Я привыкну к движению Ну, к движению мыши К тому, какие надо движения совершать Для того, чтобы Победить, так сказать Ну, знаете, после того, как ты прошел Более жесткие варианты Этой миссии Скажем так Уже очень скучно Проходить более легкие варианты Почему не попадает Только реально Только лезвие трубореза Что за неуважение Знаете, что будет обидно? Если я теперь с новым управлением Смог повторить рекорд На четыре вот эти вот На четвертом уровне За который я получил Рубиновый полупроводник Который, в принципе По факту является Десятью тысячами кредитов Вот это будет супер обидно Сейчас новое управление На котором, типа, заважаешь Мгновенно Так, все, ребят Готовьтесь, готовьтесь Готовьтесь Сейчас Это будет не остановить О, кстати В этот раз у меня плазминная энергия Вместо Труба патронов Выпула Вообще Всем, кто впервые на трансляции Может показаться Что я настреляю патрон На самом деле Напоминаю одну серию В Саус Парке Там тоже был момент Когда челик Баттерс Стрелял всем в пах И это было Еще Из-за этого Картман, по-моему С ней перестал дружить Или что-то типа такого Так Блять Помахнулся По одной мишени, ребят На одну мишень не попал Вот с первого раза На самом деле Мне кажется Я очень хорош То есть, ребят Антон Никитон Ребят Сейчас будет Сейчас показываю Один раз, как говорится Я говорю об этом Я говорю, что Стоит изменить управление Будет намного комфортнее Блять Все эти синие пидорасы Заебали Чего их так много Алло Что за незаконное количество Синих пидорасов Блин Мимо руки промахнулся Чуть-чуть буквально Там реально Миллиметра не хватило Немножко перья Но это из-за этого Из-за акселерации Я еще не привык полноценно Но реально Уже получается Мне кажется Намного лучше, ребят То есть, может быть Не идеально еще Но сейчас Уже намного крепче Я чувствую себе Возможность победить Типа шансы, так сказать Блять Поплыв Да вы я волосы Но я еще не сдаюсь, ребят Я еще не сдаюсь Мне просто нужно Немного допривыкнуть Понимаете Немного допривыкнуть К новому управлению И будет все четко То есть дайте Немного выкнуть И будет хорошо Ну да А что они лезут Под выстрелы Алло Блин, а на котика Отлегся Котик, я хотел бы Просто сказать, что ты пидор Просто не знаю Знаешь ты об этом или нет Но ты, по-моему, пидор Котик Так, поехали еще раз Блять Переехали Чуть-чуть другим дотянулся Двух челиков промахнулся Номер один в твоем чате В твоем топе отмазок Потому что ты пидор И у меня то же самое, кстати В этом мы с тобой сходимся Блять Не дотянулся до плеча Ну я, твою мать Немного не доверну мышку Но это Вот сейчас уже Я не могу винить никого Кроме себя, на самом деле И вот в этом тоже промахи Но сейчас Сейчас я допривыкну И будет хорошо Все, ребят Поехали Все Сейчас Взяли себя в руки И выдели Поехали Раз Два Закатарей ехал Немного дальше А, гг Опять Не на желание Сражаться, ребята Не на желание Сражаться Из-за одного челика Из-за того, что Чуть-чуть дальше Мышкой двинул Проебался Обидно 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 Ладно Ребят По новой И да Если вам нравится Трансляция Ребят Не забывайте Пожалуйста Подписываться Как на Сам канал Так и на Группу Вконтакте Я просто не знал Что уже началось Ребят Типссори Я просто не знал Что уже началось Поэтому Начинаем По новой Умри Сука Синий Пидор Цивилен В скобочках Цивилен Так Так Damn it, I'm so good. So fucking good at this shit. Do you know it? Чат, вы видели это? Ибо мне кажется, ребята, я уже это могу и не повторить. Так, поехали. Теперь на уровне эксперт, ребят. То, чего вы все так долго ждали. Ребята, так близко. Так близко, но так далеко. Я просто не видел за плечом. Два челика, ребята. То два, то один челик пропущен, понимаете? Насколько я уже близок. Вот это самый пидорский момент, когда у тебя... Ты с одной стороны стреляешь. Блядь, один враг с другим появился. Я его просто не увидел. Оу. Я просто не увидел врага. И поплыл, и тут же поплыл. Вообще поплыл. Блин, заметьте. В первой попытке не хватило одного врага. Во второй попытке не хватило двух врагов. В третьей попытке не убил трех врагов. Мне кажется, это обратная прогрессия, ребята. С каждым... С каждым разом я становлю все хуже. Не улучшать мне, погоди, а улучшать. А ухудшай их, воу. Сейчас. На четвертой попытке я должен не убить четверых, ребят. Это просто синие цивилины заебали. Кстати, по-моему, почему они мне не нравятся. Они похожи на котика чем-то. Не знаю. Может быть, цветом. Ну да, ребят. Реально. С каждым разом все становится хуже и хуже. Но это до того момента, пока... Я не победил, хотел искать. Я уже привык к тому, что первый враг, который вылетает, это... Это не синий, это красный. То есть это мое объяснение, ребята, на данный момент. Ладно, поехали. Еще раз. Вот теперь на профессиональном уровне. Раз. Два. Ну вообще, я, по-моему, сразу по двум промахнулся. Но опять же, то, что я стал лучше в этом дерьме, мне кажется, уже никто не может отрицать. Не так ли? Прогресс, как говорится, налицо. Я по-одному промахнулся, и мэйби промахнулся по-другому, который был заспаунившийся тоже... Ну, вот эту вот мишенью, я не знаю, как их обозвать. Причем, вы поняли суть. Причем, я мэйби промахнулся. Причем, я мэйби промахнулся. Тоже до этого еще. То есть я так промахнулся, и мэйби до этого промахнулся, я просто не был уверенности стоп. Причем. Мэйби промахнулся. Дважды причем. Ладно, ничего страшного, ребят. Сейчас, сейчас, секундочку. Все. Теперь взяли, взяли себя в руки, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. 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 Не попал, да? Не уверен в том, что не попал. Не уверен в том, что попал. Да, две мишени не поражены были. Две мишени только не поразил, ребята. Надо признать, до этого я был прям супер близко. То есть еще и такой хороший выстрел сделал. Мимо типа синего, но при этом все попал в красного. Это была случайность, но это было очень красиво. Не люблю кара за челиком, который разваливается. Сполнится другой челик. Это супер, на самом деле, сильно теряет. Блять. Дальтоник, ребят. Сори. Все красные мишени поразил. Все красные мишени поразил, но просто убил синего случайно. Ёб твою мать. Ебучие пидоры. Ебучие голубые. Сук. Как бы сори. Сори, но реально пидор, сука. Сруинил такое прохождение. Вы запарили. Исчезните, голубенькие. Что, как сложно-то, алё? Алё. Да! Победа! Нет, нет вкуса сваще на моих устах, чем вкус победы, чат. Вот так вот, пок-чамп. Крепко, Никитон. От души. Новое прицеливание лучше, ребята. Чётко. Я знал. Я знал, что у меня получится. Хорошо. Хорошо, блять. Чат. Просто все хлю. Ух. Хорошо. А что, ещё можно сыграть? Или? А, ну да, первый уровень. А будет награда? Ну чё, теперь то же самое на уровне эксперт, как говорится, да? Сдохни, сука, пидор. Ладно, пизду. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ребятки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как говорится. Как же хорошо, как же крепко исполняем. Так, вставляю вот сюда узел, чтобы в следующий раз ещё раз качнуть ущербность этого оружия, от турборезки. И будет вообще максимально чётко. Хорошо, прям, я не знаю. Я прям, мне кажется, я просто лучший. Если у местных вояков такая тренировка, то почему они не могли попасть в некроморф? Потому что они дебилы, сука. Я же говорю, я в ахуе был. По идее, местные вояки, то у Дэнкты, это большой корабль полных вояков. Они соснули перед одной спасательной капсулой, в которой был некроморф. Некроморф, как это возможно, я без понятия. Котик, я это самое, на тебя не отвлекался, и мне не интересует твоя страница ВК. Мне вообще, в принципе, мало, что интересует, чтобы связано, а без обид как бы. Но если быть максимально честным, это вот, вот это тебе садба-труп. Так оно и есть. Я, конечно, рад тебя видеть на трансляциях, но не настолько ты интересная личина, брат. Чувак потерял ногу, понял. Наверное, действительно больно, не знаю, ребят, не особо интересно, но готов вам помочь, забрав у него и вторую ногу. А то получается не очень красиво и не очень симметрично. Это как бы минус ноги, руки и так далее, на всякий случай. Кстати, у меня еще есть опция, наверное, подхилиться, и я бы, наверное, даже был бы умным человеком, если бы это сделал. Потому что что-то мне не нравится, что я без хп бегаю. Типа, это совсем не круто, поэтому... О, подхилился немного. Так. Ебать. Это точно законно, такую хуйню использовать для... Для операций, воу. Ребята, ну это было, как говорится, предиктовал. Блядь. Хорошо, хорошо. Хорошо, ребят. Главное, что мы прошли. Так, а еще у меня опять себе отключу сегодня на телефоне чат, поэтому я его врубаю обратно, ребят, и поехали. Че? Че за звук? Че это за звуки? А, я понял. Ай, бля! Сзади, что ли, еще? Чипанутые, что ли? Кто-то придумал сзади таких врагов спаунить со взрывчаткой. Ладно, в принципе, я догадываюсь, кто их придумал. Все тот же разработчик, на самом деле. Он уже не раз и не два нас удивлял своими отличными идеями спауна. И, в принципе, он сделал просто это в третий раз. Так что ничего, в общем-то, странного. Все для... Все пределы допустимого для этой игры уж точно. Так, ладно, собираем всякие ништяки. Там я видел лезвие труба там, что-то, чего-то. О, запись! Хорошо! Блядь, ну конечно! Конечно же, во время сохранения нужно застаунить врага! Как же без этой хуйни? Ну-ка, где он? Не видит врага? А он был. Я его, правда, тоже не заметил, ребят, но да ладно. Что за? Звук такой чавкающий, мягкий, как будто кто-то идет, знаете, за мной по земле, но на самом деле никого-то нет. Ты ебанутый, блядь, дядя. Я же отстрелил ему этот, все, что надо было. И я там тоже все отстрелил, что надо было отстрелить. КОНЕЦ КОНЕЦ Ненавижу этих пиздяков Мелкие спиногрызы, сука Бесит Так, не знаю, что здесь происходит опять, ребята Отдаленно похоже на какую-то дичь Но вроде бы мы победили, ребята А что нам еще нужно тогда, да? Ну реально душат, душат со всех сторон Идут, валят, какие-то пиздюки, ненавижу их Эти скоростные теперь враги Они тоже очень неприятны на самом деле То есть, в общем, пачки на самом деле врагов Которые начинают идти, они прям нормально так поддушивают Очень некомфортно с ними себя ощущать Вот так, стоп, что это такое? А это бабки Бабки я люблю Кстати, возможно, возможно, здесь можно было Как-то вот эти вот дырки в полу использовать Так, чтобы убивать врагов Они вроде бы как бы являются смертельными и все такое Так, ясно Это просто тупик Завал, обвал Все такое Так, это будущие бабки Ребят, если что Вдруг интересно Можно продать За дорого Ну, я вообще помню Я точно использовал как-то Как-то использовал в этой игре Замечательный Лазерный вот этот вот Жесткий такой резак Так, нет, записки я не буду читать Потому что, повторюсь, в этой игре Самые убогие записки Которые когда-либо знал Здесь читать почти нечего Разве что на этом корабле Может быть, реально есть смысл прочитать записки Потому что мы хотя бы узнаем Зачем они сюда ехали И пытались нас убить Но и то не точно Так, ладно Продать золотой полупроводник Продать рубиновый полупроводник Складануть вот эту аптечку Одну оставить Потому что я использую Это переместить тоже на всякий случай Плазменную энергию От одной можно и избавиться Батарею резака продать Лазерный магазин продать От лезвий трубореза Двух можно и избавиться Труборез я, пожалуй, себе оставлю Так, кредитов 67 тысяч Многовато Значит, что-то не докачано Какую-то часть Какую-то часть Себя, скажем так Я не доушил Значит, что правильно? Тратимся Бабки в любом случае не проблема Как говорил Алексей Собоберезин То есть, если что Подкачаю себя У меня там есть куча всяких предметов Сейфа на продажу Которых можно, в принципе А, стоп, секундочку Секундочку, секундочку Секундочку Я забыл кое-что Очень важное, на самом деле, чат Во-первых, взять с собой Одну большую аптечку А во-вторых, взять с собой Одну маленькую Ну, среднюю аптечку И одну маленькую Сейчас мы используем В персонаже Типа она у меня для этого и есть Так Так Использовать Хорошо Почти полное здоровье Меня это устраивает Здорово, Юсь Привет, привет, привет Побудешь питоном Просто посидишь молча Можно? Ну, конечно, можно Но у меня есть, правда К тебе один интересный вопрос Так, этого человека Тоже мучает гравитация Ну, да ладно Юсь, как там Сделанная нами с философией Уже есть информация Об оценке Окончательной Мне просто реально Мне эта интересная Интересная зарисовка Скажешь так Мне реально интересно Что это Что это да есть Так что, Юсь Рассказывай, если тебе не сложно Мне реально любопытно Что там с оценкой по философии Или пока инфы нету Что там, сколько Не, в Next Четверг узнаем только Ну, смотри Я, блядь, в ожидании Next Четверга Питоны молчат Пишет тем временем Котик Нет, это просто она так думает Что, типа, просто молча сидеть Это плохо Не, нет Все расскажешь Не стоит Окей, окей Я, как говорится So excited Относительно этой информации Чувак Просто реально Минус солдафон, да? Бежал Это его личное дело Мне, в принципе, без разницы Так, плюс средняя аптечка Хорошо А мне, кстати, кажется Антон куда-то Делся, да? Антон, ты все еще здесь или нет? Вот вопрос Так, вот, кстати, я уверен Что если там открыть Там кто-то пиздец будет Здесь не просто так Вот эти вот звуки Не просто так вот Трышня происходит И тряска внешняя Так, странно Здесь уже один шкафчик открытый Залутан Необычно Ну да ладно Все Все Залипаешь В объявление машины Стрим Что за объявление машины Мне интересно Теперь, блять Это не я ее Заизик тянул, ребят Если что Я ни при чем Ладно Что мне надо делать? Твою не толкать вперед Или что? Блять, в смысле Что, ебанутая, что ли, игра? Я ж в домике, не? Что за Как говорится Что за, блять, неуважение Блин, я в секретку, что ли, попал случайно? Блин, я не сюда хотел А игру хотел протялю Я думаю, мне с этой стороны Надо что-то сделать Или это Это подготовка к боссу? Ребят, это Мэйби Подготовка к боссу А это готов Реально Сейчас может оказаться так Что это босс файл будущий Или что-то типа того Я так понимаю С этой стороны Все насрать, да На то, что здесь происходит Или чего? Чего? Что я вообще сделал? Я что-то не понял Лол Блять Как я здесь пройду? Здесь текло Алло Что за? Так, я ничего не понимаю Так, блять Прошли тир Или забили Говорите им, Антон Вот я, кстати, как раз Интересовался Здесь Антон или нет Прошли, прошли, Антон Пройдено Пройдено Я оказался лучшим Я прошел Изи Плюс силовый блок Спасибо большое, Антоха За доверие За то, что ты верил, что я справлюсь Я справился Действительно смог Сумел и спрактиковал Машину ищешь тебе На второе объявление Ты себе хочешь машину купить? Хуя себе Интересное приобретение Надо вырубить все турбины Понял, принял Блять В смысле? Я же за турбиной Алло, игра Нелегитимно, нихуя В смысле, блять? Типанутая Спасибо, Антон Спасибо, спасибо, спасибо Я хуй знает, ребята У меня просто жопа сгорела Сейчас Это не персонаж сгорел У меня жопа загорелась Он сгорел из скафандра Просто Просто пиздец Что за? Как? За что? Почему? Что за бред? Что за херня? Почему? Почему такой ебанутый хитбокс? Настолько конченый хитбокс Это ж просто охуеть Ладно, давайте с другой стороны пойдем Вот теперь за этой турбиной будем держаться Блять Я уж на очко присел Думаю, у меня турбина кинула У меня турбина кинула на этот На заграждение от огня Блять Блять, да в смысле? Я все еще за турбиной Алло Что за? Что за хуйня? Так, блять, чат Пиздец, блять Надо быть практически притыккой А как ей быть притыккой А ты ее, блять, двигаешь Вот так вот Ты отошел Тебя пизда Как Как-то раз вну Уходить Воу И она еще, блять, не двигается Воу, понимаете? Мало того, что я ее туда двинул Она обратно не двигается Воу Кекчебрек Блять, как тебя двигается? Алло Иди за мной Двигайся На меня Так, все Немножко двинулись Ребят, сейчас будем шаг за шагом За маунт, так сказать И обратно И обратно к ней Ой, блять Чат Это будет долгое путешествие назад Я реально по сантиметру двигаю ее Может, блять Лучше просто взять Выпишите отсюда На попой Блять, это была тупая идея, ребят Этого пиздец Какая тупая идея А, не, нормально Локат, макатак, ребята Локат, макатак Нормали, нормали Сука Ребята Запомните этот момент Потому что, блять В него стример В очередной раз доказал Что он просто высшая ступень Эволюции человечества Кто-нибудь еще видел Это хп? Гений Четко, Антон Я, кстати, Антон спрашиваю Ты вроде не первый раз же на нашем канале Я вроде тебя видал уже Все, все турбины отключены же, да? Огня не будет? Да, видел Но я же говорю Ты старый фоумер Все такое Сингулярный конвертер Блять Что начинается? А, ну ладно, похер Да Дайте заблудать, старео У меня вообще похуй, горит оно или нет Доставай ништяки Чувак Сейчас будет файл Так, без спойлеров Без спойлеров, Антон Чувак, ты... А, это наш черный А из КТ Открой дверь Открой Чувак Чувак Давай, негр Ну я знаю, что он умрет первым, ребят Блять, давай Пусти меня к себе Давай, тварь Сейчас мы с тобой, блять, попизимся Где он меня тут Использовать Ребят Все, кто ставили на то, что негром умрет первым Вы были правы Ты чё, охуел? Ай-яй-яй-яй Я буду как Ахиллесом по пятке стрелять Выебан И раздет Земля тебе пуха, мужик Но мне придется отсечь себе руки-ноги Мужик, сори, как бы Жил без страха и умер без страха, ребята А последними мыслями были мысли о доме Как у настоящего Норда В пресс F to respect, ребят Нажмите F Минус черный челик Все, кто ставили на его смерть, те молодцы Он не будет тварью, зря ты его так Ну, в смысле, котут ты можешь знать, будет он тварью или нет Нельзя, нельзя быть уверенным, ребят В том, будет он тварью или нет Поэтому я его кончил, конечно же Так Потрясающее, потрясающее просто Единое мнение в чате на тему того, что надо нажать F, ребят Я в восторге Вы молодцы Ты же игру прошел Ну, блин, опять же Чел Не спойлери Не спойлери Интуиция, предугадывание, будущее Тем временем говорит Никитон Да, 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 Никитон Так оно есть Так, нам, похоже, в эту сторону Смотри, Антоха Рискуешь Потому что за спойлеры я даю баны Я обычно не мелочусь И даю сразу надолго Не очень люблю спойлеры Внимание Критические полоски в топливном отсеке Немедленно Понял Я умею чинить Я уже почти все сделал Покидаю корабль Куда покидать его Ты мешки Ой Извиняюсь Поехали вниз Заранее Всем спасибо Черт Так Что-то мне не нравится На самом деле Что я в лифте еду Когда корабль Как бы взрывается Потому что мне кажется Малейшее повреждение Лифтовой шахты И я уже навечно Останусь там Не, я проходил эту игру В момент выхода Но это было давно Антон Поэтому я не все Достоверно помню Но я помню Мейн твисты Я помню В чем Мейн замес И все такое Все прям Помним Мейн Какие-то приковы Но не более того Так Грузовой трюм Понятно Сломано Спасибо Спасибо Черт Спасибо Так Плюс Сейф Внимание Мужик Я тебя услышал С первого раза Я уже сваливаю Из корабля Я уже сваливаю Из корабля Все спасибо Не говори этого больше Я понял Мужик Я уже почти свалил Давай 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 О так я Наверное Уже Вообще Свалил И сюда Сразу И Там Пиздец Происходит Ребят Ну что Давайте будем Фоткать Как корабль Разваливается Чисто Ребят Чисто ради Чата Фотографирую Это дело Блять Сейчас только Я позицию выбрал Неудачную Сейчас Секундочку Ребят Я дико извиняюсь Но это не я Виноват Это камера В этой игре Виновата Все Показываю Ребят Показываю Ой Ой Пок Чамп А Это был USS Valor Все Понял Мне почему-то казалось Что Вейланд Если бы это был Вейланд Это была Четкая Отсылка Стоит по всему Он просто Как бы Взрывается Вокруг Взрывы Все Такое Вроде Красиво На самом деле Ничего Кроме Как Этих Взрыв Не происходит По факту На самом деле Он Как бы Просто Скрипт Взрывается Взрывается И все Ну Для меня Лично Очевидно Что Самая Лучшая Часть Из Всех Это Ну Первая Вторая Еще Более Менее Приграется Но Мне Уже Не сказать Что Прям Сильно По нраву Пришлась А Третья Прям Совсем Дермище Это Понятно Поэтому Я сразу Сказал В чате Что Мы Пройдем Только Первую Часть Потому Что А ну Отъебись Думаешь Ты Быстрый Я Теперь Могу Прицеливаться Как Нормальный Прямоходящий Белый Человек А не Как Бомж Так Что У них Никаких Шансов Ребят Не Осталось Так Ладно Магазин Давайте Заскочим У нас Вроде Были Какие Проводники И Прочее На Продажу Так Шесть Узлов Тридцать Тысяч Кредитов Ребят Это Я Это Я Хотел Сб Отметить Что Как Бы Когда Играю Я В принципе Другого И не Ожидает О Мазды Полупроводник Нифига Себе Можно Продать За Двадцать Пусков Нифига И Наверное Возьмем Одну Большую Обтечку С собой На всякий случай Все Поехали Да Кстати Мэйби Наверное Может быть Даже Стоит Подфилить С маленькими Обтечками Или что-то Такого Го Наверное Возьмем Реально Штучки Три И маленькие Обтечки Две Используем Одну С собой Раз Что Магазин И ставим Можно Еще Взять Себе Себе Обых Узлов Или Оставить 55 тысяч Кредитов Я не помню Сколько там стоит На самом деле Этот Сколько там стоит Новый костюм Пятого уровня Уже Получается Ну ладно Давайте Все равно Возьмем Если что На короняк Продам Здарова Бог одинок Привет Привет Вот так вот Ребята 8 узлов Нам бы неплохо На самом деле Добраться до магазина И будет четко Так Раз Подхилимся 2 подхилимся Хорошо Полное хп Я в принципе Молодец И я считаю Что я доволен Теперь бы найти Верстак А вот же он Тьфу Прям на него смотрю Но со стороны Он не так легко Определить На самом деле Что это Типа верстак Не знаю Для меня Не очень очевидно Так Поехали Во первых Это труборезка В труборезке Можно увеличить Ущербность Количество патронов Но ладно Перезарядку Ускорим Так Труборезка Уже максимально Четкая Максимум Что можно Ее увеличить Объем Запас Патронов Но мне Это нахуй Не нужно Так что Такое себе Морвин Полностью прошли Толденг Мы очень много Проходили Морвин Мы прошли Гильдию воров Гильдию воров Мы прошли С заданиями Баума Лагмера Просто Гильдию воров Гильдию воинов Не смогли Проходить Гильдию Магов Потому что Я играл воином И Не особо Получилось Продвинуться По храмовой ветке Потому что У меня все время Почему-то Засчитывалось Что Дескать Я Нарушил Какие-то правила Храма Меня изгнали В конце концов Оттудова И не очень хорошо Получилось С этими С Получается Не храмом А вот Не знаю Имперским Чем-то там Тоже нехорошо Потом прошли Все DLC Ну и соответственно Мейн квест И Несколько Доп-квестиков Всяких Тоже интересных Побегали Нет Речь есть не то Что дерьмищик Просто неудачное Творение В первых частей Типичном Штанах Говорите Время Антон Не Ну типа Хуй знает То есть Каждому свое Но лично по мне Типа третья часть Dead Space Она Если бы не была Dead Space Была бы нормальная Survival Horror И все такое Но как Dead Space Она из дерьма Именно вот как Dead Space Мне не нравится она Лучше бы автомат Прокачал Говорит Антон Не знаю Мне не нравится В этой версии Импульсная тут винтовка Автоматик Мне не очень нравится Кратко Говорит Мы проходили около 15 стримов Говорит Микки На самом деле Ну типа Хуй знает Мне кажется Там явно было больше 15 стримов Но общей сложности В игре мы наиграли Очень много часов То есть не знаю Микки на самом деле По-моему Под это самое Под Подпездывать немножко Скорее Мигельди воров Проходит Время Хьюстон Хьюстон Как говорится Держу в курсе Но Скорее Мы тоже проходили Нормально Ну тара по классике Обливиум Мы уже проходили Обливиум Даггерфоу для победы Нет спасибо Баггерфоу Мне не интересует Так ладно У нас осталось Три узла Я наверное Улучшил ИКС Подкачал бы себе Вот эту хуйню И на будущее Я думаю Подкачал бы себе Лишнее здоровье Плюс С Баггерфоу Короче Нет пробития Рикошет И все такое Что у меня по стазис модулю Ну в принципе Длительность можно увеличить Энергию То есть в принципе Надо будет стазис модуль Тоже лучше Потому что стазис модуль Реально хорош Бог одинок Не знаю Почему ты не допрошел Она реально четкая Что за игры в частности Выбираем Говорит Антон Да нет Просто интересные Синглплееры Обычно проходим То есть например У меня вот Мы недавно проходили Получается Сейчас проходим Dead Space Буквально Пару дней назад Мы проходили Vampire The Masquerade За три стрима прошли Потом до Vampire The Masquerade Мы проходили Fallout 3 Обычно То есть мы играем Интересные синглплееры Иногда старые Иногда новые Но мне просто интересно Играть всякие Синглы на синглухе Типа вот как сейчас То есть не обязательно Это будет РПГ Не обязательно Это должен быть шутан Это может быть даже Какая нибудь бродилка С элементами Просто интересного повествования Какое нибудь кинцо Даже может быть Мне просто интересно Играть всякие Одиночные игры И в принципе По большей части Именно это мы и стараемся Стримить Биошока не было Кстати Биошок может появиться На трансляции Первые и Инфни В части Что-то прочитал Можно стримить Можно ли стримить Фильмы Нет бог одинок Так и не посмотрел Но я это и Не особо мог Посмотреть Кстати это была Девятая глава Ребята Осталось получать Десятая Одиннадцатая Так вот С Баггерфолом Я тебе точно говорю Никитон Вот Баггерфол Точно на канале не будет Может быть Может быть Вот из таких вот Игр Биошоковских Ой Биошоковских Беседовских И так далее Может быть появится И еще раз пытаюсь пройти Фулаут Нью Вегас Фулаут Нью Вегас Проначинали играть Мы очень много прошли Фулаут Нью Вегаса Но в какой-то момент Я забил болт Думаю сейчас Сейчас в целом Ситуация Мало изменится Но когда-нибудь 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 Он может вернется Я обнаружил челнок О котором говорил Хэммон Меня тебе говорят Типа как игра Она не что такая Антон Дреться часть Dead Space Но как-то Dead Space Хуйня Всего три Они разбросаны По всей палубе Я сброшу тебе координаты Я не смогу Отсюда открыть двери Тебе нужен ключ С техкоманды Если найдешь Все запчасти Мы сможем запустить его Блин ребята Вот сейчас становится Реально жутко Сейчас реально Лавкрафтовщина Тянет То есть понимаете Здесь какие-то Свечи ставят Какой-то путь Из свечей Какой-то Алтарь То есть реально Вот сейчас Лавкрафтовщина Пошла Это вам сразу Говорит То есть здесь Реально тянет Каким-то Лавкрафтом Причем все люди Они как будто Ритуально Убили себя И мелодия Сука Как-то на очко Тут же присел Да Вот это реально Жутко Да Вот теперь Становится Жутко Ребят Реально Просто Жуть Тянет Слышите Это пение Ёбаный В рот Жеванный Крот Работать дерьмо Ребят Честно скажу вам Здесь мало того Что ходишь Чинишь корабли Так еще и должен Челиком Всякие ноги Руки отламывать Ну и мерзость Можно глинамес Эффект поиграть Тоже крутая игра Про космос Но только правда Первые только Две части Интересные Говорит бог одинок Ну да Мэйби Типа я пройду Масс эффект На стриме Но я уже проходил Масс эффект И все Не один раз Даже И как бы Если проходить Это надо устраивать Что-то вроде Марафона По масс эффекту То есть начинать С первой части И переносить Сейвы Во вторую И третью части А я масс эффект Когда проходил Для себя Ребят Я не очень сильно Его в магазине Покупал Поэтому я Хуй знаю Это у меня Мэйби Есть второй Масс эффект Надо посмотреть В стим Магазине Потому что я как-то Мог его ухватить По скидке Но Если Если Говорить про первый Я не хочу брать Золотое издание Масс эффект На русском Потому что на русском Озвучка из дерьма Масс эффекта То есть Первого То есть надо искать Английскую версию озвучки Или как-то самому файлу Апдейтить А это очень долго Это Я думаю Будет непросто И надо заморочиться Третью часть Тем более Я не покупал Я вам больше скажу Ребят Я не хочу покупать Третью часть Масс эффекта Третья часть Масс эффекта Это просто пиздец Какое разочарование И огорчение для меня Как для фаната серии Поэтому как бы Сори ребят Но Масс эффект Если появится на трансляции Только если мне кто-нибудь Подгонит Третью масс эффекта Да Я буду готов взяться Потому что другими способами Я не вижу Как это можно сделать Рели Я не готов покупать Я не хочу тратить на нее Свои деньги Ребят Сори Сори Как бы это не было Пидорски с моей стороны Но реально Я не готов отдавать Ие геймс Бабки за третий масс эффект Пошли они нахуй Можете прям вырезать Запомните этот момент И все такое И отправите ей геймс От меня С любовью так сказать Ну будет Лично ты это понимаешь По другому Хотя каждому свое Но у каждого свое мнение Антон Я же не настаиваю Что я единственный кто прав И ебаный рок Желный крот Ебарок Говорит тем временем Антон Ты протот мелодию Твинкл твинкл Литл стар Да похо Ебашь пиратскую Забанят На пиратской Там у всех На пиратской Там у всех глазные повязки Говорит Антон Да я сразу вам говорю Если типа стримить Пиратскую версию Масс эффекта То это палится На твиче Я не знаю как Но это точно палится И я не особо хочу Рисковать каналом Ради того Чтобы Масс эффект Постримить Так что хз У меня ссылку на торрент Если что подгонишь Я и сам в принципе Достаточно неплохо Сёрфлю Такие ресурсы Как руттор И так далее И тому подобное Мне в принципе Подгонять ссылки Не нужно Я просто говорю Что если стримить На канале Масс эффекта Должна быть Силка 100% Потому что это как-то Палится Не знаю как Но это точно палится Твичом А я Ребят сразу вам говорю Я не настолько хочу Масс эффект Что готов рискнуть канал Поэтому единственный варик Это мне кто-то его подгонит Масс эффект третий Причём только третий Надо подогнать Потому что второй Мэйби у меня уже куплен Вторая Вторую я Хотел купить для себя Это 100% По-моему купил её В стиме А если Если у меня есть третья То Ой вторая То я готов и первую купить Потому что первая тоже стоит Для того чтобы приобрести Но я не готов потратить бабки Я не готов потратить бабки На третью И всё То есть надо просто приобрести Третью И тогда всё будет ок Таким-то образом Получить себе версию В принципе Мэйби У меня есть семейный доступ И надо чекнуть Но это не точно Так Полин Те время сделал всё-таки Этот клип И похоже готовит его отправлять Ну Полин Давай-давай-давай-давай То есть я реально Я не против Я только за Так Это переместить Отсюда Это мне нахуй не нужно Так Кстати Труборез стал стоить дороже Чем плазный нарезак Интересно Информация на самом деле Ну да ладно Массовый эффект Надо нахуй брать Биошоп у меня купленный По-моему Биошоп у меня должен быть купленный И Мэйби даже Инфинит есть Так То есть мне не сюда Значит Ну я пойду сюда Это очевидно А массы Эффект массы Это крутая игра Я не знаю почему Тебе не нравится идея Антона её покупать Она же крутая Ну Кроме треть части Ребята Я что-то подумал Мне наверное не в эту сторону Да Ну да Датчик показывает Другую сторону Не в пизду Может мне реально не сюда Не наверное Ребята В другую сторону Пойду в пизду Первый Deus Ex Ну первый Deus Ex У меня куплен Но первый Deus Ex Проходить на стриме Мне кажется Очень прыжниковая тема Особенно Чуть то что я ни разу не проходил Поэтому я его купил Скорее знаете Для того чтобы Уважить классику Так сказать Но не более того Так По прежнему не читаем Записки Ребята И я объясняю это По прежнему тем Что все записки в игре Из дерьма Тот кто писал записки В этой игре Он безусловно Ретард от мира сценаристов Так Давайте пойдем сюда А что мне здесь Ну пусти Изду У меня есть двигатель Давай свалим отсюда вдвоем Братик У меня есть двигатель Я уже починил пол корабля Мужик Мне можно верить Ну что не так с этим челиком Почему он мне не верит Ребят Я починил уже половину корабля Я восстановил двигатель Я восстановил гидрофонику Я все делаю Я инженер первого разряда Алло У сука Гребанное недоверие Ребята Запомните Оно убивает людей Вот так вот Так ладно Пока Мне по-моему Здесь нечего делать Хотя можно конечно Вернуться к магазину Потратить там Где-то 20 тысяч 20 тысяч Да наверное На этих А это тот самый доктор Блядь что у меня С чувствительностью стало Блин у меня чувствительность Здесь из дерьма Вот на этой вот походке Ладно буду вам фотографировать Ребята Как он его убивает Чувак ты просто выкончил Ты понимаешь что это религия Возьмите их Поглотите их Чувак Пакен дисгастинг Хорошо ребят Говорит Никитон Хорошо Никитон Наверное Я хз к чему-то Это ну да ладно Опять зря экран включил Говорит Полина Да это обычное дело С этой игрой Стоп А почему у меня здесь Все двери закрыты О стоп Так я могу к нему да Сходить Ну тогда я не к нему пойду У меня есть два пути Блядь Как же неудобно здесь Просто капец Чувствительность на этой штуке Она какая-то дикая Блядь Блин самое время Выключать экран Смотреть в режиме радио Серьезно Блядь Можно перестать душить Да алё Кто-нибудь видите Где вот эти хреновины Щупаются еще Я не вижу Похоже их нет Ребят Изи победа Нет реально Надо бы пройти Хотя бы Deus Ex Это Human Mankind Divided Ну В принципе можно И Human Revolution И Mankind Divided Это не вопрос Как говорится Это я готов пройти Проблема в том Что типа я не готов Самый первый проходить То есть вообще Самый древний Обычный Таланная степень можно Так Нужен ключ тех команды Понял Принял То есть нам сюда Еще надо будет сходить Да Стало быть Я сейчас фигней страдаю Я прохожу То что еще Рано Проходить Да Ну а ладно На будущее Расчищаю себе дорогу На будущее Хорошо В принципе нормально Против мелких гадов Очень хороший турборез На самом деле Антох Ты сейчас увидишь Это просто киздец 20 из 10 Вот Показывай турборезку Короче Смотрите Сейчас Это самое Сейчас будем Турборезки делать О Найт потянул Сфигай себе Я тебя не видел Примерно 20 тысяч лет Найт Как у тебя делище Рассказывай Привет 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 Так Звуки такие Как будто сейчас Будет пиздец Ребята Поэтому Готовьте Покчампы Надеюсь Вы уже заряжены Ctrl-C Ctrl-V Покчампы Уже сделаны Так Секундочку Секундочку У меня есть Кое-какое занятие Подождите пока Ребят Подождите пока Я не готов С вами сразиться Теперь готов Ну Относительно Конечно Ну да ладно Ты в отпуске Нахуй Поздравляю Поздравляю Найт Будешь стримить Или будешь отдыхать Как это работает Хоба-хоба Дарова-дарова Найт Рад говорить Тебе очень видеть Как у тебя делище Поздравляю 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 Братик Надеюсь Теперь будешь Ну не знаю Либо отдыхать Либо стримить То есть Как бы у тебя там Не знаю Как планы Располагаются Но будем надеяться Что ты будешь Прям вот Прям жарить Жарить Отдыхать Аааа Ну тогда давай Удачного вам отдыха Жалко ты конечно Все таки не заскочил Ко мне в кофейню Пока я работаю Потому что блин Там был бы топовый Топовый этот Топовый контент Я бы тебе такого кофе Запахал Ты бы охерел Тебе и твоей жене Вы бы охерели Так ладно Показываю Ребят Пилорезку Так Вообще она выглядит Как кусок дерьма Да Наверное Все таки думают Блять Пилорезка Это короче Не оружие А говно И в принципе Ребят Хотелось бы отметить Что вы Как бы это не было Прискорбно признавать Вы от счастья правы Ай блять Сука Она прыгает на мне Она прыгает во мне Сука Зай пикинг Кунг ми На Сука Инженерная сила Ребята Инженеры Химики Технологи Победа Ребят Пилорезка Я говорю вам Пилорезка Это сочетание Эпичного Внешнего вида Сочетание Эпичного Внешнего вида И охуительной Эффективности Против Коксакеров Факинг Кокроч И прочее Вот так вот Ребята Спасибо Спасибо за внимание Вот я вам говорю Оружие Победы Огнемет лучше Говорит Антон Это в тебе Говорит скептик Понимаешь Это в тебе Говорит Даже может быть Не скептик А почти Атеист Понимаешь Нет ничего Лучше чем Пилорезка Циркулярная Мать его Пила Как может быть В игре Про расчлененку Кровь И зомби Оружие Суть которого Является Разрезающее Быстро Движущиеся Кромко Быть Худшим оружием В игре Это невозможно Вспомните Вспомните С чего вообще Начиналось Эш Против живых Мертвецов Помните Такой фильм Где челик Себе сделал Руку Бензопилу Ребята Это была основа С этого Началось Все Ребята С того Что есть Зомби А есть Бензопила Понимаете Бензопила Или Или как в данном случае Режущая Быстро Движущаяся Кромка Поэтому Ребята В играх Подобного формата Это оружие Не может быть Хуже Оно Основа Понимаете Суть От которого Все началось Поэтому Ребята Сразу вам говорю Поэтому Я вам сразу Говорю Ребята Труборез Циркулярная Пила Форзе Вин Победа Вспоминая Тут же Зловещий Мертвец Вот Вот Я о том же Ребята Вот 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 Видите Вот Вот Знаете Сразу видно Человек Разумный Человек Прямоходящий Скажем так Homo sapiens А не как вы Homo neanderthalus Follower Common И все такое Ребят Он Следующая ступень Эволюции Ребят Ну а я Соответственно Вершина эволюции Стримлер Азгода Примерно Такое Спасибо Спасибо Огнемет Лучше Но Воу воу Ты играл И тебе норм Говорит Антон У каждого Свой подход Не Не У тебя ножик В кармане Лучше Говорит Полина Полина Видел я твой ножик В кармане Думаю Что там Что-то Не особо Подходящее Не хочешь Лезать на перо Тоже верно Кстати Так бы У каждого Свой подход В игре Ребят Ну да Ладно 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 Окей 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 Как скажете Как скажете Я просто Как сказал Что огнемет Лучше Так вот Огнемет Не лучше Я просто Это хотел Просто донести Знаете И все Блять Рили Они тоже Хомо саппиенцы Не знал Не знал Что за звук Блин Чувствительность Когда ты ходишь На этой херне Вот в этот момент Чувствительность Реально Из дерьма Я прям Начинаю Жалеть Что я Накрутил ее Так Есть Задание Выполнено Идем дальше Не ори Блять Мне тоже Больно Брат У меня тоже Больно Но я же не ору Так что Ты тоже Не ори Брат Мне кажется Или пиздюки Какие-то говорят Хомо саппиенс Человек разумный Так Мне говорят Что типа Хомо саппиенс И этот Как вы Неандертальцы Примерно тоже были Хомо саппиенсы Опять же Ребят Я не знаток биологии Не защищал по ней Ни дипломный Ни еще чего-нибудь Поэтому Звалю Ебатсос Если никто Этот Если никто Не против Спасибо за внимание По чем сидит Найт Не Хуй знает Найт И по чем сидишь Есть у меня Пара жестоких шуток Нам действительно Необходимо поговорить И ты отказался От разговора Суну Ты дверь закрыл Блюда И вы захотите меня Выслушать Ты дверь закрыл Питон Я и так знаю Что здесь происходит Здесь пиздец происходит Радо Нам есть что Обсудить Поспешите И да И да Кстати Хьюстон Я хотел бы тебе сразу сказать Что ты ступаешь По охуяну Тонкому льду Потому что Найт Это Это Мой друган Если что Поэтому Будь аккуратней Выражайся на него Опять Если что Именно Благодаря Найт Я в свое время Попал на халяву На игромир Да ты уже понял Он лежит тем временем Ясно Так ладно Мы тем временем Можем открыть сюда дверь Так Я пожалуй сюда зайду Ооо Поздравляю Говорит Антон С чем поздравляешь С тем что на игромир попал Так это было в прошлом году Братан В этом году Я вряд ли попаду В этом году Я далековато от игромира В этом году Я нахожусь Несколько дальше Чем в прошлый раз Поэтому Не факт что я на него Попадаю сейчас Так Вообще Такие вот Лежащие предметы В центре комнаты Очень похоже на бабушку В этом году Нам показали Большой волосатый Хуй Ты тоже не идешь Ну ладно Ничего страшного Типа на это подумаешь Считаю что мы в принципе Толком ничего не делали Ерунда Мемочи жизни Ты вообще ни разу Не был на игромире Но я тоже рад Вот когда вот Я тебе говорю Я первый раз был на нем Так А что такое А это лист С которого я только что вышел Да Ну как я и говорил Ребята Надо помнить Что у меня топографический Кретинизм Я не ориентируюсь на местности Покажи дядю Где тебя трогали Неплохо Антон Неплохо Неплохо Совсем неплохо Так ладно У нас в принципе Вариантов мало Я так понимаю Куда можно попасть Из этой комнаты Буквально два Тебя потрогали В области Так Я просто не особо верил По Станиславскому По моему Хуево Это был актер И решил его Предварительно Немного порезать Прежде чем к нему подходить Странно что Не соскочил Но maybe Потому что Циркулярное пиво Ребята Он понимал Что на самом деле Сопротивление бесполезно Решил расслабиться И получать удовольствие От Как бы так сказать От Сепарирования Вот Спасибо За внимание Как говорится Я кстати тоже видел Геймплей Киберпанка И сейчас Ребята Я говорю Я просто так Ком ожидании Это пиздец Я реально так Я Я нас Блядь Блядь Нет Нет Только Нету Хуйня Не 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 Отпусти Блядь Я Представил Если бы Он был Если бы Эта игра Была сделана В Японии Это Я бы Скорее всего Играл Не Айзеком Кларком А какой-нибудь Айзиной Кларк И вот Тогда Конечно Эта смерть Была бы Интереснее Да Отлегся Штраф Минус Ножки Ребят Сад Батру Ладно Сейчас Я Пиздец Как готов В битве Где эта Хуйня Тентакль Говорит Найт Не знаю Как вы Ребят О Так тут же Был челик Тут был Мекрочелик В прошлый раз Куда он делся Ах он Сука Нельзя Нельзя Этот Некромор Вот Кстати Вот вам Идея Для нового Вида Противников Ребята Нельзя Некромор Как вам Такое Спроси Чего попроще Реально Если я еще Аааа Разбирался В машинах Это Ребята Это был Наигранный Испуг Как вы понимаете Так Так Где у меня Мишка Блять Нормально Ты как почетный Обладатель Произного ХЗ Я как почетный Почетный Незнаток Автомобиля Тоже Типа Хуй знает Серьезно Я реально Я по тачкам Вообще не разбираюсь Никогда не разбирался И вряд ли буду разбираться Единственное В чем я когда-нибудь Maybe Начну разбираться Это мотоцикл Потому что я себе Когда-нибудь Хочу взять Не знаю Какой-нибудь Байк Реально Байк Какой-нибудь И на нем Поехать по стране Где-то Наверное Не знаю На месяцок Или что-то Типа такого То есть реально Просто взять Сесть Ну в тачку Реально Просто сесть в тачку И спокойно Ну не в тачку Вы поняли Байк И спокойно Уехать Куда глаза Глядят Останавливаться В каких-нибудь Мотелях Городах Просто осматривать Достопримечательности И поездить по стране Вот реально У меня есть такая мечта ХЗ Мэйби На самом деле Типа жутко банально Но я точно Это когда-нибудь Заделаю Ребят Сто путов Полина Покчампец С этой хуйней Ну я хрен его знает Ребят Я хрен его знает Когда это будет вообще Но 100% будет И если в этот момент Я буду стримером Ребят У вас будет плюс контент В виде В виде вот этих вот Съемок Не знаю Проездов И всего такого Каких-нибудь дневников В поездке Или что-то типа такого Блядь У меня игра обратно посылает Что за фигня Что за Что за ебля Так Что здесь блядь Складка Сторонний вход Воспрощен Значит мне можно Ну я тут не посторонний Замок двери взломан Хорошо Это меня устраивает Так Больше здесь ничего нет Больше здесь ничего нет Только на байке Это будет сложновато Контент снимать Но я же буду Не контент того Как я блядь еду На тачке снимать А контент Туда куда я приехал Чисто самой поездки Я хуй знает Мне кажется Это такой себе Контент Просто смотреть как челик Там не знаю Три часа едет Блядь На мотоцикле Это звучит так себе А вот Если я просто не знаю Сделаю что-то вроде Опять же нарезки Там с каким-нибудь Вот именно Приехал сюда Приехал туда И все такое И показывать Каких-то интересных моментов Это глупо норм Я думаю Так стоп А че это светится Блядь Это заутать можно? Похоже на На самом деле То что можно заутать Но возможно обман Система жизнеобеспечения В вакууме Отличная Система жизнеобеспечения Как по мне Ребят Кто это как не гений На стриме Ты пытался Меня обмануть Блядь Пес Лежав Непосредственно Под кислородом Сука Псина Сбой системы Жизнеобеспечения И контроля климата Опасно Как я слышу Что она говорит Вопрос Я блядь В вакууме Как я могу Это слышать Вот Какого-нибудь Есть предположение Кроме того Что у меня Какой-то магический Наушник в шлеме Который уапливается Вышеисходящий Не знаю Радиосигнал Или что-то типа Такое Автомат Может передает Так Ну если поедешь Заять в Яре Говорить Полина Ну да-да-да-да-да-да Maybe 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 стоит Ну в общем Говорю что это единственный Варик Которым я могу Начать разбираться Как-то вот Во всем этом Это только Если я возьму И себе байк Или что-то типа Такого Потому что Мне он больше нравится Вот и все Так Ладно Это все конечно Замечательно Но я пожалуй Хотя бы Неплохо бы Понять Куда мне идти Так Что это такое Слушающих класса 4 Только для Обслуживающих 4 класса Ага Отлично Не знал кстати Что детишки Некроморфы Обслуживающие 4 класса Супа пиздюки Так быстро растут В наше время Пиздюк Это мой пиздюк На самом деле нет Но Мне просто показалось Это забавным Так Начинает задыхаться Блин Как же у него Плохо Сыхало Врачу показаться Или Воронины Поехали Проехали И ты проедешь Ясно Ясно Понятно Так Мне кажется У меня какая-то Вражина Прям вот сейчас Вот здесь Прям где-то Неподалеку Над башкой Пробежала Да Не показалось Ах ты Супа пиздюк Думал меня наебать Да я так просто Блять Пиздюк мелкий Давай блять Давай попиздимся С тобой Пиздюк Как ты еще живешь Что ты такое Как говорят у меня На родине Так стоп 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 Ребят нам пора Нам пора отсюда Открывай быстрее 9 8 Где кислородный баллон Видите кислородный баллон Он где-то здесь Неподалеку должен быть Паникуем Паникуем Пиздец на тоненьком Пиздец на тоненьком Пожалуйста Вызовите ремонтников О туалет ребята Интересно кстати А вообще в принципе В условиях отказа Условий жизнеобеспечения Можно ли Как-то адекватно Погадить в туалете Мне вот просто Любопытно теперь стало Есть ли такая вообще опция Кто-нибудь знает Чат Не Давайте же Давайте лучше так Наверное даже поставлю Я про что-нибудь Пробовал В условиях Отказа Жизнеобеспечения Погадить В туалете Если О так это 200 баксов Ебать Так надо льта Вца Блять Спасибо конечно за бабки Но пожалуй Брать я себя не буду Окей Но за бабки конечно Спасибо большое Спасибо за 200 рублей Братан Прям от души в душу Сбой системы Жизнеобеспечения И контроля климата Опасно для жизни Пожалуйста Вызовите 200 бабок Ребят 200 рубасов Вот так вот Без регистрации СМС Конечно На самоубийство Но Неплохо 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 Вы зароплили Ребят А мне зато Не то чтобы обидно Не знаете Такое вот Это на самом деле Это на самом деле Достаточно интересно То есть по факту Челик вроде бы Как бы и задел Немного Но с другой стороны Дал 200 рублей То есть в принципе Знаете Такое двойственное ощущение Не было у меня раньше Такого Не знаю Вроде бы и не то Чтобы приятно Но вроде бы и не то Чтобы неприятно Такое вот Реально странное ощущение Сбой системы Жизнеобеспечения И контроля климата Стоп Он не зарядился С воротом Лука Пожалуйста Вызовите ремонтников Лука блять Заряди меня На веревку Му хватит Говорит тем временем Не 200 А 100 А да 100 точно У меня 200 А другой донат Точно перепутал Сори Спасибо большое за сотку Точно Я перепутал Ребята О повещалке У меня просто уникальная У меня просто уникальная Повещалка на 200 И 100 Блять Пидор Откуда ты взялся Я же тебя не видел У сука Ну ребят Просто перепутал Повещалки Ну с кем не бывает Ничего начинается Сразу Типа не 200 А 100 И ров Над этим Так ладно Дополнительное задание Выполнено Не знаю Какой-то ключ Наверное добыли Сбой системы Жизнеобеспечения И контроля климата Опасно для жизни Пожалуйста Вызовите ремонт Ты че Демонюга Видели он Блять Он в сторону Отбежал от выстрела Вот питон Так вы не над этим Рофлите А над чем вы Рофлите Тара Секундочку Секундочку Тара Над чем вы Рофлите Не надо мной Надеюсь Это становится Обиднее Ребят Кстати я не удивлюсь Если окажется Что на самом деле Я бегаю В разных локациях То есть по факту Это типа два таких Одинаковых Более-менее помещения Связанных Каким-то вот таким Вот проходом И я типа бегаю Думаю в разных А на самом деле В одном помещении На самом деле в разных Реально я не удивлюсь Сбой системы Жизнеобеспечения И контроля климата Опасно для жизни Пожалуйста Вызовите ремонтников Так О Постаральный вход Воскрещен Склад Мне как раз сюда Надо было Оооо Ребят А я знал А я знал Что здесь может быть Что-то полезное Это блять Попытка наебать Сука У домана Вроде меня Не выйдет Блять Гения на стримлере Так просто не обмануть Он чувствовал Запах луты Исходящий Из этой части Из этой части Корабля Ребята Забавная озвучка Не озвучка здесь топовая Кстати Ты его шутишь Может быть Но озвучка здесь Реально Очень круто сделана Особенно Айзека Айзека Озвучка Из дерьма То есть реально Я бы мне кажется Эти схлипы Типа то что дышать сложно Лучше передал бы Типа Что-нибудь такое блять Я хуй знаю Это просто Ты этот тёп Всхлип И постанование Это просто забейте Сбой системы Жизнеобеспечения И контроля климата Опасна для жизни Зона нормального давления О уже 600 рублей Говорит Микки Ну да 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 Нормально Мы на датку собираем Микки не поздоровался С Найтом первым делом Ну ты конечно Да Микки Пиздец Был бы я на месте Найта Я бы обиделся Серьёзно Потому что Ну чё это за заявление Уважения Пиздец Да Так стоп А здесь есть что-то Ну-ка блять Тихо тут Гандон Вот-вот-вот Пиздец Мудак Мудак Конечно Мда Мда Блять Микки Мда Мне дико извиняюсь Но всё-таки Кстати он тебя может забанить За такую хуйню Между прочим Я тут подумал У нас запрещено Оскорбление модеров И пользователей Стримлера Короче Микки Думай сам Что делать с ним На этой С тобой не поздоровался И шо Да Кстати Блять Пиздец Что вы все питоны Вокруг Походу только я один Красавчик А вы все Мудакие Сори как вы Но это правда Но ты это делаешь Без уважения ко мне Говорит тем временем Антоха Че Кидает бабки Но и делаешь это Без уважения Да Не успел стать Моим другом И фолвером И сабскрайбером Платным А я Д'Артаньян Не не Д'Артаньян А красавчик Красавчик Не знаю Мне кажется Д'Артаньян Таким себе красавчиком Редкая французская Муглова Спросите мне пожалуйста Мой французский Опять же Я слышу А ты Антон Антон Ты Я не знаю Ты че А ты при чем При чем здесь ты С тобой тоже надо поздороваться Я со всеми здороваюсь Ребят Вот я Я Чтобы вы понимали Здороваюсь со всеми Ко мне никаких претензий Каждый кто пришел Ко мне на трансляцию Получает Ну написал в чат Получает от меня всегда Персональное О привет котик О привет Антон Рад тебя видеть Присаживайся И располагайся И сна Это поздороваться Всеми здороваюсь А вы блять Между собой ребят Можете как вы хотите Ебаться Серьезно Там вообще мудаки Как бы поэтому Сори Я красавчик А вы все Все пидорасы Сори как бы Кстати Всем привет Вот Вот кстати говоря Это правильно То есть вот рили Я когда захожу На трансляции К стримерам Любым Я в первую очередь Здороваюсь и с чатом И с стримером А то первое что я делаю Всегда Это я пишу Привет Стримерный Привет Чат Вот так вот это работает Ребята Не знаю почему Так не делают все На самом деле В 2К18 Мэйби Потому что люди В принципе Достаточно тупые Но да ладно Здорово Ко мне Братья Весь Присаживайся Располагайся Дорого А у меня нет там Никакой точки спауна За мной Аааа Вот видите Решетка вентиляции Ребята Через нее может Ай блять Блять Нет 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 Ебись 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 Гадость Мерзость Бегость Фу Гадость Бей Разуми ее Фу Пиздец Ну и дерьмо Же Это блять О господи Классический Ройнер Блять Да будет лучше Номер 1 Спасибо Спасибо Но мне нужно Сейчас Немножко Прийти в себя Пиздец Не знаю Я уже видел Этих фрагов Но реально Элементы Боди хоррора В этой игре Они просто Капец Как отталкивают Не крутой Он пишет Квэмми В смысле Я лучший Я очень крутой Крутой Но мудак Спасибо 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 Найт Спасибо Спасибо Что заточить ЧСВ стример Мерзко Квэмми Рад тебя видеть Опять же Привет 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 Юся Он просто тебя не узнал Кстати Из-за нового никнейма Найт Хуюся помнишь Это она Все Приятно познакомиться Ребят Сори Я не мог дальше смотреть На ваши эти На ваши попытки Там Не знаю Не знаю чего В общем Короче Я решил все сделать Четко и быстро Руинер на стримере Неправда Я лучший Там на геймпаде играешь Просто хуевая им Говорит Квэмми Втащите ему Чат Чат Где там Микки Въеби ему Пробей квэмми Я его очень рад Видите Втащи ему На своем усмотрении Да Да Так и подумал Да 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 На самом деле Вот на этой Вот именно На этой поверхности На этой поверхности На этой поверхности Прям А где у меня звук? Не понял А я нажал случайно На клавиатуре Клавишу мут Все Теперь ребята Звук есть От игры Кто-то просто Семь лет играл И все такое Квэмми Я уже говорю Земля тебе пухом Микки Я тебе серьезно говорю Втащи ему Втащи ему Пора уже въебать Пора ему уже втащить Он просто есть семь лет Так Сейчас Микки Короче Расчехляй Банхаммер Походу Сейчас будет Новый народ Надо будет втащить Бадатумс Да-да-да-да Сейчас все будут умирать Ребята Сейчас будем От токсиков избавлять Самое время Как говорится Так Ну вот Сначала конечно Заглянем сюда Посмотрим Что вообще здесь Кусти мужик Орева Майры шендеру На ней А дальше все Да-да-да Я не уверен Что я правильно произнес Но да ладно Я тоже разбираюсь В мемчик Так стоп Эти челики не отрастили Тут магическим образом Конечности А то я помню В прошлом враги этим Ну не враги А челики этим Грешили Типа Они вроде лежат Им уже отрубил ноги А потом они хуя Как снова отрастили И это капец Как стремно было Сори как бы за мат Тем временем Говорит Юси Да-да-да Обычное дело Юся Мэйби обман Мэйби обман Я просто оглядываюсь Реально Антоха Мне нравится Мне реально нравится игра Но игра типа Очень крутая на самом деле Чисто визуал Иногда очень приятно Просто я пообследовать Так ладно Покупаем Силовый узел Раз Силовый узел Два Вы можете удивиться Потому что я взял Сразу два Силовых узла Но ребят Поверьте У этого всего есть Определенные причины Таак 40 тысяч кредит В шесть узлов Меня устраивает Такое количество Фиософия классного Так-так-так Мэйби просто фотки Ну ты чё-то Прифигео Прифигео Там чё-то такое В общем я не знаю Ребят Я не разбираюсь В тачках Поэтому не участвую В этом разговоре Я вижу блять Тебя Алё Не получилось Из тебя Ниндзя Никому Блин Вот это Кстати прикольно Там Там Постер На Zero Gravity Basketball Я в такую фигню Поиграл В баскетбол Без гравитации Ребят Как вам такая идея Лучит очень крепко Как по мне Не находите Ну типа Опять же Очень много Мелачей в игре На которые Очень приятно смотреть То есть Вот это вот Zero Gravity И так далее Очень круто смотрится Так Ну да ладно Продолжаем движение Что-то ребята У меня плохое Причувствие на самом деле Не знаю почему Но у меня Интуитивно Почему-то Интуитивно Зачесалось Ладно Не важно Что зачесалось Короче ребят У меня плохое Причувствие Окей Я доверяю своей интуиции Сейчас будет какой-то Пиздец Ребята Скриньте Можете прям Запоминать что будет Сейчас на бед Нападает Некроморф И В Вот Кстати говоря У меня примерно Такие же Причувствия Найт Философия классная Тема говорит Квэмми Да Так оно и есть Так оно и есть Скорим для Норда Для черных инженеров Не знаю там Что для чего Но в общем Ребят сразу говорю Нам пизда Прямо сейчас Скриньте Нам пизда Так Защита Костюм 5 О Ребята Я предлагаю Знаете что сделать Помните я говорю Что нам пизда Если мы пойдем В эту сторону Давайте мы не пойдем В эту сторону Пока Давайте мы подготовимся К тому Возьмем Защитный костюм Пятого уровня И Потом Только пойдем Вперед Палец к виску Так сказать Как вы на это Смотрите Где магазин у нас Блять был Вот оно Все Поехали Бэтка Даже вебка Была уже вебка Я частенько Включаю вебку А давайте Говорит Антон Вот Вот Как минимум Суббота На бухлый стрим еще Но в субботу Мы всегда включаем В субботу Фильмы смотрим И типа Я всегда включаю Вебку Ребят Для этой хуйни Так ладно Защитный костюм Пятого уровня Стоит 60 тысяч Так Ребят Похоже нам придется Продать кого-нибудь Для того чтобы Приобрести Так ладно Ладно Когда ридик Клэмми Я не знаю Башка не мыта Наверное Кстати говоря Пиздец Как ты права Реально Реально так оно Всегда То есть у меня реально Сейчас башка не мыта Просто пизда Ты сейчас увидела бы меня Ты бы прихуела Но эта проблема в том Что у меня нет горячей воды Ребят У меня нет горячей воды Я простужен в ебедне Просто в ебедне Простужен Я реально болею сейчас То есть я прямо сейчас Сижу стримлю вам Я сейчас стримлю И у меня Ребят Прямо сейчас Температура Думаю района 37 С чем-то То есть мне вот Реально у меня морозит Мне похуево Скажем честно Но я для вас Ребята Все ради чатика Я продолжаю стримить Чтобы вам Был контент И все такое То есть как бы Кто этот стример Если не Иисус Я как бы Для вас Ребята Все для вас Но фишка в том Фишка в том Так ладно Это можно тоже продать Тогда Фишка в том Что из-за того Что я простужен Я не могу Не могу В данный момент Не могу В данный момент Типа не веб-камеру Включать Не еще что-нибудь И даже мыться Спокойно не могу Потому что Ну я реально Просто боюсь Что я сейчас Помоюсь Блядь на свою беду И подхвачу Какой-нибудь Просто Мега дичь Вместо болезни И просто Забейте Так ладно Ребят Продали Продали Все И теперь Можем приобрести Себе Замечательный Костюм Шестого уровня Пятого Стопочка пятого Поехали Стример живи Спасибо Спасибо И можно выпить Кстати Ну это такое себе Но у меня есть Что выпить На самом деле У меня и винцо Тут лежит И еще джин остался Я все-таки Не дожрал тогда То есть у меня Все еще есть бухлом Антон помылся Отлично Отлично Стример живи Но не сильно Ты же питон Спасибо котик Спасибо Мир тебе пухом Спасибо тебе найт Спасибо за спиртуйся Спасибо Спасибо чат Спасибо за совет Я пожалуй Как-нибудь сам разберусь Со своей болячкой Вы конечно молодцы Ребята Но я пожалуй Как-нибудь сам Кстати А кто задонатил Сотельник Есть и фа А кстати Я еще не посмотрю Как мне выглядит Теперь по новому Костюм Вот сука А почему у меня ХП не восстановилось Ничего не восстановилось Что за читы Мне кстати Костюм Очень круто смотрится Третий Пятый инженерный Прямо очень круто смотрится Прямо 20 из 10 Моя дика So hard right now Прочее Прочее У тебя если что И знакомый Гробовщик Отлично На этом Похоронение Задешево Отлично Глинтвейна выпей Юсь Ну для глинтвейна Нужно иметь У меня нету Приправ для глинтвейна Мне нужно взять Корицу еще Для глинтвейна Мне нужно взять Розмарин Ой розмарин Гвоздику Для глинтвейна И нужно еще Мускатный орех По моему Чтобы типа Бо заебись И при этом Все мы ее нормально Проварить И проблема в том Что у меня нет Нихуя Поэтому как бы Сори Глинтвейна не сделать Так просто То есть рили Я не знаю Где мне достать корицу В принципе я знаю Где достать Я не знаю Где гвоздику Близко достать Потому что без нее Будет типа хуйня Тотальная И нужно будет Выверить дозу Давай дело без корицы Она перебивает Весь вкус Юсь Я готовил Глинтвейна У себя в кофейне Я знаю Как сделать корицу Так чтобы вкус Не перебивало Ты сак Единственной Кому я доначу Люблю тебя брата Ты это не что ли Закинул сотку Спасибо Найт Большое за сотку Найт Если сразу тебе На будущее Я говорю У меня есть Три категории Донат алертов На данный момент Собираюсь сделать Вот мне сегодня Подали отличную идею Сделать донат Алерт На минимальный донат Отдельный Так вот У меня донаты Стоят На Получается до сотни Скелетик ржущий Вот от сотни Ты видел Монетка падающая И от двух сотен Самый крепкий Пока Мест который есть Но я потом еще Допилю несколько вариантов У меня есть там Две идейки Неплохие Мэбби Еще получится Что-то сделать Но спасибо Найт Если что Я имею на будущее Чтобы ты знал Как можно Как можно Грамотно вливать В зависимости от доната На минимальный донат Мне очень нравится Идея сделать Этот прикольный Уууу Сука Это прям Топовая идея была От челика А что ты Обновление поменял Не обновление А оформление Найт Мне очень не нравилось То что у меня Невзирая на то Что в принципе Твои картинки Они не топовые были Мне знаешь что не нравится Мне не нравится Во-первых что у них Белый фон был Их надо было фон менять Я пытался Это сделать Через фотошоп И не получалось Реально Я серьезно тебе говорю Вроде бы казалось бы Все это примитивно Но я столько дно Что я не смог сделать Белый фон Адекватно Это раз проблема Вторая проблема Найт была в том Что у меня Было очень много Других частей То есть у меня типа Был стим аккаунт Ссылка на стим аккаунт Была другая На donation alerts Была тоже другого стиля На группу во вконтакте Правильно все было Но и в итоге Мне не нравилось А нет Тоже на группу во вконтакте Другая была ссылка То есть мне не нравилось Что у меня типа знаешь Различными кусками все То есть не все А четко под одну Более-менее стилистику Подогнана Да вот как например Вот если бы все Сделал таблички Ты был бы четко Если бы сделаны Вот как вот Половин наполовину Вот это вот Ну мне показалось Таким себе И в итоге я решил Все поменять В угоду минималистичному Дизайну Поэтому как бы без обид Чувак Твое оформление было топовым Но теперь мы Немножко перешли на другое Скажи мне какие ты хочешь Я тебе сделаю красиво А я потом тебя угощу Говорит Найт Да вот надо будет Надо будет Но не в ближайшее время Сейчас смотри Найт У меня на стриме Девочка появилась Ну Дага Баз зовут Она короче Профессиональная художница Надо бы тебе тоже Я это самое Дать контакты Она прям нормально Ебурит Я ей наверное Попрошу сделать себе Картинку-заглушку То есть картинку Которую оставляете Я буду когда Типа не в камере Ни игры нету Чтобы черного экрана Не было у вас Чтобы у вас была Какая-нибудь картиночка Красивее Постильнее Вот такую картиночку Я наверное Я попрошу сделать И наверное В группу ВКонтакте Ебанул А потом Когда я это все сделаю Я может быть Начну думать над тем Чтобы сделать Чуть более уникальный Внешний вид канала То есть надо будет Обновить значки подписчиков Ну типа Фейблская тематика Это прикольно Но очень хорошо заходит Относительно тематики канала Надо что-то Под тематику канала придумать И когда я придумаю Значки подписчиков Я придумаю Тематику канала Тогда я к тебе И обращусь с Найт То есть пока Мы этим обойдемся А там уже Я что-то буду Как-то под себя Это все дело подгонять То есть вот У меня есть планы Но как это сделать лучше Пока не знаю Ну вот примерно Такие идеи А в принципе да Нормально Эксплуатарным заняться Хочешь Не Я бабля дам То есть я ей заплачу За это дело Очевидно Ну она прям молодец На самом деле Я смотрю как она рисует У нее прям клево получается У нее прикольная стилистика У нее прям круто получается Поэтому нет Конечно я буду делать Все через постель Не-не-не-не-не Я серьезно Я и бабля дам То есть я даже Немножко подзабашляю Ребят Это сто процентов Не знаю на какой цене Мы там соединемся Я не уверен Что если там попросить много Я мэйби откажусь Потому что я не знаю Сколько это будет стоить Если вдруг скажешь мне Типа сори Это тысячи три То как бы я скорее всего За три тысячи Конечно не буду покупать Такую куйню Потому что вы сами понимаете Типа 3К Это дохуя для меня Сейчас для стрима Прямо вот отдать Вот так на просто картинку На заглушку Мне проще самому Вон на это попросить Чтобы он сделал Реально там в фотошопе Что нибудь Достаточно более-менее Не знаю элементарное Простое Но при этом Достаточно стильное И потом ему реально Там кофейку купить Вон в кофейне у себя Типа чем Вот 3К отдавать Но если она не особо Много запросит За свое ремесло То там Так отцепи всему А кстати Это тот самый Zero Gravity Basketball Ребята Который мы видели Ой-ой-ой Так где мячик Сейчас блять Я покажу Как это делается Так где мяч Алло Что за звуки А мячики Это равно дети Да пиздюки Пиздюк блять Школу прогулял Леща поймал Ай Заглебейте Ребята Пиздюки душат Без регистрации СМС Школьники 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 окружили И подвыбали Худшая миссия Худшая миссия Просто дерьмо Дерьмище Дерьма Но главное Давайте все Давайте все Быстро становимся Черными Говорит Тимон Антон Что это значит Через диван Чего Какая-то сложная Прикола Ну да ладно Ты кстати Себе ноут купил Вот с чего Тебя смотришь Жена выгнала А что за ноутбук Кстати купил Поздравляете А с приобретением Найт Что за ноутбук А где ком 120к Ну походу Занят женой В тот момент Когда ком за 120к Занят женой У меня блин Кстати Сейчас тоже Мэйби Соберут себе ПК Найт Если все будет Как я хотел Там будет Прям отлично Так ладно Давайте этот Знаете что сделаем Пиздюка Отправил меня туда Обратно Откуда они пришли Что как-то Медленно летит Пиздюк Неохотный Какой-то Пиздюк Ленивый Какой-то Ясно Говорите Время Антон Что тебе ясно Что тебе понятно Потому что Меня например Нихуя не ясно Из того что ты написал Как бы безобидно Реально Нихуя не понятно же Так ладно Куда мне нужно Отсюда валить Есть информация Я пришел Отсюда Вроде бы как И куда мне нужно Тогда пройти Если мне сюда нужно Туда Маловероятно Ну да Счет 0-0 Блять Как это вообще Играет Подождите Ясно Нифига не ясно Вот Вот Кстати Именно это Я и хотел сказать Что тебе понятно Когда нихуя Не понятно Так Да не Наверное Знаете что Я сейчас крискну Ребята И хилиться не буду Потому что я чувствую Рядом верстак Если рядом Есть верстак То я просто Улучшу себя И кс Подхилив себя Тем самым И буду Блять Самым жестким Инженером Химиком Технологом На этом стриме Так Че Начинаем Игру Уровень 1 Че это значит А че мне надо Делать Вову Тихо 15 16 16 16 16 16 16 17 17 16 Отличная игра, кстати, не находите? Нет, реально прикольно играем. Мне кажется, я гений Zero Gravity Basketball, ребят. Ох, чам. Нет, отличная мини-игра, кстати, реально. Я давно так не кайфовал, ребят, как здесь. Просто охуеть. 20 из 10, ребят, я не знаю. Такой кайф. Отличная игра. Наверное, я по квесту должен ее пройти, то есть это как бы челик, который на корабле сказал, что он пустит только классного этого игрока в баскетбол, поэтому как бы... В смысле? Я еще не закончил. Так, все, изи. Ребят, 37, изи рекорд. Не знаю, сколько тут побивали, но мне кажется, я просто лучше в этой игре сейчас был. То есть, реально, никто не играл лучше меня. Но за 60к, тем временем, можно лучше собрать... Так, так, так. За 120 тысяч. 1054. Так. Ай-583, А16ГБ оператива, 4К экран, 1500GTX. 4К экран мне не нравится, на самом деле, мне кажется, что это пиздец. Кстати, Бэй, пока ты не сдаваешь миф на проверку, но как думаешь, небо бы лучше их героев, ворда, света и так далее, назвать как цветы, типа там, ирис, пион и так далее. Не знаю, мне кажется, дича какой-то будет, ирис. Ну, типа, что за пион и так далее, что за битва цветов. Пиздец. Я, конечно, понимаю, философия, если там заняться синдромом поиска глубинного смысла, может быть, какую-нибудь хуйню найдет этот преподаватель, что поразит ее. Но зачем? Ты уничтожишь отличную отсылку, понимаешь, и надсмешку над преподавателем, ты превратишь ее из классной высококачественной шутки только для ценителей в низкосортное второклассное дерьмо. Поэтому нет, Юси, очевидно, нет. Конечно, не надо, пускай остается все как есть. Оставайся сама собой, целый мир и так далее, и там подобное. За 120 сценарий у тебя, это я знаю. Это я слышал. 4К и 1050, это весело, забавно. Мне кажется, не потянет, на самом деле. Типа, игры не потянет. Maybe нормально смотреть будет всякую видюхи и так далее. То есть, ну, типа, нормально будет тянуть всякие видеозаписи и все такое. То есть, можно там будет... Ну, 16 гигабайтов, хороший прод, то есть, нормально будет смотреть с какими-то 4К, любые, не знаю, кинчи, то есть, BD, RIP и все такое будет смотреться хорошо. Но, если говорить именно про игры, мне кажется, типа, не должна тянуть. Ну, хуй знает. В общем, посмотрим. Но все равно играешь и все равно FUHD и все четко. А, ну, если типа нормально FUHD играть, то есть, вот как у меня сейчас 1920 на... И не будет никакого размытия эффекта от мыла ебаного, то в целом норм. Если нет, тогда, ну, плохо. Посмотрим. Окей, я так и думаю, говорит Юси. Но это было суперочевидно, что я буду против этого, мне кажется. У тебя 200 на Medium и в 60 FPS работает. Не, ну, типа, очевидно, что у тебя хороший ПК. То есть, он, как бы, все-таки 1050, хороший прод, имеет 8-го поколения. Пускай я 5-й, но он, типа, жесткий. Ну, нормально. О, а где он? Это он? Это награда, что ли, блядь? То есть, эти шкафчики потихонечку открываются, и я получу... Ну, либо первую, либо последнюю, оно из двух. То есть, не говорите мне, что это так мало, ребят. Не, не, ребят, я не буду играть в баскетбол в пиздец. Ну, баскетбол это максимально НВ, охуйня. Ребят. Мы продолжаем рисковать, и хилиться я не буду. Знаете, почему? Я отвечаю. Потому, потому что у меня есть цель, ребята. Найти верстак, подкачать ИКС и на халяву подхилиться. Блядь, как подхилиться в этой игре? А, стоп, подождите. Так, может быть, блядь, в самое начало вернемся, чем мы паримся? Там был, где магазин, должен быть верстак, ребята. Все очевидно. Где магазин? Вот магазин. Ищем верстак, ребята. Ищем верстак. Кто-нибудь видит верстак? Убей ее, только не сдохни сам, как пёс. Ребят, подхилиться на халяву не получилось. Критическая ошибка. Ребят, я, пожалуй, ненадолго отучусь, окей. В туалет схожу и вернусь. Пизду, блядь, эту игру. Сука. О, господи, блядь. Пизду. Ох. Да ну нахуй, блядь. О, господи. О, господи. О, господи. О, господи. Я еще, блядь, хотел сэкономить хп на том, чтобы подкачаться у верстака и получить на халяву хп, ребята. В пизду, блядь, просто в пизду. Я на том моменте, когда я забегаю в комнату, и начинаются эти звуки, я такой думаю, не, ну нахуй, я сейчас успею съебаться. Я такой думаю, не, ну нормально, нормально, я думаю, сейчас я просто развернусь и убегу. Я просто сейчас думаю, разбегу, развернусь и побегу. Но, сука, эта хуйня напрыгнула на меня, и я прям видел, ребята, вот этот маленький, тоненький столбик здоровья последнего, который у меня тут остался. Сука. И я уже думал, что у меня пиздец, но, слава богу, я нормально нащелкал ей, в итоге успел его убить, и нормально. Фух. Ух, обосраться пошел, Найт, давай ставим это для вашего домыслов, скажем так. То есть, сами думайте, зачем я туда ушел, с какими причинами и так далее. Но мне, пожалуй, очень не максимально неинтересно рассказывать вам, почему я пошел в туалет, блядь. Ну ладно, хотя бы остался жить. Не-не, я живу, ребят, я живу. Все нормально, все хорошо, все хорошо, лак-атак, мак-атак. Нормально, наверное. В общем, короче, пизду. Но мне, кстати, все еще неплохо бы найти верстак, раз уж такое дело. Раз уж я уже, раз уж уже и объебался, то давайте до верстака добежим. Вот где-то здесь должен быть. Нет, блядь, где верстак? Дай мне верстак, игра. Что за хуйня, где верстак? А, вон он, блядь, на втором этаже. А как на второй этаж попасть? Секундочку, блядь. А, на лифте. Окей. Окей, кстати, койма я даже попробую это озвучить, если меня убьют. И сделать это грамотно, так сказать. Вместе с тебя настолько так, и это будет интересно, и будет нормально. Так, ладно. Давайте вот что сейчас сделаем. Во-первых, подкачаем себе хп. Во-вторых, можно себе подкачать немного кислорода. Ну как-то немного кислорода, я имею в виду где-то вот так вот. Типа, а нахуй мне все равно не нужен. Ну, типа, у меня уже все, в принципе, есть. Разве что, есть смысл еще садись с мода подкачать. Типа, вот так вот, и нормально. Потом, в будущем, увеличиваем и длительность, и количество зарядов в этой штуке. Ну, дуально. Теперь, в те времена, у меня уже, ребята, очень такой плотный персонаж. Почти максимально хп имеет. Лучше easiest money of my life? Не-не-не-не-не-не-нет, Клэмми. Причем здесь easiest money of my life, когда я, блядь, падал. Ты лебанулся, что ли? Это вообще не связанные события. Это не связанные события. Никак. На карте Клэмми ты здесь делаешь ошибку, так сказать. Так, ладно. Так, он едет, да? Я просто подумал, что лифты, если сюда есть, значит, там потенциально есть противник. То есть, ну, должен же быть кто-то в лифте, раз его кто-то вызвал в другое место, да? Как это связано, радоваться с тобой, что ты, так ты ставки же не делал, наверное, на моей смерти. Или я чего-то, блядь, я тебе не знаю, Клэмми. Мне вот нравится идея эхо слайма Джамма, когда меня убили. Вот это нормально звучит, да? Все остальное такое себе. Опять этот доктор, да? Так, можно будет посетить мужской туалет, ребят, если вдруг интересует. Ну, в принципе, я и РЛ посетил туалет, наверное, было бы правильно его и посетить в игре. Ну, знаете, так для аутобешероли, ребят, чтобы взвиться в персонажа. Так что поехали, конечно же, мужской туалет. Что-то здесь не так, ребята. Что-то здесь идет не так, ребята. Что-то мне здесь не нравится в этом туалете. Показалось, похоже, ребят, показалось. Почему здесь есть, вроде бы, как бы, значок, что их можно двигать или кинезом, но на самом деле двигать их нельзя. Хотя, казалось бы, двигаться они должны. Ладно. Открываем селым замком эту дверь. Смотрим, что у нас здесь. Я перезагружаю часть на телефон, потому что последний решил вырубиться по каким-то непонятным для меня причинам. И забираем здесь ништячки. Не знаю, что это было за ништячки, но их было порядочно, так что я считаю, что это окупилось. Ты слышишь голос Ашера из Дестони? Это вообще интересная информация, откуда ты его слышишь. Мне кажется, ты не должен никакого Ашера сейчас слышать из Дестони. Хотя, мэйби, мэйби, у тебя где-нибудь запущено Дестони-то, да? А, ты про озвучивающего актера, мэйби. Так, ульбиновый полупроводник. Интересно, конечно. Ага, понял, принял. Блядь, просто я не знаю, кто местный мерчендайзер, но он, походу, Дигрот. Он реально, походу, местный Дигрот. Вот как можно было так расставить кровати, что через них не пройти, не проехать, и столько их не подвигать, и притом кинезис модулем? Ты ебанутая, что ли? Вопрос риторический, ребят, если что. Отвечать на него не нужно уже. По-моему, она на него ответила. Мужик озвучивает пресс-эфту. Респект не знает, что насчет эфа. В принципе, в тайминг более-менее клэмми. В принципе, в тайминг. Правда, не знаю, какого хрена ты выражаешь респект этой тёлке. Потому что, как по мне, эта тёлка, она... Сомнительная была какая-то. Ну да ладно. Типа, ваш респект, вам выбирать, куда его выражать. О, ты так же ржёшь в истерике. Идёте, это пиздец, как жутко знает, а? Это просто пиздец, как жутко. Не хотел бы я быть тем, кто слышал бы твой смех. Мой друг, ты проявлял чудеса находчивости, но сейчас мои творения на свободе, перерождённые в самом горниле жизни, пришёл. Чё ты не сёшь, блядь? Блядь, что за хуйня? Ты... Ну нахуй. А, это регенератор, да. Всё, я понял. Мне надо валить обратно тем же путём, через кровати, мимо регенератора. Всё, понял, принял. Ребят, никаких вопросов нет. Поехали. А, это casual бонж, кстати. Так, теперь давайте быстренько сообразим, что мне нужно подвинуть, чтобы здесь выжить. В принципе, вот это. Нет, стоп, секундочку, вот это надо задвинуть. Так он ко мне уже не попадёт, лоу. Э-хе-хе-хе-хе. И не на стримлере. Или наверняка есть какая-нибудь вентиляция, по которой я-то не могу пройти, а он может, да? Ладно, вообще плохо, убежим отсюда. А, блин, стоп, я и сюда. Вот, вот. Это чтобы не слишком быстро за мной коллся. Или чтобы он в вентиляцию не сразу запрыгнул. Пиздик справа. Ты, блядь, не получаешь демоджа, что ли? Ты, чё? Блин, читер. Чего с этим пиздюком не так? Пиздюк, блядь. Я не попал, не варили? Я не попал. Так, куда мне? Понял, принял. Всё, валим, 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 валим отсюда. Валим, текаем, копы. Только не... Это же мужской туалет, блядь, зачем? Мне не туда, мне не туда, блядь. А-ха-ха-ха, сука, нет. Запер, да-да-да. Блядь, он за спиной. Могла бы сделать это чуть раньше. Сынам тебе не было, если бы я это чуть-чуть раньше. Так, мне пора, мне пора отсюда, во мне пора. Ребята, мой поезд ушёл. Извините, как бы, ребят. Но мне отсюда уже пора. Я буду ждать вас во всех дирекциях. Не знаю, где ты меня будешь ждать, мужик, но я тебя тоже, блядь, жду пиздец. Какая ж тебе... Ой, какая ж этому челику пизда, когда я его догоню, ребята. Какая ж ему пизда. Голова есть, ноги есть, чем не вайфу, ребят. Не знаю, не знаю. А чё, дегенератора нельзя убить? А, ты как думаешь, блин, он регенерирует? Это как убить Росомаху. Ты пробовал убить Росомаху? Вот я тоже не пробовал и не хочу пробовать. Как убить... Как убить регенератора? Как? Он восстанавливается. Алё, Куэмми. Как его убить? Ладно, вот чё, давайте так. Давайте, поехали. Как убить регенератора? Росомаху изи. Его поведение не поддаётся контролю. И он способен на насилие. Так, он не поддаётся контролю. Способен на насилие. Очевидные выводы. Это прекрасный мёздар. Они абсолютно, блядь, болезные. Просто гений. Просто гений. Просто гений на тёлке. Просто мне такая берёт, звонит и говорит, ты знаешь, этот доктор какой-то ебанутый. Мне кажется, он способен на насилие. Способен на насилие. И вообще он похож на пидораса. Нет, блядь. Нихуя. Мне кажется, ты нихуя не права, блядь. Он всего лишь просто создал каких-то непонятных регенераторов, которые пытаются меня отпиздить всю игру. Не, не, нормально всё. Да нормальный мужик. Чё ты начинаешь, блядь. Всё у него хорошо, блядь. В смысле он, в смысле он, блядь, пытается нас кончить. Не, не, не. Всё нормально. Ебанашка, сука. Ребят, не будьте как она, пожалуйста. Реально, купай, мать его девка. Пес-дец. Жопа горит с неё, серьёзно. Просто гений работы мысли. О, сука. Берёшь адамантии и продолжаешь считать в источнике. Ясно. Без регистрации смс, надеюсь. Я просто не очень люблю в сомнительных источниках регистрироваться. Так, ладно. Переместить. Переместить. Так, теперь нам надо купить в магазине хотя бы один узел. В идеале бы парочку. Ну, ещё, наверное, знаете, что я бы сделал сейчас? Всё-таки взял одну лишнюю стадию с батареей. Блядь, не, 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 не уверен. Не уверен, что я хочу её купить. Хочу её переместить. И использую бы, потому что есть у меня такое небольшое, маленькое такое, ну, на полписечки, так сказать, подозрение, что в ближайшее время мне может пригодиться стазис. Ну, так, я не уверен на все сто, но очень похоже на правду. Фильм по Мару уже видели, а ты хочешь фильм по эйфории говорить тем временем Клэмми. Клэмми, я уже говорил тебе относительно эйфории. Всё, что я о ней думаю. Поэтому я искренне надеюсь, что если он когда-нибудь выйдет, то только в твоём воображении. исключительно в твоём воображении. Так. Ладно, сохранились. Бежали дальше. Напоминаю, ребят, что осталось всего две головы. То есть мы уже почти прошли игру, на самом деле. Так, Челик. Да я не Амелия, дебил, я Айзен. И покинешь это место, но сейчас это невозможно. Силовой двигатель Челнока уничтожен. Нет, 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 нет. Не теряй надежды, не теряй. Сначала я сам потерял надежду. Я пытался уничтожить корабль, вывести из строя его системы. Это же другой Челик Найт. Не знаю, что они выпустили на волю. Смотри, смотри, смотри. Смотри на это. Так, видосик. Чего, блядь? Ебать, это что вообще бывает? Что это за зерк? Это реально какой-то зерк. Гигантский. Так разбомбите его, алло. У вас корабль размером, сука, с планету. Планетарное разрушитель. Разрушите, блядь, эту хурень. Как? Как? Но как? Блин, мне нравится, как мне в руке подрагивает этот, как вот циркулярка. Ребят, это не у меня руки дрожат, это циркулярка просто, она ожидает врагов. Она дрожит от нетерпения. Давай, положим этому конец вместе, мужик. Давай, ты и я. Давай. Пойдем и попиздимся с ними. Я помогу тебе. В два ствола, так сказать. Зажмем ксеноморфов бутером. Да, да, я о том же. Давай. Поехали. Поехали, мужик. Ну не забирайся от меня, открой. Открой, давай вместе. Сука, туда можно попасть, там большая аптечка лежит. Ах ты, сука. Крыса. Я, блядь, еще зайду туда, я тебе отвечаю, блядь. Там, ребят, точно можно попасть, там лежит аптечка большая. А то, что ты ктух, я говорю, что игра явно вдохновлена лавкрафтом. Здесь очень много элементов, которые заставляют вспомнить лавкрафта. Уверен, что мужик поврел в ближайшее время сириусом, не 5-1. Ребят, микро-челлики. Ебучая кресла руинит пиздец, да-да-да. Сука, кресло ебанное. Так, это тоже сейчас станет микро-челликами, да? Ребят, я вам говорю, турборезка. Труборезка, ребят, циркулярная, мать его, пила. Видели, как она заломнила этих детей сенопасов? А я вам сразу говорю. Форд за вин. Давай за некроморфов, в те время диван за микро-нодель, за некроморфов, сука. Да, кресло предателя. Это мимик инфа 100%, трупорезка. Кстати говоря, неплохой этот, неплохой рафон, он там действительно похожий. Блин, вот вы мне сейчас сказали за этих про мимиков, и я что-то опять прей захотел пройти кист, да. У меня уже проходил прей на трансляции, прей это 20 из 10 игр, а нет ничего лучше прея. И трансляция по прей была одна из самых лучших, в принципе, за историю существования нашего канала. Она была прям супер топовой. Но, к сожалению, ее уже не вернуть. Что за звуки такие, как будто реально... Что-то как будто реально каким-то пиздецом подтягивает. Вы чувствуете это? Реально какая-то... Как бы так сказать? Какая-то нагнетается атмосфера. Саспенс, так называемый. Я, если честно, ребята, не трус, но я боюсь. А, тоже хотел предложить, но окей. Но говорю, я когда-нибудь сделаю, знаете, полноценный прям список игр, пройденных на трансляциях, с тем... С ссылками на видео, где я на веб-камеру рассказываю впечатления о той или иной игре, и даю ей оценку от себя, если прошел на трансляции. И вот когда-нибудь этот список будет, и будет проще предлагать игры. То есть будете сразу хотя бы знать, что я уже прошел, а что нет. Ну, а ты уже хотел предложить застримить плей? Упс. Ну, Prey слишком хорош, на самом деле, Prey реально супертопный. Так, я говорю сразу, ребят, записки мы не читаем в Сильду. Потому что я говорю, местные записки, это просто графомания на графомании. Максимально бесполезная срань, там очень мало какой-то дополнительной информации к сюжету. И они абсолютно не нужны, чтобы понять, что здесь происходит. Они супер-скучные, поэтому я их даже не читаю. Личная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружат... Чисто челик этот, как его... Решил раскрыться, мимо? Пидор? Ох, нет. Не-не-не-не. Кто ами? Не, 3-й, 4-й, как бы, ссори. Моим основным приказом было забрать обелиск с планеты и доставить его на борт. Доктору Кейну, офицеру по науке, эксперту по известным обелискам, предписывалось его исследовать. Завтра Hotline Miami, первый. С какими-нибудь активностями. Мое решение объявить карантин в колонии. Типа пройти уровень без огнестрела, типа пройти уровень без холодного розыжения. Я не позволю инфекции проникнуть на корабль, когда на борту столь ценный груз. Когда мы так близки, завтра мы вскроем планету и продолжим изучать... Кстати говоря, это аквами. А когда вернемся домой, то передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду. Небалнутый, в общем. Но, опять же говорю, здесь очень странно. Это все выглядит немного, я вот не очень понял, почему здесь церковь такое влияние оказывает на мир и все такое. И почему вроде бы весь научный персонал достаточно крутой, опять же, экспедиции, где куча квалифицированного стаффа и все такое. То есть куча народу, которые реально, ну как бы не должны иметь мозги. Почему они все настолько набожные, что, блядь, начали верить в какой-то ебучий культ, начали все, блядь, поклоняться ему и так далее, там подобное. Но, опять же, история максимально-максимально вовкрафтовская. Вовкрафт тоже любил, когда там тихие какие-то шахтерские городки находили, выкапывали в скобочек какую-нибудь хрень, начинали поклоняться к туху, сходить с ума, медленно, блядь, превращаться какую-нибудь ебатню. То есть, ну, в принципе, вот, опять же говоря, это вовкрафт 100%. Только в космосе. Причем очень хорошо есть вложенные в космосе, поэтому Dead Space это, ну, как бы, одна из таких суперклассических игр своего рода. Так, ребят, кажется, у нас, блядь, будет скоро проблема. Но, с другой стороны, у меня есть челнок, на котором я готов свалить отсюда вам. Это хорошо. Это из хороших новостей. Здорово, Нолнейм, привет, привет, привет. Давно не виделись, кстати говоря, рад тебя видеть. Давненько не забегал. Присаживайся поудобнее. Располагайся. Во всех сюжетах церковь творит какую-то хуйню. Ну, не всегда, кстати, но, да, зачастую есть такое. Юнитология, make us whole и прочее дерьмо. Да, да, есть такое. Не, в этой игре, в принципе, сделай нас единым. Это для меня не очень понятный, на самом деле, сленг. Но maybe, maybe, просто это какая-то непредающаяся игра слов с английского языка. То есть, для меня сделай нас единым, это не звучит как-то, знаете, как-то вот прям вот, ну, чем-то прям вот из ряда вон. То есть, ну, как бы такая стандартная, стандартная фразочка поехавших тутистов, и не более того. А, блядь, нет! Hello darkness, my old friend. I'm here to talk with you again. И эта мелодия грустная. Ма-ма-ма. Минусы вот ебать. Вот так вот, ребята, сука, вошара на стримере. Пизда. Ну, здесь рэгдолл ебучий, ребята. Физика этих... Физика и прочее дерьмо. Я не умею с таким обращаться. Сори, как бы. Проебал. Дегенератора. Да, не-не-не, ничего не будет. Так эта церковь обещает жизнь после смерти, выполняет обещание, говорит тем временем, ноу-нэйм. Жизнь после смерти, как уста говна между нами, говоря. То есть, я бы в такую жизнь после смерти не хотел бы верить. Вообще, в принципе, в принципе, ребята, я вам сразу так хочу сказать, что я придерживаюсь того мнения, что реально смерть – это единственное, наверное, скажем так, в нашей жизни, что придает, в принципе, жизни смысл как таковой. То есть, по факту, все, что мы делаем за нашу жизнь, оно отчасти, мне кажется, наиболее бессмысленным. И единственное, что имеет в ней смысл реально – это смерть. Она может показаться какой-то очень извращенной и странной логикой, но суть в том, что большую часть времени люди занимаются, ну, как бы так сказать, различной хуйней. И я в том числе. И единственное, что нас двигает заниматься, в принципе, чем-то более-менее полезным и пытаться, мне кажется, как-то улучшить себя и все такое, то есть, оставить какой-то след в истории – это смерть как стимул движения к тому, чтобы, как бы так сказать, чтобы не быть забытым, чтобы не прожить свою жизнь впустую и так далее и тому подобное. Поэтому лично я считаю, что если когда-нибудь люди не научатся бороться с бессмертием, тогда нам всем пизда. Это будет реально настолько, настолько мощная деградация, что просто, просто, я не знаю, все будут в ахуе. И, скорее всего, выбрут от какой-нибудь лени или что-то типа такого. Не удивлюсь. У тебя, как раз, философия продолжает. Клайми. Я философию уже закрыл, сдал, к счастью, на пятерочку в университете, но это очевидно, судя по моим некоторым высказываниям. Так что, в принципе-то, оно и понятно. Но такое, философ Ло говорит, ну, наверное, да, так и есть. Я, в принципе, считаю, на самом деле, что наши, что жить, жить, в принципе, жить без философских измышлений на тему, вообще на любые темы, то есть, не задаваясь какими-нибудь вопросами, это не очень правильно по факту. То есть, ну, наша жизнь, ребята, это не просто, там, не знаю, поиск смысла, там, удовольствий и возможностей для дальнейшего какого-нибудь проживания, да, что-то типа такого. То есть, ну, там, не знаю, возможности просто банально жить лучше и так далее, там, подобное, то есть, улучшение каких-то там своих материальных обязанностей. Это, конечно же, и стремление к самопознанию. В принципе, все, кто знает пирамиду Маслоу, я думаю, сейчас мне мысленно так угнуться должны были, но, по сути, это оно и есть. Я не верю, что можно жить только так. И я считаю, что правильно жить, ребят, это еще, конечно, развивая себя как личность, как, не знаю, совокупность различных факторов в плане, там, того интеллекта, там, духовности и всего такого. Но церковь, церковь, я к этому не отношу. В принципе, если когда-нибудь, ребята, я вот реально начну верить в какую-нибудь религию, это, скорее всего, будет какая-то глубоко фиософская охуня, типа буддизма. Серьезно, вот это единственное, наверное, что я реально готов еще более-менее поверить. Все остальное для меня это дичь и так далее, и тому подобное. Так, наверняка нужно здесь что-то нажать. Так, понял, управление черноком не работает. Все, понял, принял. Изи автомат будет инфа 100%, говорит тем временем Куэмми. У тебя? Да вряд ли. У меня был автомат, да, у меня была пятерка автоматом по философии. Причем я на философию не ходил, чтобы вы понимали. Я на философии в первый семестр посетил два занятия, предпоследний и последний, получил пятерку. Потом философ мне сказал, типа, чувак, я ставлю тебе пятерку, но давай договоримся, что, типа, в следующем семестре я буду видеть тебя, типа, стабильно, потому что, типа, ну, то есть все, 5, 10, 10, 5, талант. Я такой, окей, конечно, да-да-да. И вопрос, и на следующий семестр тоже два раза будет, предпоследний и последний занятий. Я все равно поставлю пятерку, говорит, ну, типа, хуй с тобой. Типа, даю тебе, ну, знай. Ну, знай, блядь, ты фитон. Я такой, окей. Без вопросов, мужик. Так, стоп, а мне ж сюда, да? А, мне, наверное, вот сюда. О-о-о. Блядь, надо этого челика, мне кажется, кончить. У меня такое чувство, что этот челик нас сейчас наебет на шаттл. Вот серьезно, вот серьезно, как можно ему поверить, блядь, он сейчас просто забрал у тебя навигационную карту, сейчас сядет в этот чунок и полетит такой и скажет, ну, соси, сосай куда насай. Именно с челик. Пробный запуск двигателя челнока. Блядь, верили? Ой, три генератора, кстати. Это реально будет генератор, ребята. Валим, валим, валим. Валим копы. Э! Чего, блядь? Вы это видели, чат? Не, ну вы видели? Ну нахер. Микки тем временем резидент слипает. Не знаю, что ты резидент слипаешь, чувак, просто. Так что он... А, стоп, я кажется, понял, кого убить. Да, я кажется, понял, как это сделать. Надо выманить его здесь. Отсюда. Он может выйти из этой вентиляции. Я уверен, это на все сто процентов. Смотрите, блядь, чат. Просто скриньте покчамп, иди скриньте. Ай, блядь, нет, 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 обманули, пиздец, гг. Покчамп. Сука. Он сквозь него пролетел? Чего, блядь? Быстрее, блядь. Самая медленная створка, которую когда-либо видел. Быстрее, блядь. Ребята, изи минус-дегенератор. Как же мы хороши, ребят. Пробный запуск двигателя Чунака осуществлен. Церковь и религия, в общем, была создана, как первый сборник законов до конституции и прочего дерьма. Сейчас религия скатилась, но недооценивать ее важность нельзя, говорить о нем ноунейм. Окей. Так, а можно уже выйти? Страшно вырубай, говорит Коин. Не работает без одного смайлика. Должен смайлик этот, лутфейс. Когда ты хочешь страшно вырубать, должен быть этот смайлик. Да он наебет тебя, блядь, Айзек. Да он наябывает тебя. Да ты наябываешь меня, алло. Он обманывает тебя, Айзек, не верь ему. Это дичь. Это, это ловушка. И это, блядь, гадалки не ходи. Это пизда более чистой воды. Это обман. Вот кур, он ему поверил, как дигрот, блядь. Так, что-то он там, блядь, собирался отвезти домой, не знаю, что. Но он дигрот. Сейчас вырублюсь, пойдешь спать, пойдешь спать. Полина, спокойной ночи. Давай, пока-пока. До встречи. Рад буду тебя повидать. Заглядывай еще завтра на Hot One Miami. Пока-пока-пока. А кто был против того и ебашили. О, а то спит, пятиносит. Ты когда был-то? Че-то, че-то не здоровишься, блядь, а то спит? Ну, ты, сука, питон. Привет, кстати. Вы не знаете, что я не люблю, когда он здоровится. Привет, а то спит. За нас идишто. Так, че, какие-то отношения. Пока, блядь. Телки опять начинают за отношения, че-то пояснять. Блин, ты не понимаешь, что не время выяснять отношения, телка. Какие нахрен отношения? Мы, блядь, на корабле, полном, сука, вражеских зомби, которые пытаются нас грызть в попытках выжить. Мы не можем отсюда выбраться. Какие нахрен отношения? Ты ебанутая? О, сука. Тупая девка. Так. Так, мне не нравится то, что это целое. Слишком тело это слишком целое для того, чтобы быть, как бы так сказать, чтобы чувствовать себя рядом с ним в безопасности. Поэтому я, пожалуй, его кончу, если никто не против. Уже убили дегенерат? Ну, конечно, блядь. Ребят, вы че? Вы не забывайте, все-таки, с кем вы разговариваете, с лучшим. Давай, кради идеи. Какие идеи? Хорошая идея для Ника. Дегенератор. Дегенератор нормальный, никнеймс? Не плохо звучит. Да ты и не здоровался. Да я знаю, что ты не здоровался. Питон, сука. Поэтому ты и питон. О том и речь, сук. Питонище. Так, ладно. Перезагрузил часик на телефон, нажал скейп, альтап и поехали. У тебя нормальный просто девки не было в рекламе. Может, возможно, возможно. Дорог всем, собственно. Привет еще раз, сук. Да-да-да, тупые девки. Все правильно, Антон. Так, продолжаем. Пришло твое время. Не надо бояться. Не надо сопротивляться. Да я не особо боюсь. Многие были перед нами. И сейчас наша очередь... Так, блядь, это там лаверская кресла. Давайте перейматься, думаю. Хочу никакие пороги пересекать. Не, ну нормально на этом пороге. Ибо я узелный господа. Какого ты господа увидел, долбоящер? Ну вот, из презентабельного врача превратился в обычного, сука, ксеноморфа. Проклятого, так сказать. Вот был перспективный, нормальный, молодой врач. Мог, не знаю, развивать там себя и все такое. А стал, сука, обычным деградантом-некроморфом, ребят. Вот вам такая вот вторая жизнь. Нормальная девка и девка несовместимые слова вообще-то. Все ебанутые по-своему, говорит тем временем Найт. Не согласен. Хотя, не, мне кажется, что все ебанутые реально теологи. Это правда. Так это он и был, что ли, да? Это деград? Сука, сдох как дебил. Хотелось бы отметить. Реально, когда он сдох, сука, самая бесполезная смерть. Долбоеб. А я вам, ребят, говорю, что он долбоеб. Помните? Я такой сказал, он похож на долбоеба. Вы такие, да, так и есть. Такой, да, так и есть, ребят. Он долбоеб. Хотелось бы вам представить это. Заметьте, это хрень, которая только превращает некроморфы. Дети свои делают где-то 2-3 раза за игру. Направдают, ебать всем руки и ноги, остаются на всю игру, говорит тем временем. Да, да, да. Так и есть. Вот не надо тут. Не, я согласен. У тебя есть много примеров нормальных девок. Ты их просто не знаешь, достаточно близко к вами. Всегда, я тебе сразу говорю, всегда, как только ты начинаешь подбираться к тёлке достаточно близко, ты потом, потом сталкиваешь с тем, что она и припизнатая. Изначально нормальными кажутся почти все. То есть, ну, мало какая тёлка, настолько плоха, что она не может показаться тебе нормальной. Не может показаться тебе нормальной, ну, буквально, там, не знаю, секунд 10, да, например. Там 20, там, тут пару первых встреч. У всех обычно хватает мозгов, чтобы казаться, ну, нормальными хотя бы 2-3, 2-3-3-2, а не, я хуй знает. А вот потом уже, потом уже, потом уже начинается пиздец. И я тебе сразу говорю, адекватная девка, в твоём понимании, это максимально стелсовая просто девка. Вот так вот это работает. То есть, я тебе отвечаю, максимально стелсовая девка, Клэмми, максимально стелсовая девка для тебя, она будет очень, очень долго тебе казаться, знаешь, адекватной. Но в какой-то момент, в какой-то момент стелс с неё рано или поздно спадёт. И ты увидишь, увидишь, что скрывался всё это время за личиной адекватной, казалось бы, девчонки, чувак. В этом плане Юся это просто максимально жиза. Я как человек, которому, мне кажется, максимально невезло на тёлок. Я тебе это могу со 100% уверенностью сказать. Какая бы ни была у меня знакомая, рано или поздно я что-нибудь да и узнавал такого пиздецового. Вот-вот-вот, Найт знает, как это работает. Он сейчас, наверное, лучше всех это знает. Главное слово кажется. Вот-вот-вот, Найя. Но Нэйм тоже правильно всё делает. Так ты и сам ненормальный такой, блядь. Это да, это очевидно, блядь, что ты поехавший ебанько. В принципе, насчёт этого никто и не спорит. Речь о том, что девки не могут быть нормальными. Про тебя-то речи не было. На тебя вообще насрать, это же без обид, как говорится, Клэмми. Ладно, ребят, пройдена десятая глава, остались одиннадцатая и двенадцатая. Поехали. Или, блядь, не пройдена. Не, пройдена же. Кажется, уйди. Антон, добро пожаловать на наш канал. Надеюсь, тебе у нас понравилось. Это нормально для нас. Найт говна не посоветует, говорит, все время Найт. Так оно и есть, кстати, да. А каждой девке знаешь, какой-то пиздец почти всегда не против, говорит, Атоспит. Не знаю, насчет пиздец и не против, но я тебе так скажу, что пиздец, он рано или поздно вскрывается. То есть это сто процентов. Это вот как ни стремись, это рано или поздно и есть. Насчет того, что знаю каждый, я не настолько обычно к людям близко подхожу, потому что я, на самом деле, на подсознательном уровне стараюсь все-таки минимальную дистанцию, но все равно дистанцию куда-то соблюдать. То есть я достаточно быстро, знаете, вхожу такой в круг хороших друзей, знакомых и так далее. Но очень редко, очень редко перехожу грань типа супер близкие друзья в плане до такой момента. То есть у меня много, скажем так, друзей, которые, ну, друзей там знакомых, которые я просто хорошо отношусь, но близких людей прям супер мало, поэтому с тёлками примерно такая же хуйня. Чтобы добраться до вот этого вот, обычно, чтобы дойти до вот этого вот момента, когда ты понимаешь, что у тёлки какой-то есть бзик, то бишь есть что-то, что делает её условно ненормальной, тебе нужно пересечь эту грань, то есть стать ей условно очень близким другом. Тогда она тебе доверяет, и она раскрывается тебе полностью, показывает, что на самом деле она ебанутая. Это как бы, это ты уже знал, как бы ты подозревал, но теперь ты 100% это знаешь. Так вот, я обычно до этой стадии не дохожу, поэтому у меня нет информации по всем тёлкам, только по тем, с которым я пересекал. Но винрейт пока 100%, и нарушений нет. То есть нет ничего, что могло бы эту теорию, скажем так, разрушить от EUC. Поэтому она для меня 100% вероятность. Главное найти самые подходящие по ебанутости. Ну это, блин, это опять же, это из какого-нибудь любого женского отстатника можно такую же хуйню подчеркнуть, но правда, так оно и есть. То есть вот как говорит EUC, на самом деле так оно и есть. То есть пожизненно важно просто найти тех человеков, которые примерно такие же ебанутые, как ты. Или которые по-другому ебанутые, но вам вместе комфортно. Тогда всё ок. Если не найдёшь, то ну как бы земля пухом. Удачи в поисках. Ты тоже дегенерат с вами. Отлично, Антон. Welcome. Welcome, stranger. Добро пожаловать, в общем. Да пройдёшь, ты мне про пасхалочку расскажешь. Окей, но он и буду ждать. Darkness из Коносубы. Норм тема. Говорит тем временем о Клэме. Я не помню, что за Darkness из Коносубы. Единственная Darkness, которую я знаю, это Darkness из Туавру. Вот там Darkness, это маленькая Эоли, которая на самом деле типа убийца. Не заморачивайтесь, чуваки, это Япония всё-таки. Так вот, это Эоли убийца, у которой волосы умеют, не знаю, превращаться в разную хрень. В основном кулак, которым она пиздит. И при этом всё, по-моему, вокруг неё построено второй сезон, который я даже не знаю, не смотрел. Я на первых пары серий сдох. Так, у тебя просто душевные разговоры чаще, чем просто поход в душ, говорить тем временем о Тоспит. Возможно. Это либо означает, что очень часто пиздишь по душам, либо очень не очень часто ходишь в душ. Как бы одно, в принципе, может для кого-то быть притягательным, для остальных, скорее всего, второй пункт, это, скорее всего, отталкивающее. Поэтому, я думаю, ты где-то посередине застрял о Тоспит. Так что такое себе. Ты, кстати, можешь одну классную нычку с кредитами, знаешь, Антон. Очень интересно, ребят. Но давайте, наверное, всё-таки забьём на это дело, да и пройдём игру, и всё. Ты в душ ходишь часто, так что сосай к одному на Сахи. Окей, понял тебя. В Катуспит, понял. Блонди-мазохистка же, говорите о ММКуэмме. Чего, блядь? А, ты про этот, как её? Ты про Даркнесс из Ту Лавру? Я хуй знает, кто она. Я настолько в это аниме не вдавался, окей? Я как бы извращенец, ребят, но такую хуйню не смотрю без обид. Тут, как бы, знаете, этот момент, когда аниме ещё, ну, как бы, неполноценное, серийкое аниме, где есть, типа, нормальный, ну, корс сюжет. То есть, там нечего смотреть, по факту, кроме как фан-сервиса. Фан-сервис там дохуя. Но, в принципе, кроме фан-сервиса, там ничего другого-то и нет. Я бы, я не знаю, вот что я хентай просто посмотреть. Зачем париться тогда уж? Зачем эти, блядь, такие полумеры? То есть, фильм, который и не фильм толком, но и не хентай, где-то посередине застрял. То есть, нет сюжета, как у порно, но при этом всём нету порно. И в итоге, нахуя? Бессмысленное и беспощадное японское аниме. Ну-ка, нахер. Стример скатился в бунт. Я тебе ебался, мама, как говорится. Без обид. Да не, нихуя, я ежедневно в душ хожу. Шо? Бывает, бывает. Да-да-да, Антон, звучит очень крепко, я же понимаю. Я же тебе про то же. Кто же мне, бунтарь, блядь, нашёлся в душе? Мамкин, сука, анархист. Мы не таких, как ты, это самое, уделали, Квэмми. Так, бляд, подавляем бунт. Я, кстати, говорю. Я приближаюсь к ангару Челнока. Вам надо... Ты же в курсе, чувак. Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Я уже в нём. Наверное. О, я приемлю. У меня должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. На коленях, бичара. Короче, играй, так и делай, ребят. Антон, бунтарь, да-да-да. Анархист, бунтарь. Пап, 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 мамин симпатяга, батин бродяга и всё такое, знаю-знаю. Это чисто проклами, судя по всему. Анархист проклятый, сука. Ладно, продолжаем. В общем, играем. А то реально сейчас чат смонтуется. А то, что геймплея нет, только пиздоболи. Пиздоболи, конечно, приятно, но геймплей тоже бы неплохо длится зреть, да? Так, а что у меня вообще, кстати, по бабкам? Просто я так помню, мне ещё надо будет защитный костюм следующего уровня подкачать. Золотой пропроводник. Есть смысл его продать. Так, это есть смысл использовать. Может быть, даже два раза. Ладно, пойдём, скинем аптечки и поехали. Рэп, мопед, диабет, бред, Антон. Вот тебе нормальная чепуха. Как говорится, наматывай на ус, братик. Пока, как говорится, я живой. Так. А учитывая моё заболевание, ребят, то, как я жёстко болею, это тьфу-тьфу-тьфу, конечно, чтобы не сглазить. Но всякое может быть. Be careful. Так, ладно, тут мы всё прочекали, меня больше ничего не интересует, поехали дальше. В принципе, я думаю, наш персонаж достаточно подкачан, чтобы больше не интересоваться. Что за дебил? Фирический долбоёб. Не, ну, я как бы понимаю, что теперь смысл в том, что я как бы его уже видел. И как бы это меня должно на самом деле напрячь, но мне чё-то настолько насрать. Тааак, похуй. Что я даже не могу об этом молчать, ребята. Да, Антон, очень крепко, конечно. Ты, кажется, лучше на максимум? Нет, у меня хп не максимальное, и воздух тоже не максимальный, но мне не нужен воздух больше. И хп максимальный тоже не скажешь, что настолько необходимо. Ты скоро помрёшь, что ли, спрашивают, а то спит? Да вроде не должен, страшного рыба. И, ребят, чё, ебанули, что ли, где страшно? Вот, кстати, он правильно это сделал. Вот, наконец-то, единственный, первый, первый правильный пост страшного рыбаи. Со смайликом, который должен быть, и всё-таки таким. Так, нам, скорее, кстати, будет в это дело вагонеток. Я не удивлюсь, если на самом деле, да? Так. Сейчас появится, ребят, сзади. Блядь. Ну где ты? Я знаю, это должен быть. Враг должен быть где-то уже, ребят. Он должен где-то быть заспавленным. Пусть и пауки залезут триммеру в попу. Сук. У меня арахнофобия, вы знаете же это, да, ребят? Ну и ноуты, верно? Ладно, базменный резак. В руке. Враги на очке, на бутылке и всё такое. Блядь. Спиногрызы мелкие, сука. Пиздюк, сука. Ненавижу пиздюков, ребята. Тут как бы без обид, но, как говорил Джордж Карлин, нахуй детей. Нахуй детей. Fuck the children's. И всё такое. Невероятно неприятные чуваки. И спустить собак маминой бутылкой будет. Так, я не знаю, ребят. Я уже боюсь на с вами в заглядный чат. Успокойтесь там, пожалуйста. Потому что что-то я небольшой фанат, когда начинается прям дикий на спамку. Так, вы не... Блин, что за фигня? Почему у меня в последнее время падает только лезвие трубореза? Алло! Бай-бай. Давай, всего доброго тогда. Коми, пока-пока-пока. Сразу попросил пристать нести хуйню в чат. Чатик просто пошёл. Нормальный, кой, нормально. Алло, как мой катак. Так, в этот раз я не повторю даже ошибки с этим ящиком. В этот раз я нормально его заутая. Спать, спокойно ночи. Стример снастать, сэмс снастать. Дайте ему банца, блять, слеганца сразу. За этим самым... Как его? За оскорблением стримера. Вдогон, так сказать. Чтобы я просто потешил своё ЧСВ, скажем так. Микки, срочно, срочно, прям вот. Не без раздумий. Просто дай ему, втащи ему. Я просто должен ему реально, как говорится, вдогонку кинуть. Вдогонку. И будет нормально. Пермача. Ну, можно и так, если хочет. Вообще, пока... Покер пускай общается через донат, и для него нормально будет. Так, Эггдэ, Дарцеллз... Ой, Дарцеллз, Дедспейс 1. Перехватила чё-то там чё-то. Перехватила ностальги. Так хочется взять свой плазменный резак. Да-да-да. Да не, меня тоже, кстати, ностальгия пиздец захватила. Я не думаю, что я буду так кайфовать в игре. Модер внец, стример снастать. Давайте, скидайте. Ясно всё. Ясно, понятно. Вопросов не имею. Так, а чё-то вообще происходит, Вул? А. Доставка объекта 7-8-1. Я установил генетический модуль для дальнейшей транспортировки. Блядь! Чё за... Блядь! Ай-яй-яй-яй-яй, ребята! Ну и дерьмо! Жить! Да у меня аж здоровье было полное, алё! Вот, сука! Так, котик, я сейчас реально альтабнусь и сам всё сделаю, братик. И ты пизды получишь. Я тебе вот сейчас вот без шуток, максимально без шуток говорю. Можешь думать, чё хочешь, но ты реально чё-то пизды получишь. Теперь два языка. Можно убивать микромолфер в два раза эффективнее, разве не так? Я серьёзно говорю, я сейчас... Я сейчас альтабнусь и я сам пизды дам вам, ребят. А если я буду вам сам давать пизды, я вам сразу говорю, я вам первое дам. Не бей, подумай. Ну, ребят, как бы всё хорошо, шутки шутками, но вас предупреждали уже. Давайте, думайте сами. Типа, я уже серьёзно, я на полном серьёзно готов вам въебать. Что первому, что второму. Подзадушили вы меня, ребят, двое. Базар надо фильтровать. Все шутки шутками, но базар надо фильтровать. Одно хорошо, два раза хорошо, но не постоянно. Так что решайте сами. Нужно мне альтабыться сейчас или нет? Так. Блин, опять же, блин, вот мне не нравится, что из-за того, что вот этот постоянный удар, стан, непонятное оглушение этих вот щупалец, которые есть, вынуждает меня переигрывать весь игровой момент. Но я понял, в принципе, можно будет сыграть там сейчас так. Я сейчас, в принципе, покажу, наверное, мастерский геймплей. В плане того, как вообще задолжить огромную толпу зомби без жёстких потерь в плане хп, здоровья и всего такого. Котик, я тебя просто предупредил, типа, вот, чувак, думай дальше, что хочешь сам, серьезно. Получишь ты пизды, не получишь и так далее. Я тебе просто сказал, что сейчас сам альтабнусь и, типа, сам выдам. В различатмике я не буду давать вам там время на какой-то, они будут замаживать, поздравляем верму и всего доброго, котик. Это какие-то необычные копчелики. Доставка объекта 7-8-2. Необходим кинетический модуль для дальнейшей транспортировки. Нормальная идея, кстати, я думаю, будет вот сейчас просто взять, уехать наверх и сверху перестелять скриппозьминого резака, лол. Потому что, а чё мне мешает, лол? Ну да ладно, сейчас просто подождём немного врагов, перестеляем их отсюда в избоя, менее безопасной точке. Блять. Вот что раздражает в этой циркулярной пиле, Это то, что иногда она пролетает не туда. Так, сейчас мне больше будет нужен плазменный резак. Это я вам сразу говорю. Потому что как только мы начнём двигать эту хреновину... О! Взрывчатка, гай. Минус челик. Дек, изи, протащил обелиск 2 метра, убил всех, тащил ещё 2 метра, затянутый и скучный момент, говорит, ноунейм. Но я тоже так думаю, то есть типа это суперлёвкое. Что-то так, глядь, сделать и... А потом сюда. Проблема в том, что здесь точка респы есть, из которой могут нападать. То есть они могут здесь нападать, в принципе, начинать. И мне это не очень нравится, но что поделать. Там вентиляция вроде бы есть. Так, плюс кредиты, заебись. Так, Антон, тебя... Давай тоже... Дадим предупреждение. Давай без это... Без урынных чатов. Просто мне не очень можно читать чат. Блядь. Не говорите мне, что я уже сдох. Блядь. Не говорите мне, что я вот сейчас сдох. Блядь, блядь. Можно мне пощады, пожалуйста? Блядь. Пощады. Продолжаем. Поэзия, душа, 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 творчество внутри тебя. Ну что поделать, что поделать? Антон, бывает. Ну что поделать? Просто реально, мне... Я когда иду в чат смотреть и вижу какой-то хрень, который, в принципе, комментировать не нужно, мне не очень комфортно. Потому что я же не вижу издалека, что у тебя там поэзия. Не могу заранее понять, что я это написал. Страница Монгария. Теперь ты сможешь обучить, что ты успеши. Пожалуй, у меня, наверное, другую сторону, да? Блядь, можно хоть что-то теперь нажать? Просто взялись, и меня откуда, блядь, 10 тысяч некроморфов. Просто ебучая монгольская армия некроморфов. Из кустов. Ещё пиздюки, блядь. Душа, пиздец, ребята. Отовсюду просто, отовсюду спаунится. Ну что, ебанутые, что ли? Кто это придумал? Кому втащить? К тому втащить из-за такой спаун врагов. Просто охренеть. Не, хентай здесь есть, я говорю, я уже говорил один раз, что если бы в этом, если бы это была японская игра, я бы играл бы явно за какую-нибудь девушку, инженера. И вариант смертей бы главного героя выглядел бы немножко по-другому. Возможно, даже не совсем смерти. Maybe это были бы даже не совсем смерти, кто знает, кто знает. Так, что-то мне хочет играть туда, да, чтобы я попал, окей, понял. Инженерка, инженерин... Да я не знаю, инженерка. Мне кажется, так правильно. Не инженерина, а инженерка. Ну как её можно назвать инженериной? Это же просто капец, это же какой-то надмозг. Хоза, хоза, как можно назвать инженериной кого-то? Я ещё могу понять княгиню, там, графиню, да, но не инженерину. Чебанутые, что ли, какая инженерина? Короче, не знаю, чё, но Никитон очень похож на этого, на... Как это называется сейчас? Сексиста, вот. Только не в сторону того, что он мужуан и всё такое, а в сторону того, что он за женщин. Хочешь японскую игрушку с тентаклями и нейрошлемом? Да я думаю, можно что-то такое найти. Инженер Тянкс, тоже неплохо. Тоже неплохо. Инженер Ридер. Это он такой себе. Как по мне, не очень женственно, я думаю. Ну, реально, такой себе по женственности. Так, а ещё я, по-моему, сейчас хилок проебал, просто пиздец. Потому что тентакли ебаные, они имбай, они контрятся. Хотелось бы сказать. То есть, реально, посмотрите на эти тентакли. У меня вообще остались хилки интересного персонажа. Я просто даже щёлкал всё подряд. Ясно, понятно, вопросов не возникло. Так, ладно. Берём турборезку. Я говорю, блядь, берём турборезку. Хоть на одну кнопку возьмём. Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на печальную палубу. Чёрт. Мне придётся лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Ну, удачи тебе, блядь. Чё я могу сказать? Вообще, на самом деле, не знаю, как вам, но мне дико насрать. Потому что сейчас не будет вообще. Да, была бы сомнительная смерть. Могу тебе так сказать. Реально звучит, как очень, очень, очень не крутая смерть. Ну, типа, сори, чувак. Я не мог удержаться, это бой сильнее меня. Без обид, как говорится. Без обид. Давай останемся друзьями. Так, плазменную энергию я, пожалуй, наверное, себе залутаю сейчас. Всё хорошо, возьмём патрики себе для плазменного пистолета и будет всё ок. Блядь. Просто сколько у меня всего накопилось, ребята. Я обычно не удоман, но в этой игре приходится удоманить. Ты не знаешь, что такое Том Харди? Really? Как можно не набирать Тома Харди, ты ебаный, ты что? Не, вот здесь уже реально жёстко. Не знаю, как можно реально в 2К18 не знать Тома Харди. Да, это реально ненормально. Не, это ненормально, нихуя, это не бывает, Антон. Это реально пиздец какой-то. Том Харди, блядь. Том Харди. Серьёзно, Том Харди не знаешь. Зашквар. Пиздец какой-то. Да. Не, ну это реально, это слишком жёстко. Не знаю, как Юси ты с этим вообще живёшь, на самом деле. Локат, макатак, нормали, нормали. В смысле нормали, нормали? Не слушай их чат, они ебанутые какие-то сегодня, я вам отвечаю. Юси, я тебе отвечаю, это неадекватно ни хрена. Не знать Тома Харди это очень жёстко. Да вот-вот, кстати. Кстати, нет. Стоп, секундочку, блядь. Том Харди не снимался Мстителей, чё-то огонь его, блядь. Не, ты не шаришь, мне сождаются имена, да я тоже не особо запоминаю имена, на самом деле. У меня вон, я ночного коменданта Пашу, соседа моего, между прочим, полгода Петей называл. Пока он мне прям не сказал, что он не Паша, а Петя, я вообще, если ещё раз назову его Пашей, ой, Петей вместо Паши, то мне пизды даст. В тот момент, конечно, я получил его имя, а так, ну, это был зашквар зашквара. И всё такое. Так что да, чёрт убери, Юси, это жёстко. Ну, блядь, одно дело... Стоп, это начало игры, что ли, рили? Это, по-моему, реально начало игры? Чего, блядь? Я, я, по-моему, реально в начале игры попал? Чего, блядь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наружена опасная аномалия. Активирован режим гарантии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, ебаный спаун Который спаунит врагов за спиной Просто пиздец, блядь Ну кто догадался Вот здесь, блядь, ставить точку спауна Пиздец Вроде думаешь, что такое нормально Зажался в угол и тут на тебе, блин, прямо у плеча Челик, вот же суки Ребят, запомните, как делались разработчики Не будьте как они, они реально пидорасы Ладно, подходимся и норм В чем, не тебе одному Тем временем, Антон, да может быть где угодно Да может где угодно быть, но ты не вспоминаешь Вот я про том же Кто такой Антон Хардли, Квэмми, нет такого актера Как Антон Хардли По крайней мере, я такого не знаю А Том Харди, если что, это челик Который играет сейчас в Венома, блядь Который играл в Бэйна Отлично, я собираюсь пристыковать шаттл Надо быть очень осторожным Очень Так, какая-то осторожность А, челик пришвартовывается Естественно, разобьется, это будет фиаско Минус шаттл Они посадили дебила потенциали Могу подвести челнок Автомат загрузки не отвечает Тебе придется отключить гравитацию И вручную подвести обелиск Под нищий челнока Блядь, звучит очень замороченно В смысле, а я как туда попаду Блядь, че, ебанутый, что ли? Как я туда попаду? Гравитация-то включена, небось? Охуенно, у них карантин, вентиляция не прикрывает Я про тоже говорю, типа, ноуны На самом деле, в игре, если так думать, если чисто по логике подумать И пытаться обосновать какие-то нюансы То понятно, что игра, на самом деле, не проходит Знаешь, проверкиваем, ну, на логику То есть, реальный карантин, в котором, блядь, вентиляционные проходы В космическом корабле не проходят В котором переборки, блядь, ну, между космическими этими, блядь, отсеками Они из дерьма То есть, по факту, даже если бы, даже если бы начался полный тотальный пиздец По факту, изолироваться в одном отсеке от остальных отсеков В космическом корабле не должно быть никакой проблемы Только по той причине, что ебучий космический корабль создан должен быть таким образом, что он является ячейками. Ячейка, 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 ячейка. На случай разгерметизации, декомпрессии, чего угодно в любой из ячеек, чтобы весь, блядь, корабль по пизде не пошел, не началась, блядь, степная реакция и там эффект домино и так далее и тому подобное, все части корабля, очевидно, должны быть изолированы, максимально быстро изолироваться друг от друга, на максимальном уровне. И почему, почему, блядь, в игре это не работает, я хуй его знает. Почему некроморфы ходят по вентиляции, я хуй его знает, серьезно. Это максимально вредово. Ты пытающих пару дегенераторов кинем. Бэйт равно саппорт из доты, говорит тем временем Коэми. Да, именно его играл Том Харди, ты все правильно понял. Ты все правильно понял, Коэми, так оно и было. О, там на рельсах или рядом есть одна статуэтка. Вот. Тем временем, говорит Антон. Окей. Том Харди снимался выжившим, тогда он главный инвалид. Да, 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 конечно. Ну, типа, Юси, на самом деле, повторюсь, не знать сейчас имен актеров, это очень жестко, потому что я, например, вспоминаю имена актеров. Но вообще я из-за индустрии слежу кинематографа, то есть я как бы стараюсь более-менее разбираться в том, какие фильмы новые, типа норм, не норм, поэтому как бы я немножко шарю. Скажем так, мэйби из-за этого я шарю, ты нет, типа нихуя. Так просто они любят проветривать космические корабли, да. Ищи внизу статуэтку, сейчас буду смотреть. Вообще не знаю, таких, говорит Антон, не знаю, что он несет. Это тоже правда, залезает атмосфера, форточки открывают и проветривают. Никита, Никитон, я очень не люблю на стримах шутки, которые связаны с этим, как его, с СС-кой. И максимально не люблю, когда это все вот упоминается вместе. Старайся так, если как-нибудь так и шутить, то так, чтобы люди, которые не знают ее, тоже могли примерно понять, что происходит. Почему мне это не зовут, а? Блядь. Хе-хе-хе. Ладно. Ищем внизу, ребят, статуэтку. Наверное, вот здесь где-нибудь, да? На рельсе, мне говорили, здесь будет статуэтка. Что-то я, блядь, смотрю. А, вон, наверное, слушайте, вон какая-то хрень. Сейчас заберу ее, Антон. Спасибо, конечно, за совет, братик. Да, но... Какой, блядь, залутать? Пенга. Поднять. Ребят, не знаю, что это такое, но... Что это такое? Пенга всегда что-то прячет, ясно. Она, да, ура! Да, ребят. Ребят, ну, ёпперстэ, все-таки. Не надо забывать, что вы имеете, как бы, опыт общения с лучшим в этой игре, поэтому, как бы, это и не удивительно, что я справился. Было бы удивительно, если бы я не справился. Это очевидно. Ну, ладно. Так, нам вот туда, в общем, отключать гравитацию, теперь нормально. Теперь продай ее. Где он ее прятал, говорите о Микоэме? На рельсе, брат, на рельсе. Так, не помню, где-то здесь вроде магазин был неподалеку, но это не точно. В общем, короче, потом продадим ее. Я так подумал, потом ее продадим. У меня, кстати, почти... А, у меня уже весь инвентарь открыт. Лоу. Так, получается, шестого уровня костюм... Шестого уровня костюм, наверное, это финальный костюм, да? Гравитация включена, выключена. Понял, принял. Пока не трогаю. Так, берем плазменный резак, потому что что-то мне сейчас подсказывает, что плазменный резак сейчас будет несколько полезнее. И поехали. Зона невесомости. Зона невесомости, ребят. Стоп, тогда можем лететь туда и залутать там ништяк. Помните, который там лежал? Так, вот он. Летим у ништяка, ребят. Хорошо, крепко. Так, теперь... Сюда. Я, блядь, ничего не оставлю, ребят. Вы как бы сори. Может, забыли, что имеете дело с евреем, который не упускает ништяков в игре. Но вот напоминаю вам, ребята, что я максимально жадно прохожу. Если я знаю, что где-то лежит ништяк, я его не упущу ни под каким предлогом. Так. Куда мне нужно идти? Как-то сюда доставить обелиск, да, я так понимаю? Может, интересно, получится как-то заспидранить эту миссию. Просто быстро как-то столкать или что-то типа такого, нет? Не нравится мне то, что рядом здесь стоят пачки взрывчатки. Так, первый пиздюк, который откроет свое ебало, получит бочкой. Я предупредал. Пиздюки, блядь. О, сука. Мелкие спиногрызы, ненавижу их. Давай, 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 давай. Ну же, покажи, что ты умеешь пиздюк. Я так и думал. Ты тоже еврей, дай пять. Но я имею в виду, я этот, не true еврей, скажем так. Не совсем еврей. Я просто веду себя, как еврей в играх. Вот и все. Звуки выкатывающейся мерка. Кого, блядь? Пиздюк, блядь, мешается тут. Так, ребят, ну скорее всего... Но скорее всего... Сейчас окажется, что двигая эту хреновину через какие-то определенные позиции на рельсах и так далее, я буду спаунить новые пачки врагов. Меркава, основной боевой танк Израиля. Ясно понял тебя. Потрясающие, как говорится, файсенейтинг знания у тебя. Я прям реально удивлен. Так, хорошо. Плюс патрики для... Еще это может плазменные его пистолеты. Это очень круто. Ну, резака вообще. В смысле, блядь? Так, блядь. Что такое? Почему он застрял? Ну, так, что ли, надо сделать? А, секунду. Блядь. Серьезно, это есть вся загадка, рили? За кого они нас держат, ребята? За дебилов, да? Что за блядь неуважение? Пиздос. Зачем? Зачем это было сделано, рили? Зачем? В чем, блядь, смысл, ребята? Кто не понимает? Что мне с этой хуйни начинает жопа нас, наверное, подпекать? Так, пиздюк. А, не, не пиздюк, оказалось. Блин, они прикольные, кстати, потешные. У тебя достаточно чисто визуально. Очень потешные, на самом деле, эти враги летят. Вот серьезно, максимально забавные челики. Челебрейстеры, челебрустеры, в конце концов. Так, нам нужно ее завести под корабль, да, если не ошибаюсь? Ой, да насрать. Что там заспаунилось, ребята? Я просто сделаю то, что нам требуется, и валим отсюда, нахуй. Пиздюк, стоять, не сосать. То же самое пиздюку номер два, блядь, сосать! Ненавижу, ребята, их просто ненавижу. Это реально самое мое нелюбимое видо врагов в этой игре. Просто потому, что они бегают, что-то прыгают по стенкам, душат, звучат как-то очень плохо. Вообще неприятно. Время сложных головоломок, да нет, не сложных. Ну, блин, просто понимаете, это максимально, мне кажется, бесполезной головоломкой. В том плане, что она, ну, как бы, головоломкой не является по факту. То есть, ну, что мне там надо сделать, реально? Мне надо просто догадаться, что это хрень использовать. То есть, нафига? Вот зачем это искусственное продление из, ну, игры? То есть, это реально максимально, ну, как бы, максимально тупая головоломка. То есть, я не знаю, кого она может, в принципе, ну, как бы, так сказать, кому она может вызвать затруднения. Только у дебилов. Как же понимаю, я, типа, стример, и у меня могут появиться затруднения. О, это опять же маловероятно. Сейчас я и не уделюсь, а я, кажется, как это полный пиздец. И к шару будет сложно пробиться. Я готов, я лечу! Да, летим, летим! Летим, братик, летим! Всё, ребят, полетели с ним, это челик, он хочет лететь со мной, у нас будет совместная любовь, ребят. Всё, хорошо. Теперь мы будем жить вечно, ребята. Отлично, отлично, отлично. Это и есть пиздюки. Да я знаю, что это пиздюки, я же про то и говорю, что это пиздюки. Я в курсе, что это дети, братик. Да, да, да. Чё? А чё это его убило, Волк? Есть инфа? Какая Амелия? Ебанашка, у тебя, блядь, дырка в груди появилась, Волк. Чё за... А? Ты чё? Постой! А как же я? Прости, Айзек. Ах ты, мразь. Я не знаю, что так вышло. Я говорю, ребят, что эта тёлка нас кинет. Я говорил, блядь, что она нас кинет. А я говорил, блядь. Сука. Ебаная мразь на тёлке, блядь. Все девки, ребят, тупые суки. Знаете, блядь. Вот, я серьёзно. Вы уж извините, конечно, но это просто пиздец. Ебаная мразь. Забаньте, за спойлеры, говорит Антон. Да он не знает, он не проходил эту игру, он просто предполагал, алё. Вот, сука. Она скинула. Мы даже обошлись без помощи её Сэм Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Да ты мразь, Ебаная. Вроде тебя ебал. Соси. Разбейся. Обоссысь. Выбейте её кто-нибудь, пожалуйста. Кто-нибудь выбейте её в лес, сука. Кстати, ребят, давайте, знаете, что сделаем? А Хьюстон здесь? Хьюстон, ты здесь прям как слышно? Хьюстон. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Я бы самую выбрал, но не могу она в космосе и в другом городе. Я ещё бездет. Это чисто проверка на мудрое. Кейн был прав насчёт разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня. А вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. Соси. А теперь прощай. Мразь. Могу выезжать с собой. Я люблю тебя. В смысле любишь меня? Ты мразь. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я... Я в диспетчерской. Пожалуйста, пожалуйста, молю, Айзек. Ты не может быть. Ты существуешь. Ты не любишь меня, ты мразь. Почему я должен тебе в диспетчерской? Что за хуйня? Да кулаком-то это ясен хуй, но это как-то сложно кулаком дотянуться в космических масштабах, блять. Сука. Жопа горит. Ладно. Не нравятся мне эти звуки. Ладно. Ага. Мерзкий вид врага. Так, можно мне отпустить правую кнопку мыши? Я уже не жму её. Перестань прицеливаться, прицеливаться Айзек. Я не хочу прицеливаться. Алё. Что за... Он у меня вечно теперь прицеливается, ребят. Есть информация, как это фиксить, блядь. Как пофиксить то, что Айзек не хочет мне прицеливаться. Что за эйфория? Антон, завязывай с капсом, пожалуйста, ребят. Завязывайте с капсом, я уже устал так читать, ребят. Мне очень удобно, когда весь чат в капсе, пожалуйста. Давайте без капса. Так, ты пока ни разу не ошибался. Если с ГГ с ним говорит, он помрёт. Говорит, да мне кажется, здесь единственный, кто выживет. Это Айзек. На самом деле, это очевидно было. Типа все сдохнут, кроме Айзека. Потому что Айзек главный герой. Все остальные должны сдохнуть. Всё просто. С капсом. Нет, без капса, ребят. Потому что это пиздец, как не это самое, неудобно. Блядь, чему вам вечно прицеливаться? Есть информация, чё за корня? Так, F5. Может быть, какая-то кнопка есть, типа вечного прицеливания? Ну-ка, блядь, сейчас быстренько управление чекнем. Основные элементы управления. Вечный прицел. Ищите что-нибудь такое. Так, ищейка оружия. Раз, два, три. Влево, вправо, икс. Так, удар. Ага, понял. Так, ищейка оружия. Влево, вправо, карта, рюкзак. Ого. Меню паузы. Угу. Отмена записи меню. Понял, не то. Управление прицелом. Прицельная стрельба. Правил. А, ну, наверное, знаете, что можно сделать? Просто отключить мышку. Как вам такая идея? Мэйбед из-за неё тупит. Кто знает. Вот так вот. Прицельная стрельба. Включить капс. Блядь. Капс. Ребята, капс. Всё, понял. Это был капс. Я попросил вас отключить капс, ребята. Вы отключили, надеюсь, да, все? Потому что даже... Мне даже в игре капс руинит немного. Сука. Так, ладно. Это я, пожалуй, заутаю. Если никто не против, поехали. Айзек, она на ногу пойдёт, что ты будешь встану... Так, не знаю. С капсами, с капса. Так что занимай эйфорией. Эйфория хентай. Так и называется, блядь. Забыли о хентай-эйфории. Я думаю, ты его быстро найдёшь, блядь. Сейчас люди появились, блядь. Что за... Айзек? Айзек это я. Наверное. Я лучше не думала, что мы снова встретимся. Я тоже. Прости за всё, что я сделала. Я не хотела причинять себе. Ты должен вернуть его обратно. Ты сможешь управлять человеком отсюда. Но как? Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Можно сейвануться? Я что-то на очко с этой хуйни присел. Мне просто не очень нравится, как ведут себя мониторы и всё такое. Можно сохранить облес? Блядь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ты какого чёрта ты наделал? Ты совершаешь большую ошибку. Сосед. Это ещё не конец. Обратно, блядь. Сюда. Сюда иди. Сучара, блядь. Куда ты пошла? Вот так вот. Блядь, просто бери и гугли, чувак. Как можно не смотреть, блядь? Как можно что-то начинать просить в чате, если даже не попробовал загуглить, блядь? Вот просто серьёзно. Это максимально, 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 блядь, элементарно. Челнок выпустил капсулу. Так, понял. Челнок выпустил капсулу. Это она убежала. Да, тебе не уйти, сучара, блядь. Какая ж тебе пизда, ребят. Смотри, у меня Антоха. Я реально, я раздражён капсулу. Давай аккуратнее. Ты спеши, садись в челнок, и она встретит меня там. Рили. Ребят, ну вообще, я вам сразу говорю. Я, к сожалению, помню концовку игры, но я ей бы не доверял, блядь. И без этой хуйни, вот честно. Я бы вообще не доверял, ни в коем случае. Потому что это, ну это суперподозрительная хуйня. Так, можно же свалить отсюда, пожалуйста? У меня вроде бы... А, наверное, это потому что, блин, челнок не приштыковался, да? Типа, окончательно. Так, всё сохраняемся, потому что чё-то попахивает какой-то хуйней. Да можно просто загуглить, мне кажется, вот серьёзно, к вами. То есть, просто гуглишь, и у тебя уже как бы и название есть, и так далее, и тому подобное. А дальше можно и во ВКонтакте, я уверен, найти, и где угодно найти эту хуйню. Она ж дико, дико этот, вирусная, на самом деле. Хуйня-то твоя эйфория. Что я никому где угодно найти. Может, даже на этапчике есть, кстати, не удивлюсь. Или какие-нибудь обзоры на неё. На этапчике. Опять же. Вот серьёзно. Обзор на этапчике, я уверен, есть. Вот это вот прям вот сто процентов. Прям вот, блядь, вот сто процентов. Можно, блядь, использовать, блядь. То, на чё я нажимаю. Короче, это моя, блядь, труба резкая. Так, нормально. Так, чёрт, я так понял, у вас там идёт полноценное обсуждение различного рода хентаев, да? Очень интересно, конечно. Очень интересно. Молодцы, молодцы, чёрт. Я, блядь, горд вами. В скобочках нет. В скобочках нет. У неё, у неё вообще не возникает подозрения, что она всё время за ним ходит, да? Да ни хрена не верно, чуваки. Да никакого вместе, отвали от меня, стрёмная тёлка. Теперь нас ничто не остановит. Сейчас же. Эльфы или полулюдь, спрашивают, тем временем, коими. Эльфы очевидные. Я хуй знает, как можно, зачем выбирать просто полулюдей, когда есть эльфы. В 2К18-ом. Эльфы у ёбочных только в одной вселенной, это Дивинити. Мне там больше всего не понравились эльфы. Там у них прикольный концепт, но они не эльфы, нихрена. Это вообще какие-то твари. Хз. Ты, вон, ты пойдёшь спать, спокойной ночью. Давай, спокойной ночью, Атоспит, иди пока можешь, потому что сейчас уже будет крайняя 12-ая глава, после которой я тоже буду заканчивать. Ты больше по играм. И пока, оказывается, что навраг, говорите, Атоспит. Не, пока ещё ничего не оказывается, но в любом случае, в любом случае, типа, я бы не верил на месте Айзека ей, потому что здесь очень много стрёмных моментов, связанных с её поведением. Ладно, последняя глава. А, мёртвый космос, или Dead Space в оригинале. Заденьте двор, стреляешь, наверное, понятно, ночью. Не все ночью. Но я так понимаю, это не ты уходишь, а ты челику желаешь, который уходит. То есть ты с нами, и всё такое. Ну. Ребят, это, сразу говорю, это крайняя миссия в этой игре. То есть больше уже не будет. Это я 100% помню. А ещё мне, наверное, стоит пока мест походить с трубой, трубой вот этой хренью. Труборезкой. Кто там уходит? А то спит, а то спит. Или как называют вакуами, это спит. Иногда он этот делает футфейс. Достаточно забавная шутка. На никнейм у челика. Доиграешь сегодня? Да, я сегодня допрохожу до конца. Я сегодня допрохожу, завтра будет Hotline Miami 2, ребят. Завтра, наверное, на HTM пробуем проходить. Потому как, сами понимаете, Hotline Miami штука хорошая. Блин, прикольно, на самом деле, выглядит всё это дело. То есть вот, это астероид, который держит какие-то гравитационные захваты и так далее. Именно с этого астероида над ним висит Ишимура, который его как бы добывает. Ну и здесь, как видите, людишки... Им, короче, не повезло, ребят. У людей проблемы. Здесь. Да, Квами, именно вот этот вот смайлик я имел в виду. Так, здесь что-то можно запитать. Воу. Так, секундочку, блядь. Походу, сюда я не особо хочу, да, идти? Да, ребят, не забывайте, опять же, что если нравится трансляция, можно подписаться как на сам канал, так и на группу ВКонтакте. Обелиск нужно вернуть на своё место. Используй погрузчик, чтобы перенести его и поставить на пьедестал вдали обелиска. Верни на место то, что было украдено. Сделай нас единым. Легко, ебать. Не ощутил. Ребят, не знаю, как вы, но я реально не ощутил. В отличие от вас, я вообще не ощущаю. Мне кажется, это суперлёгкое. Уже, ребята, это не остановить, понимаете? Уже слишком... Айзек уже слишком силён, ребят. Айзека уже не остановить, блядь. Ребята, просто не остановить. Слишком, слишком качок. В тот момент, когда уже персонаж, понимаете, он перекачан настолько силён, что просто импаси брут и килл и прочее дерьмо. Так, знаете, что можно сделать, кстати говоря? У меня есть немножко узлов, и это означает, что, во-первых, можно, наверное, подкачать вот эту хуйню. А потом, в принципе, я бы, наверное, подкачал бы себе ещё хрп, но мне впаду. Поэтому, в принципе, ок. Пойдём просто дальше. Коидей должен зарядиться. Да. Ещё можно и подсейвиться вообще крепко. Хорошо, хорошо. Да, перезаписать, конечно же. Этой. Э? Этой? Чё? Чё за звук? Я называю его Слендермен, потому что он, мне кажется, похожим отчасти. А метро будет тоже. Да-да-да. Метро тоже будет, Юсь. Но не отказываюсь я. Не отказываюсь от этой хрени. Хрени. Это уже было не оставить после выпуска СПТУ по специальности космического инженера и уничтожителя некроморфа 5-го разряда. Да, так оно и есть. Да, так оно и есть. Ещё можно в магаз зайти, говорить о временном нейм. Да, реально? Здесь магаз реально есть. Я просто думаю, что в финале игры уже, знаете, магаза нет. Хотя это достаточно тупо по факту. Потому что ведь я-то, блядь, не пальцем делаю, но всё-таки, блядь, извините. Типа, целую игру я экономил Патрики. А мало ли я перед ласт-боссом просто скинул всё. Мне что, всех руками, блядь, с люхобойками местными пиздить? Это же бред просто будет. Так, ты... Можно всё-таки взять его? Алло. Чё-то нажимаю на кнопку, он игнорирует, вол. Сука, игнорщик. Так бывает. Наверное, это было случаясь. Какое метро? Блядь. Антон, давай я тебе так скажу. Ещё раз увижу сообщение капсом, получаешь бан. Я заебался тебе, объясняю. 20-33. Братик, учись писаться без капса. Я заебался. Серьёзно, ребят. Очень сложно читать с такой чат. Очень сложно читать. Это Эндермен из Майнкрафта. Кстати говоря, отчасти тоже похож он для меня. Ну, Эндермен, мне кажется, слизан с этого. С какого? Слизан. Эндермен, мне кажется, слизан со Слендермена. Поэтому они, в принципе, и похожи чисто по... Не знаю, просто по наименованию. О, них херой. Насилипенг стоит. И тридцать, хватит. Нормально. Плакат Макатак. Ещё и алмазный полупроводник. Ёбаный в рот, ребята. Это фукчам какой-то. Ладно, Патрики я, наверное, убрасывать не буду. Аптечки тоже пускай остаются. А вот это вот всё остальное, наверное, продадим. Типа нафиг оно мне не нужно. 105 тысяч кредитов, ребят. Мне кажется, мы сейчас можем так прокачаться, что... Не знаю. Что по чампе можно будет не останавливаться. Или здесь есть... Вопрос. Если сейчас в прохождении можно добыть шестого уровня костюм защитный, то самое время мне на этот вопрос ответить. Если, если костюм, костюм следующего уровня открывается только после прохождения основной игры, то говорите мне. Самое время. Вот какая часть. 20-33. 33-й. Самое первое стало быть. Жаль, то Тоху Эв, говорит Тюрем Куэм. А что, он сдох, что ли? Стоха? А, ты про Антона этот. Кстати, я думал, ты про Тоха у Агвинового, сука. Сообщение Капсом? Капсом. Да не надо писать. Я заебался уже. Чего не сказано? Да Антона, Антона, конечно. Стримеры, они врут, говорит Тюрем Куэм. Антоха, смотри у меня. Леон. Давно не видел, кстати. Привет, привет, привет. Видели Fallout 4 в Нью-Вегас? Музыка кайф. Нет, не видел. Надо будет потом посмотреть. Но это уже после трансляции. Сейчас мы допроходим Dead Space. И maybe тогда там у меня будет минут 10. Я, может быть, гляну, если мне скинут трейлер, я посмотрю. Если вам этот... Ну, если так это интересно, то гляну. Почему нет? Шестой уровень только прохождение игры, как говорит Вики по игре, говорит Дауденка. То есть нет смысла мне оставлять бабки на новый, типа, костюм, да? Ну, просто мало ли, еще один есть. Правда, если тратим все бабки на узлы, еще? Попаемся. Просто закупаемся по максимуму, и все. Виктор Павук. Какой, блядь, Виктор Павук? У вас все в порядке, чат? Не знаю, я иногда говорю, я просто иногда боюсь даже в чат заглянуть, потому что там такой дичь несут. Это просто капец. Так, ладно, труборез, давайте чекаем. Труборез меня устраивает. Клазный нарезак. В принципе, можно скорострельность повысить, на самом деле. Но ладно, хер с ним. И КС. И КС есть вот эта штука, и я ее хочу почнуть. УКП, ребята, максимум здоровья. Хорошо, кинезис модуль. Увлечить радио стрельбы не интересует. Длительность тазис модуля. И остается еще целых пять узлов, которые некуда потратить, на самом деле. Можно, конечно, всякое подкачать, но я предлагаю сделать вот что, ребят. Примерно вот так вот. К сожалению, переходит новое прохождение, так что если у тебя будет ста как резис, ты сможешь на старт купить шестой. Я знаю, я знаю, я типа играл уже, я проходил, я помню, как он выглядит, а мне не нравится визуально. Не шарчайте, как обычно говорят Кламида. Конечно, нет, блядь, когда вы несете какую-то дичь. Типа ты несешь какую-то хуйню, Кламида, я как буду в этом разбираться, блядь. Это Виктор Паук, какая-то хуйня, блядь. Брось, брось, рассказывай мне, скажи про то, что типа стример. Стример не разбирается в чате, и стример вообще тупой. Просто ты несете хуйню, вот и все. Ну, может не все, но конкретно ты именно хуйню несешь. Поэтому, как бы, сори. Так, Патрике, я не откажусь. Потому что, опять же, очевидно, что мы уже прямо перед самой финалой игры, и поэтому сейчас очевидно, что будет самая жесткая битва. Я думаю, это, знаете, это не аудиозапись. Я думаю, это не аудиозапись. Не аудиозапись, если что. А типа челик просто вышел на связь. Я еще так думаю, что за херня. Какой, блин, под конец игры какой-то челик, какой-то непонятно откуда взялся, что за фигня. Квайми, не знаю, не знаю. Конечно, может быть досадное упущение, но мне как-то не особо напрягает. Так, так, что мне теперь нужно делать? Показывать, куда-то туда идти. А что мне здесь делать в углу? Так. Даже немного, знаете, напрягает, что я столько бегаю, а врагов еще нету. То есть я уже привык к тому, что ты уже в это время, ты в это время уже попиздился, не знаю, что ли не со всеми подряд. А тут вообще ничего нет. Реально непривычно. Так, по-моему, вот эту штуку надо, да, подтянуть? Наверное, у нее сейчас погрузится местный обелиск, и мы будем идти дальше. Так вот, Леон, как ты понимаешь, типа, интересно, спору нет, но надо потом будет ввенеть. Так, вот так. Ну вот, я об этом и говорю. Теперь можно сюда нажать пульт погрузчика, и начинать двигать наверняка обелиск, чтобы вернуть его на место. Ну, в третьей части, кстати, соберись, как круто сделано все. Реально круто. Нет, вот, кстати, единственное, что у меня на Виктора Паука, это самое отзывается, хотя бы какими-то ассоциациями. Это я видел анимацию, называется Cliffside. И вот мне Cliffside прям понравилось, очень крепко смотрится. Такая нормальная анимация, такая крепкая. Че за... Ты будешь двигаться-то дальше, алё? Так, в принципе, она, по идее, должна с этой стороны пойти. Там, с этой стороны, какой-то пульт здесь тоже? Контроль за слонок от ключом. Серьезно. Что это такое вообще, как это фиксится? Ну ладно, предположим, где-то здесь давненько должно быть что-то. Ай, блядь! Прикольте мне, что всё, это минус-персонаж. Ой, фух, господи. У меня уже жоп чуть... Я уже готовился, этот, ребята, что сейчас пригорит. Пригорел, равно проиграл. Серьёзно. Я уже думал, всё, пиздец, сдох от тока. И эйфория тут же склонимская, блядь. Так, а что дальше-то? А, с той стороны активность... А, здесь тоже активно, нормально. Так, фух, нормально, ребят. Локат-макатак, нормали-нормали. Гляну заодно про Вейвар. Там всего лишь взвод пехоты был примерно 20-25 человек. Опять же, блядь, как... Каким мясом закидали, ты ебанутый, что ли? Типа, смотри, как бы, Никитон. Ну, понимаешь, какая история? Была капсула. Капсула, в которую черномазый ублюдок закинул одного, одного некроморфа. Спасательная капсула с одним некроморфом. Я ещё... Я вот, ты говоришь, прохождение прямо сказал. Я прямо сказал. Сука. Что я бы лучше этого некроморфа кончил, потому что никак они хуйня потом поймают, им пизда придёт. Они ловят эту капсулу с одним, одним ебучим некроморфом и подыхают. Как это происходит, я типа хрен его знаю, серьёзно. То есть в игре она показывает эту капсулу, которая скидывает черномазый ублюдок, который, сука, один некроморф. Реально, он в неё прямо заманивает одного некроморфа и скидывает её. И потом она же и вспывает дальше. Какого хрена их там было больше, я хрен его знаю. Они ещё с эшимуры полезли. Каким образом спасательная капсула с эшимуры отстреливается мгновенно с одним некроморфом внутри? Каким образом ебучая капсула, которая отстреливается, хуй пойми как в космосе. Как на неё могут попасть ещё ебучие некроморфы. Если спасательная капсула всегда устроена так, что она отстрелилась, она уже отдельно от корабля в космическом пространстве. И как можно... Скажет секунд, как можно дальше от неё расстояние набирать. Потому что она, блядь, что? Спасательная капсула. И суть в том, чтобы что? Съебаться потенциально от корабля подальше. Потому что зачастую, спасаясь с корабля на спасательной капсуле, означает, что проблема на самом корабле. И тебе нужно его срочно покинуть. Каким образом, ебучие некроморфы могли, сука, на неё ещё залезть, если её отстрелили и всё. Максимум, что на корпусе внешне могли бы сохраниться пара некроморфов. Если бы они были на корпусе, по идее, челики с корабля Ваор должны бы заметить чисто на корпусе какую-то хуйню непонятную. И тогда бы, наверное, наверное бы, блядь, как-то её расстрелять или хотя бы подумать, как её открывать. То есть, я говорю сейчас, это максимально бредово. Да не, это некроморфы, я говорю сейчас, это вообще бред. Слово некроморфы бы сейчас вы спидите дебилами. Причём, этот корабль, нам потом говорят, он был полон типа наёмников-солдат, которые пиздец, как мощные пиздецы и всё такое. Здорово, Хьюстон, опять недоволен твоим онлайном, ты сегодня прям отсутствуешь весь день, кроме вот двух раз. Очень не круто, нехорошо. Тебя не хватало здесь чуть-чуть. Тебя чуть-чуть здесь не хватало, где-то минут, наверное, ну минут сорта назад ты был бы прям вот к месту. К сожалению, тебя не было. Опять, не надо так, Хьюстон. Вчера молодец, сегодня так себе. Буэйт, это ебучий некроморфис, смирись, говорит, ноунейм. Ну, блядь, наверное, да. То есть, логика здесь не надо, как руководство. Ну да ладно, забанили, спрашивайте время, Антон. В смысле, где тебя, кто забанили? Никого не забанили. Вроде бы пока всё в порядке, сегодня я никого не банил, хотя стоило бы. То есть, примерно буквально здесь минуты прибытия Айзека. Да понятно, что они, типа, быстро свидетели, но всё равно это очень максимально глупо. То есть, ну, это очень нелогично. Там даже ещё несколько выживших вояк было, которых Айзек видел. Так фишка в том, что, типа, ну, блядь, вообще они должны были не бояки проебать некроморфом со старта. То есть, они открывают, блядь, спасательную капсулу, спасательную капсулу. Ну, типа, вот видишь, такая вот хуйня, Хьюстон, у тебя слишком часто. Смотри, завтра всё будет заебись. Ну, смотри, смотри, завтра давай проверим, как у тебя всё будет. Типа, смотри, Хьюстон, на доверие. Потому что, ну, говорю ещё раз, к тебе только как к Модру, всегда есть претензии. Только как к Модру. Модру вщемит, ведь тут всё правильно было сказано. Модераторка мучает пиздец. Так вот, возвращаясь к истории про некроморфом, я вообще не верю в то, что, типа, солдаты могли прибать к кому-то некроморфу. Типа, соло. Типа, ну, как это возможно? Я хуй его знаю. Это нелогично, как по мне. О, прикольно. Стазис. Ребят, так мы можем пиздиться, всё хорошо. Чё, ахуели, блядь, что ли, я спрашиваю? Эээ, мог бы и догадаться. Что сейчас будет пиздево, ребят. Ну, готовьтесь! Пиздево, ребят. Эээ, надо, блядь. Пиздево, ребят. Я слышу еще с другой стороны Ничего не могу поделать этим, ребят Так, а этого, наверное, надо немного потоптать еще, да? Утоптать, так сказать Удобрить его, блять Блять, блять, блять Хмон, братик Ай, еди нахер Не брат, вернее Блять, он на мост попал, воу Активируйся, мост Сучара Блин, все-таки не знаю, как вы, ребят Но я реально тащусь, когда я использую труборезку Она максимально эпична в плане оружия То есть, ну, ты что-то бегаешь Она со вспышкой такой, с дребезжанием Начинает все резать Очень крепко Очень крепко выглядит Страшно вырубает Да нет, ребят, уже поздновато вырубать Уже почти прошли Давайте на волевых, ребят Все Не на очки Все, соберитесь, наконец-то Будьте тряпками, ребят Осталось Осталось всего чуть-чуть все-таки можно списать что внезапно полезный некроморф один некроморф какие некроморфы солдат там не так много было я и ты говорите это максимально вредово один некромор был один и они не ожидали такого дерьма проебали причем опять же внутригоровым источником вот нигерам говорится что типа этот отряд наемников не просто сюда приехал а потому что они типа ожидали что здесь будет пиздец и по факту они должны были быть готовы на место это получался получался получается какой-то пиздец по крайней мере не одному некроморфу с ли не одному некроморфу соляного слили в том-то и дело что непонятно откуда взялись другие некроморфы типа это который прекращать превращает некроморфы все такое то есть непонятно откуда не взялись там все из-за сигнала обелиска погибший солдатика начали привели превращаться говорит а ну мой мэйби мэйби я не знаю как работает чему хрен его знает ситуация нормали нормали но у факта понял тебя понял страшного рвания крепить крепить какая сейчас крайне 12 то бишь последнее все такое ну крайне не последние крайне крайне такой интернадцатого быть самая долгая да не факт кстати по-моему есть подальше главе я хз типа ну по логике вещей может быть и такое да вроде не должно вроде бы не самое типа были мне кажется ну серьезно если так по вспоминаниям были главы подольше так что локат макат так ребята нормали нормали поехали только не знаю куда мне везти эту хуйню но куда-то вот надо везти чё это у нас здесь понял патрики по идее я должен здесь использовать стадис но мне настолько плохо ребят я настолько хорош что я без стадиса здесь проеду вот серьезно мне стадис не нужен хотя стадис здесь в хорошем надо использовать но мэйбе это для консольных чуваков именно немного может слабее управление пиздюк блять слезай туда ой блять еще один пиздюк он скупратиме позвал поэтому это мужской пиздёва раз на раз очкошник проклятый сука план пойдешь давай давай удачи тебе антоха пока пока до встречи спасибо что заглядываю всего доброго пока пока заглядывай если что завтрак 6 вечера стремлюсь 6 вечера на стабильной основе так по мск так блин чему продолжать тут хрень типа называется на местном сленге этот рубиновый полупроводник конец игру на принципе бабки нам пригодятся так вот продолжается карантин че за стоп а мне как дальше идти ибо наши какие-то полезные да теперь чё орёте ибо ну ты что ли ходит нам у рука похоже кстати реально рука похоже звучит карантин снят ребята и зе эйзе хорошо хорошо сыграны неплохо сыграны не находится кстати опять же у меня здесь бесконечные эти есть стазисы то есть принципе это место не должно быть сильно сложным да реально мургау да 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 я ну серьезно согласись все очень похоже на этот на муроков из ворку варкрафт и вообще варкрафт в целом по звуку в футболе и в в ф я Питонские внутренности надо развалить побыстрее, но есть еще пиздеки, которые спаунят две штуки. Так, ладно. Вроде бы развалил и даже без потерь. Кстати говоря, это очень круто. Так, это тоже вроде мертва. Так, этих челиков я на всякий случай, ребята, расчленю, потому что ну-ка в пизду. Ну, все-таки последний этот бой, он сложный самый, я удивлюсь, если там не будет челиков, которые умеют делать из трупов некроморфов, так что, как говорится, ребятки, держим ушки на макушке. Так, теперь можно и в магазин, кстати, закачать. Что у нас там продается? А, знаете, что, наверное, стоит сделать? Кстати говоря, наверное, стоит немножко подхилиться. Ну, не, патрики я не буду скидывать. Вообще, наверное, ничего не стоит скидывать, кроме как вот того, что вообще не используется. А все остальное мало ли останется, пригодится и все такое. То есть лучше пока оставить остальные части. Так, я, наверное, телефончик перезагружу в очередной раз, чтобы быть уверенным в том, что он не лагает, как мразь, и что у нас все более-менее комфортно. Куплю себе вот это. Это на всякий случай оставим. Топлевоогнеметы это продать, разумеется. Ну, а все остальное тоже оставить. Хорошо. Плазменный резак, кстати, стал опять стоить дороже, чем турбометка. Но это неудивительно, учитывая, что я его немного докачал. Так, нам нужно опять протащить сюда будет сейчас этот обелиск. Ну, поехали, блядь, что я могу сказать? Поехали. Неполадки с мостом. Что это значит, блядь, неполадки с мостом? Секундочку. Есть, блядь, хоть одно лаконичное объяснение, что за неполадки с мостом? О, кстати. Сюда иди, к папочке. Чуть-то непонятно, что за неполадки с мостом. Вроде выглядит все нормально. Походу, надо что-то починить, ребята, вот здесь. Ну, поехали чинить. В других вариантах я не вижу. В принципе, мы не раз и не два это делали, так что неудивительно. Так, заметьте. Отстрелить важную часть тела. Хорошо. Так, вообще, надо, знаете, что сделать? Это труборез. У меня к нему патриков больше. Значит, я им подскажу, что в конце игры все-таки квазмин резак будет чуточку эффективнее, чем труборез. Учитывая скорострельность особенно. Блин, в таких местах максимально неуютно, на самом деле, ориентироваться. Я вообще, в принципе, плох в пространственной ориентации, а здесь еще и постоянно ты можешь бегать по кругу, по стенкам, по спиральке, и в итоге путаешься на раз-два. Где Вер, где низ, это вообще максимально неудобно. Ладно. Я уже, на самом деле, не знаю, куда я двигаюсь, в правильном направлении или нет. Надеюсь, что в правильном, ребят. Так, что, я даже залутаться уже не могу, или? Чего, блядь? Что, бавно, что ли? У меня полный инвентарь должен быть. Так, а еще у меня такое чувство, что на самом деле... Только не говорите мне, что я гравитацию включил. А. Я включил вентилятор. Вентиляторы. На самом деле, не вентиляторы, а вентиляторы. Прикольно, прикольно. Как ты, блядь, пробралась? Пиздюк. Как воевать в этих условиях? Алё, когда камера настолько неудобная, блядь. Сука, иди нахуй. Игра. Пиздюк, начну, блядь, с тебя. Ты меня заебал. Вы понимаете, как бы камера же двигается за плечом, а персонаж постоянно меняет свое... Нет, 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 стой. Стой, Патрики, для плазменной энергии, для этих мне понадобится. Так вот, постоянно меняется угол наклона персонажа, и за этим за ним идет камера. Камера постоянно смещается, и в итоге я просто и так не ориентируюсь. А тут еще и такие проблемы, и в итоге... Ну, я не знаю, ребят, как это вообще... Вот здесь как можно адекватно ориентироваться. Я просто хрен его знает. Ну да ладно. Максимально неудобно. Ой, пиздец. Меня уже корцу качало. Пиздук. Меня реально качало, по-моему, с этой херни. О, плюс аптечка, кстати, большая. Хорошо, хорошо. Это, кстати, очень хорошо. Так, а что у меня есть? Ага. Давайте Аду используем. В принципе, пофиг, она очень хорошая фельд. А у меня хп достаточно мало было уже. Нормально. Лакат, макатак. Так. У меня такое чувство, что здесь вообще-то оружие взять. Так, ребята, лакат, макатак. Ты понимаешь мне, что он уже сдох, блядь? Блядь. У меня качу зарядка. Ну что за неудачи? И почему он не сдох, блядь, от целого такого количества патрика в спину? Это же просто капец. Они же вроде уязвимы, пострем, в спину. Все? Нет? Закончился? Вот так вот. И не вставай, сучара. That's how we do it, guys. А, блин, эти штуки, они что-то опасные. Не знаю чем, но они опасны. Вроде бы как. Жалко, что я только подхилился и тут же, блин, и нахер. Тебе прямо вот в этот, прямо в лицо, так сказать. Прямо на лицо. Неприятно, неприятно, ничего не скажешь. Но зато мост починю, ребят. Так, с этим разобрались. Душа, она, блядь, мешает. О, кстати, сейв. Не замечал раньше. Давайте подсейвимся, наверное, что мне мешает. Вот я думаю, что ничего особенного. А я, наверное, альтапнусь, прочекаю, что вообще в часике происходит. Вижу, что ничего не происходит. И камбэкаемся обратно. В игру, так сказать. Так, во-первых, вот этот кусок надо бы вывести. Вообще, в основном, бы его тело куда-нибудь деть, потому что оно реально мешается под ногами. Чуть и рука. Так, стоп. Это, это случайность, ребята, где я мискликнул. В дверь хотел. Ну да, последний миссий же долговато, на самом деле. Невзирая на то, что это, в принципе, интересно, но оно реально что-то супердолгое. То есть, ну, как нудно куда-то тащить этот обелиск, это не очень интересное здание. А почему они вообще мне мешают с микроморфом, блядски? Это что за фигня? Я же вроде бы как делаю это возвращение обелиска. Это же вроде бы как раз-таки то, чего они хотят, разве нет? Вот они же микроморфы именно с этой фигни истриглились. Или я что-то неправильно понял, подождите. То есть, какого хрена? Потому что я только сейчас об этом подумал, что по идее... Не, по идее, если так реально подумать, по идее, некроморфы вроде бы стриглили из того, что они спиздили этот вот самый... Ну, не имя некроморфа, а этот местный, хрен пойми что. Оно стриглили из того, что у него спиздили вот этот вот обелиск. Какого хрена они опять начинают нападать на меня? Хотя я его как бы возвращаю. Непонятно. Так, ладно, сейчас по идее должен быть карантин, ребят. Если я хоть что-нибудь понимаю, сейчас по идее должен быть карантин. Который как бы помешает мне доставить обелиск и всё такое, нет? А где пиздёво? Не может быть, ребята, без пиздёво. Дальше просто и всё. Скажут, иди, братик, достаточно воевал. Неплохо. Не, ну как бы, может они и зомби, но у них же есть как бы мейн-мозг и всё такое. То есть, ладно, они сами по себе именно вот одиночный враг тупой, но как целостный организм они вроде бы достаточно разумны должны быть. Примерно вот так вот выглядит целый магазин на разум. И вдруг кто-то сомневался, блять. Примерно вот так вот оно выглядит, ребят. Музыка, конечно, эпичная, спору нет, но... Чё за фигня? Так, ладно, берём, короче, плазменный резак, ребята, и не выёживаемся. Блять. Какие-то странные челики. Можешь, блять, развернуть его, аля? Как раз-то направляю шмёкнуть. Ох, сука. Ох, сука, жопа гореть начинает, когда он не поворачивает, на какие-то кнопки не реагирует. Раз они умели ползать по вентиляции, отыскивая выживших, думаю, поумнее зомби. Ну вот я тоже так думаю, что, типа, они не максимально тупые. Они определённо не самые разумные, конечно, твари во вселенной, но и не полные дегроды. И поэтому, опять же, я не очень понимаю, почему они мешают мне, типа, вернуть их обелиск на место. Ну и если только я неправильно что-то понял именно в плане, связанном с обелиском, может быть, обелиск для них не является святыней, а чем-то другим, и тогда это много объясняет. Но в третьей части, опять же, типа, с обелиском тоже нихуя непонятно, поэтому я не знаю, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Жирнее просто всех Некроморфов вместе взятых. Стой, сука, стрелять буду. Наконец-то он вздох. Завутаемся с него. У, сука, пиздуки реально бесит. Так, а тем временем, ребята, обелиск. Прикольно. А, я думаю, это солнце так заходит. Это просто свечение какое-то. О, Николь! С обелиском рядом вышло. Нет. Да не особо. Что происходит, непонятно, ребята, если что. Внимание! Геоорбитальные захваты отключены. Тектонический срез освобожден. Столкновение неизбежно. Немедленная эвакуация из этой зоны. Эта хуйня падает обратно, да? Блядь, этот булыжник падает обратно на землю, ребята. Делать это быстро. Ребят, эта хуйня падает. Эта большая хуйня падает. Активирован режим обеззараживания. Ну, спасибо. Беги, сука, беги. Я уже... Я уже бегу отсюда, вот, чат. Я уже бегу. Ёппа-расоте, какая же нам... А почему у меня пистолет? Почему у меня все это время какая-то дресня, у нее нормальная пушка? Активирование. Даже с учетом того, что ты чертый. Что-то ты не веришь? Сгляни на себя. А лучше посмотри еще раз, ты знаешь, как я ходил. Только на это сразу заканчивается. Ай, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости меня. Прости за все. Так хотелось поговорить с кем-то. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. В итоге, тебе по-настоящему. Нужна лишь такая мелочь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Внезапно, Айзек все это время был поехавшим. Я не знаю, как сейчас у меня здесь происходит, я этого не помню сто процентов. Любил. Это очень много вопросов вызывает. Очень много. Типа, почему Айзек был сразу поехавшим? Почему Анатарас, Майя, почему вы допустили к этой миссии? Типа, зачем вам сразу поехавший инженер? На миссии, которые вроде бы как суперопасные. Или ему как бы показали запись неполную? Да нормально я, чувак. Че ты начинаешь сразу за психа? Давай попиздимся тогда. Подальше от этого проклятого места. А, ты его вон туда утащила. Ты дура. Прощай, Айзек. Да че прощай-то? Тебе пизда, блядь, слышь? Тебе пизда, блядь! Самое время поговорить с Николей. Или кто это такая, не разочайший Айзек, кстати, 43 года. Это не Николь, это тёлка, с которой она этот... Это которая со мной на миссию прилетела. То есть, она была со мной на корабле, и она как бы, я хоть знает кто она, на самом деле. Она как будто работает на какую-то другую контору, и её задачей является вернуть этого Абелиска все-таки. То есть, она типа знала, зачем ехала, ехала за Абелиском и все такое. Ты про сообщения? Я не знаю. То есть, то, что он видит в видеосообщении от тупой девки, вот эта вот Николь, возможно, это какие-то галлюцинации и видения. То есть, у них же здесь были видения плюс галлюцинации, но видели Николь вживую. Возможно, типа это галлюцинации, видения, причём они его двигают дальше по сюжету. То есть, я допускаю мысль, что типа вот какой-то рой, вот этот вот рой, который существует в этой игре, он как изерги в Старкрафте, обладает какой-то вот психокинетической энергией или что-то типа такое. То есть, они могут типа моментально воздействовать на людей, заставлять их вид видения и внушать им свои мысли. Но опять же, это очень много вопросов оставляет, и я типа нихрена не понимаю. Он не сразу поехавший, где-то на середине игры он видит Николь, плюс он не видел полной записи. Да, вот, кстати, я тоже подумал, что может быть ему типа показывали не полную запись, но я непонятно, почему она наезжает, а ему типа ты поехавший, блядь. Ты всё это время был ебанутым и не знаю, от кого ты видишь сообщение. Но это очень странно. А, ну, мэйби, типа она не показывала запись, но он при этом всё получал сообщение от Николи, она увидела это всё. Да, это объясняется, слушай. Он видел не всю запись, да-да-да-да-да, и тогда, получается, она удивлена тому, что он видел сообщение от Николи и вообще разговаривал, типа, с Николи. Я эту пасхалку знаю, ноу-нейм, давным-давно. Эту пасхалку я говорил ещё на первом стриме. Это очень очевидная пасхалка, я знаю. Блин, это очень некрутое место, потому что, блядь, ребят, вот именно на вот этой вот хуйне у меня очень жёстко, очень жёстко нерфится, очень жёстко неприятно становится камеры вращать, просто потому что очень-очень-очень сильная чувствительность появляется. Не знаю почему, наверное, из того патча, который скинул Никитон на вот эту вот акселерацию мыши. Очень некомфортно, но в этой хуйной не двигаться, в принципе. Так, здесь какой-то полный пиздец происходит. И, кстати, я согласен с тобой, Никитон. То есть мы говорим с тёлкой, с тупой тёлкой, девкой, на нас, блядь, когда падает огромный, мать его, булыжник. Огромный, мать его, булыжник. Размером с кусок, блядь, планеты. Процент на хз какой, но объёмный явно. Ну, конечно, не разгонится пиздец какой-то, какой скорость там между космические и так далее, там подобные, но всё равно очень некомфортная хрень. Так, чё мне тут, блядь, по инвентарю? Чего у меня так всё забилось, воу? Использовать. Бросить. Ребят, подготовимся к финалу. Поэтому, типа, все патрики, все аптечки, всё собираем. Всё, что может быть полезно, собираем. Происк, пасхалку мы давно уже говорили, да? Блин, опять эти челики максимально живые, воу. Опять они себе, сука, конечности отрастили. Ебаные мудаки. Я понимаю, что здесь мало, вероятно, что-то будет, потому что мы уже, как бы, в финале и всё такое, и если бы было, то уже бы было. Оно бы уже заявилось. Причём, вот отсюда оно уже заявлялось. Но всё равно, знаете, как-то оно не очень, как бы так сказать, комфортно. В этом плане ещё есть очень крутая Prey. Там на Prey ты буквально каждый предмет обиходу начинаешь бить гаечным ключом, чтобы проверить на мимика. Так это и есть кусок планеты, лоу. Я знаю, что, типа, это и есть кусок планеты, потому что корабль из Шимура – классный планетарный разрушитель. И даже если присмотреться к, в принципе, ярлыку игры и, в принципе, главному знаку игры, видно, что это как бы планета, которая тисками, как бы, сдавливает. Я знаю, что это такое. То есть, ну, это реально пиздец. Я в охуе, как говорится, с другой девки, который решил в этот момент именно повеснять отношения и попиздиться. О, кстати, а даются какие-то бонусы, если вот так вот сделать? То есть, если вот так вот собрать пистолет? Улучшения какие-нибудь есть? Блядь, походу нет. Обидно. Эх. Да. Ладно, ещё магазин можешь, конечно, заскочить. Я там, по-моему, была какая-то фигня, которую можно продать или скинуть, или что-то типа такого. У меня патриков очень много, на самом деле, левых. Можно бы их скинуть. Ну, ладно, фикси. Короче, пошли так дальше проходить, просто, чапанец-то особо. Чё, ладно, ребятки, давайте сейвимся и поехали. Последний бой, он сложный самый. Нет, ты проебал три узла, говорит. Ну, он им, да пофиг, на самом деле. Ну, здесь в игре столько предметов, на самом деле, что узлы не настолько ценные. То есть, можно просто продавать столько всего, что у тебя будет, ну, как бы, с избытком. То есть, игру хватит. Так, по идее, тут корабль был. И куча мышечков. О, чёрт. Так, так, так. Вон, видите? Вот эта вот планета, а это тиски, если что. Оу, 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 оу. Её, её подвыби. Нормально, нормально. Локат Макатаки подвыби её. Вот так. Хорошо, хорошо. Хорошо. Видите, я не повезло. Ну, всё, это конечное. А надо было скафандр носить защитный. Тогда, может, не сдохнуть с первого удара врать. Видите, мне ничего не осталось. Воу, 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 воу. Полегче, подкатывай ко мне. Мать моя, женщина, пресвятая дева, заступница. Свят, 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 ребята. ХВП. Давайте, блядь, поехали. Блин, чё-то немножко сразу летело хребами куда. Первые. Первые повреждения, держи. Давай ещё, хочешь повыёвываться? Давай ещё. Давай ещё покричи на меня. Ну же. Давай, кричи. Блядь. Наверное, это надо доджить. Да, это надо доджить. Ай. Не-не-не-не-не, только нету хуйня. Куда стрелять? Чё делать? Чё делать? Куда стрелять? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо, не надо. А, я понял. Блядь, ребята, это худший момент игры. Потому что я максимально, максимально хреново в эту хрень прицеливаюсь. Воу. Да, вроде, хватает ей дэмоши, чтобы сдохнуть в эту хрень, нет? Блядь, это ещё не всё, да? Да как понять? Давай, 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 настреливай, настреливай. Очень близко, чувак. Мать моя, женщина, пресвятая дева, заступница, ну и срань. Я ещё не сдох, я ещё не сдох. Сука. Так, вот, прикольные мисички, наверное. Их тоже надо, да, развалить немного. Бульчатай, открывай личиков, тащу. Я в Dark Souls играю, я думаешь, а ты трясни за доджу? Блядь. Я перезаряжался, ребята. У меня есть хорошее объяснение, почему я получу пиздец. Не попал. Б2, Б6, мимо! Б2, Б6, мимо! Ребята, чтобы я ещё бросал там взрывчатку, это очень тупо. Взрывчатка это самое тупое, что я мог бы сделать в этой ситуации. Или... Макатак, Макатак! Нормали, нормали! Так, где там взрывчатка? Тринит РТО, взять! Да, блядь, да притяни ты её, дебил! Перезадись. Ай-яй, ребята, божественный стрейф. Все знают, что у меня тут стрейфа лучше, чем у меня, ребят. Как же я хорошо его доджи в это видели. Изейшее. Все? Плюсосать, лежать, плюсы и всё такое. Утанься. Другого шанса не будет. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Не на меня только падаю, окей? Твою ты мать! Не на меня! Я ж просил. Так, ладно, нам пора. Ребята, пора валить. Пора валить. Валим, валим, валим. Не повтори историю той сучки. Не задержимся на трапе. Долбись, долбись, долбись. Открывай. А почему она закрыта, лоу? Все, полетели, полетели, полетели. Вот, кстати, я согласен, лоу-нэм. То есть, реально, мог бы сделать намного всё жёстче. Ядрить он не разбирая ничего. Взлетел, лоу. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Ребята, чувствую, сейчас будет не очень круто, да? Ну да, конечно. Не надо было, наверное, смотреть прямо на взрыв. Надо было просто развернуться и улетать как можно дальше, Айзек. Кстати, не проверил корабль наличие некроморфов. Надо было тут же посмотреть, мало ли их нет. Это, кстати, по-моему, во второй момент до фильме, ой, в фильме, в игре, а нам показывают, что лицо Айзека. То есть, до этого момента нам не показывали Айзека. То есть, он всегда был в шлеме, кроме вот самого начала, пока он его не надел, и вот дофлой до конца. И при этом всём он ещё и, кстати, ни слова не сказал, как и... Фриман. Айз, привет, это я. Жаль, так хотелось поговорить с тобой лично. Прости. Хаупак. Ребят, если что, это протёк его хаупак. Челик просто хаупак сорвал, в конце концов. Но это неудивительно. Удивительно, что он потом ещё и на второй, в третьей части развалит ксеноморфов. Потому что, просто как ты один раз это сделал, мне кажется, может таких страхов напитаться, что это пиздец. Но нам потом его показывают, что он реально боялся этой древесни. Но при этом всём, я не знаю, как он сохранял хладнокровие и дальше их гасил. То есть ксеноморф? Нет, минус мозг. Это реальный человек, просто, мне кажется, головой тронус видел. Тёлку. Хотя, мэйби, мэйби, вообще есть такая теория. Сейчас рассказываю, ребят, очень быстро. И... Углощайте. Изи глюки, да, да, да. То есть мэйби, то, что она была, то, что она была, это некая воля. Вот это вот... Вот эти вот глюки. Этой тёлки, которая просила вернуть обратно обелиск. Это были глюки, ну, от вот этой вот некой сущности, которая жила в планете. Вот эта вот большая вот хрень, которая под конец игры развалил. И вернув ей обелиск, то есть действует то, что хотел, соответственно, непосредственно, вот в мегамозг. Я, в общем-то, испытывал, так сказать, более-менее приятные галлюцинации. То есть я, по факту, делал то, что ему было нужно. Но как только мы с ним разосрались, то есть я ему отстрелил яйца, я ему отстрелил пол ебала, оставил обелиск, и чуть ли вообще не кинул его там, на самом деле. Он разозлился, и тем самым психосоматик, вот эта вот вся хрень его воздействия, которую он все еще может делать, окрасив с негатив, и плюс Николь видел такой вот дурной, дурной, скажем так, вариации, начинает появляться главный герой, и он как бы едет окончательно крышей. Типа такой фигни, почему бы и нет. То есть откуда же должны были взяться глюки Николь? И вот если они взялись не из-за того, что он поехал за этой хренью, тогда это, в принципе, какое-нибудь объяснение. Ну и, конечно, другой вариант, что это сознание того, что Николь уже сдохла, он уже понял, что Николь не может ему являться никак в образе типа доброй чувихи, которую он видел до этого, и она стала появляться ему в виде его вот кошмара, связанного с этим местом. Хз. Будет ли видос в конце? Какой видос? Вопрос только в том, какой видос. После титров я хз, не знаю. Не, по канону глюки обелиск вызывает, а в первой части он добрый. Ну вот, значит, то есть это, стоп, не обелиск был, не тварь, а именно обелиск был. А обелиску самому хотелось обратно на планету, чего, блядь? Не, вот реально, я понять не могу тогда, как, вот, вот, серьезно, что меня может реально вот оттолкнуть в этой всей теории, это то, что я реально не могу принять того, что у этого обелиска, у этой хуйни есть некое самосознание или хотя бы какое-то закодированное поведение. То есть, по факту, если именно обелиск хотел, чтобы я вернул вам планету, это бы объясняло характер этих вот галлюцинаций и помощь, скажем так, оказанную Николе, то, опять же, непонятно, непонятно, нахуя это обелиску. То есть, мне кажется, если бы это был обелиск, как именно вот как своего рода вирус заражения, которое потихонечку заставляет людей сходить с ума и тем самым является своего рода таким вот оружием массового поражения, то он, наоборот бы, по логике вещей, будучи закодированным такой хуйней, хотел бы, чтобы его увезли из планеты на другую планету, где он смог бы сотворить полный пиздец. То есть, наоборот, он, перемещаясь уже за губленные планеты, все, там уже ничего не осталось, он уже победитель, все, там остались вот некроморфы, и дальше гроб-гробчик пидор. Приехал туда, раскопал, пизды получил. Все, поехал в другое место и создал ровно то же самое. То есть, уничтожил планету, создал вот эту вот массовую, там, не знаю, огромное животное и живи себе единым этим организмом. Что-то пасхалка с главами. Николь из Дэд. Если собрать название всех первых, все первые буквы, первых, первые буквы всех глав, 12 глав, то получится Николь из Дэд. Николь мертва. То есть, главный спойлер к игре. То есть, то, что мы знаем буквально под самый финал, что Николь уже мертва. Чтобы не заразить все человечество, типа, поэтому он хочет вернуться. Стоп. То есть, обелиск, наоборот, не хочет уничтожать человечество, а наоборот, хочет, чтобы он жил. Тогда непонятно, что за хуйня, что за херня с обелиском. Зачем ему это? То есть, нафига он уничтожал, в принципе, тогда тех людей, которые рядом с ним были? Это очень странно. Опять же, не могу понять. То есть, в первой части, типа, добрый имя обелиск, а все остальные, типа, злые или что за херня. Это очень странно, на самом деле. Я хрен его знаю. Но мне реально это кажется странным. Что за хигня? Или, типа, это такой вот девиантный, так сказать, обелиск, то есть, который не соответствует другим обелискам. То есть, он, типа, добрый. Он не за то, чтобы уничтожать, а за то, чтобы спасать. Что за хигня? Ты еще будешь опыться или почилим? Сейчас будем решать. Спокойной ночи, говорите, время мкуэми. Давай, спокойной ночи, пока-пока. Всего доброго. ХЗ, второй обелиск, сучка ебаная. Так потом оказывается, что их, типа, вообще, в третьей части, типа, обелисков вообще миллиарды. То есть, их, что ли, не... Хрен знает сколько. Ну, в общем, я не знаю, что это. Время, в принципе, 12. Мэйби, есть смысл еще что-то постримить. Типа, можно дотку какую-нибудь запустить. Можно, в принципе, просто разойтись на этом. Не знаю, выбирайте. То есть, я, как бы, уже ничего серьезного запускать точно не буду. Не хочу никакой, ну, к сожалению, с этой, с Риум Рояль не получится. Потому что Риум Рояль, оно, как бы, так сказать, из дерьма не работает сейчас. Дерой шли сингл поиска. ДБД я не очень сильно хочу сейчас возвращаться. А в доту, наверное, я бы копнул. То есть, это максимум. Ладно, все, хорошо, пизду. Типа, приятно было, конечно, узнать, кто делает эту игру. Ну, да ладно. Доступительный ролик посмотрим, тогда через минутку в главном меню. Окей, поехали. Так, получено боевое сдержание, получено досье, плюс 10 силовых узлов, сверхсложный режим открыт, плюс 10, 50 тысяч кредитов. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи тоже. Давай, пока-пока. Никитон, да, завтра. Тогда офисе ты смотреть не будешь. Мне интересно, блядь, твои эти... Мне очень, блядь, охуительно нравятся твои, конечно, эти ультиматы. Офисе я, блядь, до танца смотреть не буду, блядь. Пиздец, блядь. Хьюстон. Не на тебе, знаешь ли, этот стрим замкнулся. Пиздец стоит, конечно, пополк земли. Дик ты нахер с такими условиями, чувак. Офисе, блядь. Тебя еще не сушил, как говорится. Так, ладно, давайте починем тогда в мейн меню, там сколько ты хотел, минутку. Ого-го-го, и посмотрим, что там за заставку, раз ты хотел ее увидеть. No name. Why not, как говорится, why not. В общем, я не знаю, типа, дотка, не дотка, есть ли смысл стримить дотку, нет ли смысла. Я бы, наверное, не особо хотел ее стримить. Типа, можно пораньше подотрубить, на самом деле, потому что я уже подустал. Все-таки болезнь дает о себе знать. Болезнь дает о себе знать. На самом деле, очень круто в игре смотрятся даже эти вот маленькие вставки. С этих вот видео, вот, не знаю, летающих видео, каких-то фрагментов или что-то типа такого по кораблю. Типа, дом, материальчиков. То есть, в принципе, игра в плане вот воссоздания атмосферы, она очень круто сделана. Невзирая на то, что финал игры оставляет очень много вопросов, по факту, потому что, ну, очень много недосказанностей, она все равно очень крутая. То есть, именно в плане атмосферы, в плане повествования, сюжета, это максимально крутая тема. Очень круто. Не знаю, как вам, но мне прямо супер зашло в свое время. Даже сейчас она играется более чем уверенно. То есть, в принципе, неплохой геймплей. Из-за того, что моментами он, конечно, устаревший, она все равно играется очень крепко. В принципе, игра молодец, скажем так. Жалко, что она была бездарно загублена. Много интересных моментов, пускай и отчасти повторяющихся, но много интересных. И если, опять же, сравнивать самое начало игры, то есть, вот, буквально, вот, первые, там, часика 3-4, они очень круто сделаны. Первые 3-4 часа они очень круто работают. Уже, вот, наверное, после восьмого часа игра немножко подстает позиции. То есть, остается, там, мне особо интересно, что механикам все равно, учитывая, что она проходит за 10 часов, она очень круто проходит за эти самые 10 часов. То есть, ты прям максимально кайфуешь, пока проходишь. Слушай, я не знаю, где здесь твое вот это вот интро, ноунейм, оно точно должно, блядь, появиться? Потому что я сейчас сижу, чилю, и вроде ничего нет. Ноунейм, блядь. Я просто боюсь альтабаться, потому что я знаю, что мэйби это может вызвать, скажем так, отсутствие демо-версии. Блядь, ноунейм. Сук. Где этот? Где инфа? Где инфа по поводу всей этой херни? Ты, я ничего не пойму. Блядь, должно быть. Я болел еще вчера от ноунейм. Типа, я все это время, на самом деле, простуженый. Я прямо сейчас сижу, у меня температура есть небольшая, то есть, я реально болею. Должно быть, должно быть. Ну, я хз, не вижу. Может быть, потому что у меня версия гоговская, кстати. В гоговской версии есть, нет? Я хрен его знает. У меня гоговская версия стоит здесь. С ней меньше всего заморочек, там она сразу. Языки и все такое, то есть, выбирать можно. Нет, ну, 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 на имя я хз. Я хз, рили. Ты же видел, ну, я хуй знаю, где ты видел. То есть, может, твои версии есть, у меня нет. Типа, на консольной версии обычно демки, типа, оставляют. На консольках это норма. Но ты на консольках, если был. А если в основной игре я хз. То есть, я рили хз. Должна она быть здесь или нет? Ну, мы уже долго сидим в меню. То есть, мне кажется, уже запустилось бы. Не знает. Что, типа, escape еще раз, типа, escape. Типа, может быть, знаешь, как это надо сделать? Сейчас покажу, подожди. Сейчас, да, я покажу, как это работает. Хз, может, вырезали. Кстати, будет у тебя просто температура или еще что-то. А то у тебя, блядь, такой кашля, что у родителей будешь. Ну, нет, у меня, типа, нас заложено. Я на все зим постоянно делаю. Ну, прямо сейчас, может быть, вы слышите, что я немножко в нос говорю. Потому что прямо сейчас у меня, ну, как бы, так сказать. Прямо сейчас у меня это ярко выражено. Во. Сейчас, по факту, должно быть получше. Так вот. Типа, у меня нос заложен. И температура скачет. Ну, и, в принципе, вообще слабость. То есть, я просто себя чувствую плохо. Знаю, что это вот ломота, и все такое. То есть, ну, неприятно немножко. Каза, может, вырезали. Короче, кому интересно, на ютубе посмотрит. Не, 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 no name. Ты, говорю, еще раз, я не сдался. Подожди секундочку. Типа, я думаю, знаешь, как? Здесь же как есть? Здесь же есть, по-моему, нажми start to play, типа такого. То есть, нажми любую клавишу, чтобы зайти в main menu. Типа, типа, вот сейчас. Я ничего не нажимаю. То есть, мы смотрим и ждем сейчас. Мне кажется, сейчас может проиграть. В таких условиях. Блять. Сука. Сука. Вот это меня сейчас испугало, ребят. Я, знаете, я уже такой на расслабончике сижу, чили, думаю, типа, ничего не будет в main menu. Такая-то хуйня. Гребаный який бастус. Ну, Хьюстон, типа, ну да, я был прав. Я был прав, no name. Как всегда. Сука. Опять. Все, в пизду хорошей, не расслабляюсь, блять, в этой игре. Пей. Есть просто на самом деле очень много смачных стенд смерти главного героя. Я почти ни одну не запускал, но их реально много. И нам сейчас их продемонстрировали отчасти. Да, неплохо. Нагнетает саспенс. Немного показывает, о чем игра. В принципе, хороший, хороший такой. Я даже не знаю, что это, как это обозвать. Тизер, трейлер, трейлер или что-то типа такого. Неплохо, неплохо. Песня очень крутая, я ее использовал в своей ролевке. Я когда вводил ролевку, ноунейм, по... Ну, там тоже был такой вот мрачный сеттинг, и надо было пугать людей. Я ее использовал, потому что она очень такая, она саспенс не тает. Жестко. Ладно, ребят, наверное, все-таки на сегодня буду заканчивать. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо всем, кто меня поддерживал деньгами и своим присутствием. Ребят, вы все большие молодцы. Хотелось бы, конечно, кого-нибудь поблагодарить сегодня за subscribe, точнее follow, но сегодня вроде не слышал оповещение, так что, наверное, ничего не изменилось. Поэтому ничего страшного, как говорится. Поблагодарим в другой раз. Спасибо всем, кто меня смотрел, ребята. Огромный респект всем вам, потому что канал, опять же, повторюсь, лишь только благодаря вам и для вас он существует. Огромный респект тебе, Барб, за то, что упустил, упустил, говорю, меня, удержал меня на пути стримлера. Спокойной ночи вам всем. Если нравится мой канал, не забывайте, пожалуйста, подписываться и на группу ВКонтакте, помимо основного канала. Группа ВКонтакте находится вот здесь, вот ссылочки в описании к каналу. Подайте вот сюда. Здесь, ребята, анонсы будущих трансляций, голосование за то, в какую игру следующую поиграть. Иногда бывает что-нибудь поинтереснее. Обсуждаем, какой фильм посмотреть в субботу и все такое в том же духе. Поэтому подписывайтесь на меня, пожалуйста, в том числе. И также у нас есть наш Дискорд, поэтому на него тоже можете подписываться, запрыгивать. Там, если что, я думаю, будет идти общение, если мы будем играть различные игры по типу, ну, я не знаю, какой-нибудь мобы, не знаю, вот опять же, тоже доты. Если хотите сыграть совместно, то очевидно, что для этого бы неплохо иметь свой Дискорд. А я на этом все. Еще раз всем спасибо. Всем пока-пока. До новых встреч. Чмок вас всех. И бывайте, ребят. До завтра. Завтра, думаю, будем проходить Hotline Miami. Так что приготовьтесь. Будем смотреть действительно, насколько мне нравится убивать других людей. Пока-пока, ребятки. Удачки вам всем. Любите хорошие игры. А на нашем канале плохие игры мы не играем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Пока.